Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На воровство шли даже те, кто никогда раньше и не помышлял вступать в конфликт с законом. Стихийно возник теневой рынок продовольствия, который питали масштабные хищения со стороны должностных лиц, распределяющих ресурсы. Города захлестнула волна матерой уголовщины. Ежедневной реальностью стали грабежи, разбойные нападения и убийства. Музыка Музыка Чуть терпения. Товарищи, я повторяю, продовольствия сегодня отпускаться не будет! Ревизия! Товарищи, хватит возмущаться! Ревизия! Что, и для госпиталя не дадут? Смотрите, у меня в накладной детский дом. Прекратить бардак! Сейчас все проходим регистрацию. Завтра отовариваем накладные организованно, строго по спискам. Завтра, кого не будет в списках, в конец очереди. Товарищи, социализм, товарищи, это прежде всего учет и контроль. В очередь! В очередь! Постой, я тебе скажу, шаг! Шаг! Надо четко осознавать. Сегодня из-за нас многие люди голодом сидят. Подвезти их мы не можем. Поэтому предельное внимание. Захарыч, как твои? Придеться нет. Может, все же еще взвод вызовем? Нет. Все должно быть натурально. За дело. Вот вы даёте, Игорь Никитич, ей-богу. Вот вы даёте, Игорь Никитич. У тебя опять избочитание? Так тишина, Горджон. Пусть себе читает. Ума купит. Так, разговорчики. Что за книжку? Гамлет, принц Датский. А что? Посвети. А наших призраков все нет. Может, слетает скоро. Придут, Игорь Никитич. Куда они делаются? Так, ладно. Значит, знак. Как договорились. И быть здесь. За ними не ходить. Если кто отходить наладится, того и накроете. Вопросы есть? КОНЕЦ Степаныч, Степаныч! Чё это? Лодка, кажется. Точно, Ялик. Вроде пустой. Может, отвязался да отнесло? Может, а может, а проверить надо. Я пойду проверю. Прикрой, мало ли что. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что там, не дало? Не, не видать никого. На, я посмотрю. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Гази фонарь, только по уму, как договорились. Здесь. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Внимание, по местам. У нас гости. Ну, это мы завсегда. Хлебом солью. Начапаем рассыпухой. Дожидаемся жигана, как отрубят фонари. Кувалда валит стукаря. Бурундук работает визячку. Да и вот в маяк и таримся. Малек, ты приконишь. Барь, да ты шо? В натуре? Я со всеми. Сказано приконишь. За тысячи шкетов. Все, айда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уходите, я вас прикрою Что-то пожалка Звагон осадит сволоты Леха, Леха, прикрой Сейчас 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 Стоять 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 В голову Яша с ним Миша, заводи быстро Лежать Стоять Солитары Сюда Живо Дорисов, чуть-чуть, чуть-чуть, аккуратно. Раненого в операционную, быстро. Гора, опять? Я в порядке, Даша. Царапина, ерунда. Лёху это сильно зацепило. Кто второй? Это там жулик, там тоже ерунда. Всё у тебя ерунда. Что стоим, друзья? Раненого из фургона во вторую операционную! Тобой Бабгань займётся. Я как освобожусь, посмотрю. Бабгань! Я здесь. Промойте его. Бинтовать пока не нужно. Пусть так посидит. Ты ляг в процедурной, поспи. Есть, товарищ капитан медицинской службы. Горушка, пойдём-ка, подлечимся. Всё, Бабгань, погоди, а то жулька появилась. Открывай! А этот, кажись, конь не двинул. Какие на хрен плани? Я его в ногу ранил. Поехали. Поехали. Граждане, оплачиваем за фрагмент. Но и пошедшие не стесняемся. Передаем, передаем. Ничего не сдать. Боже мой, парень. Будь осторожней, пожалуйста. Ну еще не оплатила, новмасшедшая. А кто будет оплачивать, а? Пушкин? Я сдам, не волнуйтесь. Кто не оплатил еще? Дама, дама, не спите за проездом. У меня украли. У меня кошелек украли. Там же деньги были. И эти карточки. Продуктовые. Вот у меня шкет был какой-то. Вот он. Держи. Держи, что ли, мужики. Давай. Не дергайся. Слышь, фраер, грабки-то прибери. Слышь, фраер, грабки-то прибери. Что, пристали гниды? Поворачивай карманы. Ворюга. Посмотрите, во внутреннем кармане. Во внутреннем. Ну, нет ничего. Что, взяли Рябова? Взяли, ага. Сволочь! Сволочь! Я пишу. Мне нужен телефон. Понял. Понял, да. Где телефон? Спасибо за сигнал. Да, до свидания. Можно позвонить? Мне нужно позвонить. Телефон служебный. Даня, у дамы в трамвае кошелек украли. Прими заявление. Вот эти щипачи. Обнаглели. Смотри, за сутки уже пятый случай. Гражданочка. Гражданочка, вернитесь, пожалуйста. Что? Пишите заявление. Вы, наверное, не поняли. Я родственница первого секретаря обкома партии, товарища Купленова. Мне нужно позвонить. А я устал повторять, что телефон служебный. Вам нужны проблемы. Да дай ты ей уже позвонить. Ладно, только быстро. Быстро. Девушка, дайте 12.22. Жду. Не знаешь, как на складах прошло? А ты что, не в курсе? Плохо. Стрельба была. Вохлевцев убили. Наших зацепили. Яша. Не, 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 не. Леха и Егор Никитич. Господи. Терпи. Погоди, сколько ты меня уже не подчинял? Сорок третьего. Сорок четвертого. Сорок четвертого. Точно. Но это же не повод, чтобы под пули подставляться. Так работа такая дошла. Ты не переживай. Ты же знаешь, на мне все как на собаках. Леха как. На фронте бы шансов не было. А здесь привезли быстро. Пуля вошла почти по касательной. Но удар от нее был сильный. Головной мозг горы тайны за семью печатями. Что мы можем? Промыть рану. Забинтовать. И ждать. И все. Все. Ладно. Завтра вечером посмотрим. Исекать много, мне кажется, не придется. Так что через две недели будешь как новенький. Только я прошу тебя, Гор. Будь аккуратнее. Да ты не волнуйся, Дашуль. Сейчас вообще, чувствую, начнется процесс кабинетного творчества. Протоколы, улики, то да сё. Что, от меня? К нам. Саня. Да ладно. Вот гад. Мне было ни слова. Тебя так, конечно. Да ты читай. Контразведчик хренов. Там он и тебе будет. Про какую фотку речь? Вот. Ух ты. Та самая. Наша последняя. Грек, как всегда, рван. Как всегда. Пусть Пашкой такие счастливые здесь. Молодец, Грек. Три года, считай, этого фотографа искал. Пошёл. Да. Слушай, ты говорил, у вас эксперт фотографией увлекается. Михаил Ильич. Ну. Так возьмётся восстановить. Ну, думаю, сделает. Да, Греки? Быстрей. В реанимацию. Давление падает. Лёха. Да нет. Другой, но тоже тяжёлый. А ты-то как? Да я нормально, в порядке. Ну и лады. Вот здоров. Поправляйся. Куда? Куда без халатов, шпана? Ой, ты так, Джон, зачем кричишь? Ты в больнице. Тихо себя надо вести. Ну давай, давай отселивай. Давай, давай, давай. Минуточку к товарищу майору. Баба Ганя пропусти. Это важно. Да, Баба Ганя, это важно, пожалуйста. Всё у них важно. Как ты, Городжан? Как Лёха? Да я нормально. Лёха так себе. Слушай, мы в общагу заскочили. Переодеться тебе взяли. Спасибо. Что на складах? Осмотр провели? Есть что интересное? Слушай, провели. Но я ничего не понимаю, Ара. Ерунда какая-то. Да. Есть такое дело. А как там наш вольный стрелок? Оклемался? Допрашивать можно? Дуба дал наш вольный стрелок. Здравствуйте, Анна Антоновна. Чуть свет уже на ногах. И я у ваших. Здравствуйте, Алексей Степанович. Чем порадует фельдегерская служба? Фельдегерская служба, как обычно, с сюрпризом из Москвы. Боже мой, это мне? Вам. Какая прелесть. Вы волшебник, Алексей Степанович. Я правда даже не знаю, как вас благодарить. Знаете, Анна Антоновна. Все знаете. Дайте вас своем. Нельзя же так сразу? Шаг-то ответственный. Вы думаете, Анна... Анечка. Я не тороплю. Я ждать умею. Сам-то у себя? Нет. С утра на паровозе ремонтном, когда вернется, не сказал. Вот ведь. Мне еще в два места нужно, а самолет через час. Алексей, ну мы что, едва знакомы? Ну... Давайте вашу почту. Ну... Дело-то подсудное. Давайте журнал. Фотпись. Один в один. Не подкопаешься. Ну так не первый раз замужем. Шутка. Возможно, неудачно. Не пей, Рябой. Козлом станешь. А, Ромка. Канай сюда. Ну что там на лопатнике? Продостовки есть? Да голяк. И бабок слезу. Да, взяла. Алё, Малё, Рябой. А моя доля? Твоя доля? Ай, да за шо, зараза? За шо? Чуть не спалил меня, баклан. Ты че ж я карман взял, куклу подкатил, лопатник привел, взял ноги, все. Блин, на кой ты нужен? Да там людей тьму, я еле пролез. Тьму ее? Вот и боли. Отработались. Рябой! А это зырек. С лопатника, зажировал. Да ты мою долю зажировал, зараза. Ромка, Ромка, стой. Ну какие ж стерки промеж крышами. Давай без заморочек. Козырный мальчик. И его бы в дело. А хата где? Тетку нарыть надо. А шо? Она ж на травме ездит, так? Ну и на остановке то и всяко объявится. А там и до хаты доведет. Лады? За долю мою побазарим. Пошамать бы. Ты шо, фраер? Зашамовку башлять. На базаре с кому не ездишь. И давай не понты колоти, а хату нарой. А там и за долю твою побазарим. Замет она? Замет. Замет. Привет. И вот на вот эту версию нужно обратить особое внимание. Отработать все детали. Егор Никитич, на секундочку. Я догоню. Яш, предупреди Овчарова, у нас оперативка. Хорошо. Здрасте, Егор Никитич. Здорово. Как там на складах? Здорово досталось? Да, досталось, Даня. Чего? Тут сигнал поступил со второй автобазы. У них грузовик вчера пропал, ЗИС пятый. Так это ты, Даня, ворут звони. Так я само собой позвонил. Он же с накладными на склады ушел и пропал. Ушел и пропал? Да. Вот я и подумал. Это ты, Даня, правильно подумал. Ушел. Юлька, привет. Овчаров у себя? Юша, ты знаешь, кто ты? Ты бессовестная скотина. Юлька, ты чего? Чего? Мог позвонить хотя бы. Вот чего. И понимаю, что я волнуюсь здесь. Ну, рассказывай, как там в госпитале. Что за шума драки? Да вот, сестру на работу взяли, товарищ полковник. Теперь я по уши в ее переживаниях. Разговорчики. Ребята там как? Да. Леха. Леха пока так. А Егор Никитич оперативку начинает. Так чего стоим? Алло, дама. Я же попросил заведующего. Кто? Конь в пальто. Начальник ОПП, майор Драгун. Да уж, пожалуйста. Моисей Захарович, Драгун. Давно не виделись. Спасибо, Жир. Егор Никитич, вы меня, конечно, извините. Я вас просто умоляю. Но после вашего погрома все надо пересчитать. Все надо учесть. Конечно. Что машины? Машины стоят. И много. Ну, конечно, порядке очереди, как иначе. Значит, пишите, Моисей Захарович. Автомобиль. ЗИС-5. Родион Анастасия. Ноль три сорок четыре. Повторяю. Родион Анастасия. Ноль три сорок четыре. Нет, Егор Никитич, в моем списке такой номер не значится. Не было пропавшего ЗИСа на складах. Ну, конечно. С какого бутона жуликом к тебе записываться, если они угнали этот ЗИС? В любом случае, дуй мне склады. Заведующего иначкара я предупредил. А если ЗИС не объявится? Чего они дураки после такого кипиша? Яша, тебя посылают не за тем, чтобы караулить пропавший ЗИС, а за тем, чтобы по списку, который ты вчера составлял, опрашивать тех, кто в очереди, и выяснить, кто из них мог передать информацию бандитам о том, что склад будет закрыт. Компендер? То есть, прямо по списку шуровать. А на кой мы его делали? Наводчик из шоферов или из экспедиторов. Вот и проверь, как они провели выходное. Кто правду скажет, да? Потом я побеседую. Потом ты. И кто соврал, всяко проколется. А работники складов. Ведь не только шоферы и экспедиторы могли сообщить бандитам, что склад будет закрыт. Это исключено. Все сотрудники у нас весь день под замком просидели. Егор, это ведь самоуправство. Да мы ж по взаимному согласим, Василий Макарович. Зато подозрений на них нету. А где Мишка? Да внизу иди уже. Итак, что мы имеем? Шо имеем? Бледновитую макароновую походку мы имеем. Сделай нас как детей. А я б не сказал. А страстку мы им хорошую дали. А то наладились. Склады бомбили. Согласен. Что ж ты все черной краской. Сама идея взять банду на себя была хорошей. Она сработала. А то что зашли не с той стороны. Как не с той? Мы с Яшей собственными глазами видели. Банда пришла лесом человек семь-восемь. А зашли с реки. Значит что? Развели нас жулики. Вот насчет жуликов я б поспорил. А на разбой у нас пионеры ходят. Обычно уркаганы. Их мы и ждали. А с кем дело пришлось иметь? Сдаются с птицами совсем другого полету. Разделились. Провели отвлекающий маневр. Зашли с тыла. Подход военный. Но даже не это главное. Как они вели бой. По секторам. С подстраховкой. Не просто военные. Специально обученные военные. Уверен. Слушай. Залетные, да? Возможно, что так. А может это из местных фронтовиков? Какой б банди прибился? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗАСТАВКА Э, братва! Есть тут кто? Это я, бурундук. Э, алло-малло. О, коленый, все чисто. Здорово, мужики. А где вся кодла? Здорово, бурундук. Кодла вся на дно легла. Адриха подальше, один ты где-то шляешься. Где? Да не, где? Я ж на деревне был, после складов вертал коней, как по уговору. Ну и закемалил там, ночь какая-то, стрёмная была. Зато и базар. Ты часом на мусарню не наведывался. Братва, ну и шо? Я ж с вами был в натуре. Я честный жулик, век воли не видать. Ладно, не древь, бурундук. Шуткуем мы. Че кумекаешь, закипишь? Да посли ты с мусора. Ясен пень. Спросил бы я того, кто за дело знал, но в деле не был. А Рябова вон навел. Зарей бы ему же послана кувалду эту дешевку с подземли нароет. Посли-то посли. А полили в кого? Товарищ заведующий, я вас не прошу, я вам приказываю. Срочно поставьте мою машину под загрузку. Смотрите на этого человека. У него еще молоко на губах не обсохло. Он мне приказывает. Я вам русским языком говорю. У меня график и так сорван уже больше, чем на суд. Я вам точно таким же русским языком отвечаю. У меня совчера здесь НКВД с тысячей неприятностей. Вместо как раз разгрузки и учетов. Вы сейчас видите кого-нибудь из милиции? Нет. А значит, идет учет. И пока идет учет, вы не получите от меня даже рукава от жилетки. И даже через мой мертвый труп. Я все сказал. До свидания. Все, я сказал. Аккуратнее, черти, не разбей. Две бутылки уже раскололоши, мать. Так. Сколько берете? Двадцать ящиков, как положено. Правильно. Это водки несчетая коньяка. Да, это по накладной. Спецпоставка, наряд обкома. Конечно. Наряд обкома. Товарищ заведующий, мы учет закончили. Лейтенант, вот вам счастье. Можете отгружать ваше пшено прямо с перевалки. А командирский паек? Я стекло в конец кузова не поставлю. Тогда ждите опять. Пока уже здесь. Дорогой мой, хайяк дам. Шампанское нет. Дело не мое, но это наряд обкома. А хоть и самого сяка. На шампанский не пиздает. Но может быть завтра. Может быть завтра мы. Товарищ заведующий, можно вас? Вот, опять. Люди из милиции. Конечно. Приемная первого секретаря товарища Купленова. Олимпиада Семен. Конечно помню, просто еще не пришел. Секундочку. Здравствуйте, товарищ Купленов. Здравствуйте, товарищ Купленов. Здравствуйте. Прохор Петрович, жена. Олимпиаду Семенову соединяем. Товарищи, потише, пожалуйста. Извините, извините. Давайте присидим. Да потому что липосеструха твоя дура. Ну ничего доверить нельзя. Ладно. Команду я дам. Но как ты понимаешь, надежи никакой. Все, убывай. Чертова кукла. Ну что, приятно. Ну давай, че там у нас еще. Что это за ароматы? Так, ничего особенного. Прошлое. Приемные люди. Вот те ароматы. Фельдъегер из Москвы, значит. И меня не дождал. Ох, Анюта. Ей-бог, допрыгаешься. Это ведь только под мою личную подпись. Опять за свое. Черт. Давай помогу. Сейчас. Не было печали. Купила баба порося. Что? Завтра мою машину к московскому. Борис, скажи, пусть не на перроне встречают, а в комендатуре вокзала. Гостиница нужна будет? Пускай люкс подготовят. И вылежут его до боцманского блеста. Большая шишка? Полковник из Москвы. Из центрального аппарата НГБ. Какой-то буров. С чего бы это? В письме не указано. Однако, что мы не на открытии кинотеатра. Федор Акимович, завтра прям с утра свяжись с военной прокуратурой. Быть может, там кражи с военных складов были. Или я не знаю. Оружие гидрокостюм? Да, гидрокостюмы особо. Так. ЗИС пропавший. Там ГАИ работает, но ты все равно на контроле держи. А по шоферу и по экспедитору этого ЗИСа я уголовку подключил. Думаешь, они банду навели? Может, просто забухали, раз уж входной. Так, добро бы так. А если навели? В наших списках их нет. Это правда. Но ведь могли не регистрироваться. Ну, предположим, приехали на склад. Там ревизия закрыта. Ага, смекнули. Ну и к бандитам поехали докладывать. Да, быть может, наоборот совсем. Лежат эти пацаны из ЗИСа где-то холодные. Так, Армен, с работой по земле. Может, сорокыш это на хвосте принесет? Ну, конечно, сделаем, да? Экспертиза будет только завтра. Егор Никитич, вас Василий Макарыч просил зайти. Да, иду. Старший колонна, лейтенант Симаков. Товарищ капитан, что-то случилось? Пока ничего, проверка документов. Товарищ капитан, я опаздываю. Во, у меня контингент вторые сутки не будет. Отставить. Предъявите путевые листы и документы на груз. Есть. Третья машина. Головная. Рассмотр колонны. Головная и третья машины. Товарищ капитан, разрешите вопрос? Я впервые вижу, чтобы офицер госбезопасности был к патруле. Что-то серьезное? А сами как думаете? Вас понял, товарищ капитан. В порядке, товарищ капитан. Все вроде соответствует. Хорошо, лейтенант. Можете ехать. Колонна по машинам! Эй, товарищ лейтенант. Гляньте-ка. Вот зараза! Пелепчук! Да что Пелепчук? Ну, всегда у тебя так. Давай на раз-два! Слухаю. Да ерунда, лейтенант. Дело на копейку. Отправляйте колонны. Мои помогут. Ага. Сержант Шутко, ко мне! Спасибо, товарищ капитан. Не за что, лейтенант. Сержант Шутко, по вашему приказанию, прибыл. Отправляйте колонну, мы вас нагоним. Колесо надо поменять. Слушаюсь, товарищ лейтенант. Давайте, бойцы, скоренько. Вызываю Василий Макарович. А, заходи. Извините, завид. Да ничего. Слушай, Егор. Мне тут за обкома лично первый секретарь звонил, товарищ Купленов. У его родственницы в трамвай сегодня утром кошелек украли. Орал, как резанный. Василий Макарович, я с утра еще вроде был отдел борьбы с монетизмом. Садись. Я тебя не посылаю этот кошелек искать. Я что, собственно? Ты слышал, что в субботу кинотеатр «Спартак» открывает? Народу будет уйма. Ну да, там по пригласительным, торжественное, то все. Вот. Народ будет непростой. А где народ, там ищи пачи. Соображаешь? Кого в кино возьмем, тот и в трамвае виноват. Да нет, зачем? Допросим, проведем опознание. Вопрос нужно закрывать. А карманы взвод не сдюжат, что ли? Да они-то сдюжат. Только там молодняк один, а у тебя ребята поопытнее. Ну, а места в кино для парней найдем. У Яши как раз день рождения. Ну, давай, водил, шевелись уже. Белемчук, кардан твою налево. Все, готово. Товарищ лейтенант, товарищ капитан, вы лейтенанта не видели? Да отлить пошел, пока вы возитесь. О, это дело. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, эй! Все? Вот теперь сдаешься. Уезжай, быстрей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! В марте-апреле 1947 года в Москве прошла трехсторонняя конференция Министерств иностранных дел СССР, США и Великобритании. Участники Высокого Собрания приняли совместное решение о репатриации, возвращении на родину немецких военно-обленных, содержащихся на территории Советского Союза. Регламентом было установлено, что США и Британия финансируют, а СССР обеспечивает технические возможности для вывоза всех военнопленных в течение полутора лет. Сразу же по окончании трехсторонней конференции правительством СССР были определены категории военно-пленных, не подлежащих репатриации. Право на освобождение не распространялось на военных преступников, участвовавших в операциях против мирного населения. Предполагалось задержать и специалистов, которые были незаменимы в различных отраслях народного хозяйства, а также иные категории пленных. Миссия по выявлению лиц, подпадающих под эти ограничения, была возложена на Министерство государственной безопасности. Министерство государственной безопасности. Министерство государственной безопасности Емолова Зинейда Илларионовна. Так точно. С кем имею честь? Капитан Губенко. Пройдёмте. Я с машиной. Эй, дядя! Горноть не богат? Товарищ, не подскажете, где здесь комендатура? Теперь о двоих, которых на этих складах у реки зарезали. У старика перерезана сонная артерия. Сработано уверенно, чётко. Чувствуется рука профессионального убийцы. А вот второй случай поинтереснее. Парнишка ростом ниже среднего. А лезвие вошло практически параллельно земле. Что получается? Если убийца не карлик и не великан, бить неудобно. Тем не менее, удар сильный, рана очень глубокая. Ну, это как раз тайна невеликая. Здрасте. Развлекаетесь? Следственный эксперимент проводим. Извини за дверь. И что он нам показывает? Если всю войну в разведке, начинаешь что-то уметь делать руками. Эксперимент показывает, что убийца, скорее всего, тоже всю войну в разведке. Армен, а ты чё здесь? Тебе ж вроде задача поставлена. Вайгораджан, ходил туда-сюда, поговорил. Никто ничего. Но это ара пока. Всё равно что-нибудь появится. Сам знаешь лучше меня. Время надо, да? Ладно, здесь ты что забыл? Слушай, интересно, с какого перепугу помер тот, которого ты в ногу подстрелил? Интересно, да? Кстати, Михаил Ильич так и не ответил. Я пока работаю над этим. Возможно, что в результате падения... С высоты второго этажа. Повреждение шейных позвонков, например, или спинного мозга. Ну, в конце концов, он мог испугаться. Инфаркт. Пойдём-ка посмотрим на твоего сердечника. Ну, давай. Да, кстати, у него... Всё лицо было сажей измазано. Ну, это чтобы лицом в лунном свете не бледнеть. Говорю уж, облучено. Интересно, что бы это значило? Татуировка, как у заключённых. Я фотографию к экспертизе приложу. Ну, скажу так, что в блатной наколке и у этой нумерологии ничего общего нет. Я согласен. Да, кстати, подобные татуировки я видел в сорок пятом при освобождении Освенцима на заключённых. Слыхали о таком? Первый украинский. Так точно. Михаил Ильич, у меня тут просьба личного характера. Фотографию восстановить не возьмёшься? Ух ты, какие красавцы. Всё, что осталось, негатив потерян. А с кем это, Дарья Кирилловна? Много будешь знать, Армен. На носу вырастет слева. Арай, просто так спросил. Возьмёшь, Михаил Ильич? Попробуй. Амур, слушаю. Да, здесь. Игорь Никитич, тебя? Да. Да, привет, Юля. Так. Где? Когда? Понял. Сейчас будем. На Богатяновке три трупа. Едем. Шо за дела, Любовь? Шо, не работаю? Нет, не бывал до меня ещё. Калёный его послал в бочку, на меня катил. За шо? Не за шо, я их кодлана склады наколол. Ну, там мусора оказались. И шо? Да не шо. Едва ушли. Я-то не при делах. А калёный наезжает. Так и шо теперь? Шо, 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 ты как попка. Житья у меня вообще не будет, вот шо. Слышь, Рябой. М? А может? Может, Калёного на тёткину хату наколоть? Ну, а шо, дело верное. И снова промеж вами всё ровно будет. Считаю, что неплохо бы помнить товарища Вчаров о персональной и партийной ответственности. В общем, крутись как хочешь, но мой регион должен быть очищен от карманников. Особо того вора мне найди. Ясно? Всё. Прохов Петрович, товарищ Буров. Куплёнов, первый секретарь. Добро пожаловать, товарищ полковник. Павел Николаевич. Рохор Петрович, Анна Антоновна, сделайте-ка нам чайку для разговора. Может, пенечку? Здоровья. Не спасибо, пока только чай. Ну, хорошо. Спасибо. Павел Николаевич, депешу о вашем прибытии я получил, но без подробностей. Прохор Петрович, моя миссия имеет статус особой секретности. Нет-нет, вас, конечно же, я веду в курс дела. И прошу оказать мне некоторое содействие. Павел Николаевич, партия всегда готова оказать любое содействие органам. Хорошо. Прошу вас собрать всех начальников лагерей военнопленных. Их в регионе шесть, если я не ошибаюсь. Так точно. Но Черкасс, Шахты, Таганрог и три здесь, в Ростове. И кто начальник местного ОМГБ? Подполковник Старюк. Недавно назначен. Почти не знает обстановки. И тем не менее пригласить. Шахты отсюда вёрст семьдесят. Остальные ближе. Так что, я думаю, часа три. Ну и отлично. А теперь, если не возражаете, решим бытовые вопросы. Проживание, питание, транспорт. Здравия желаю. Здорово, Потапов. Рассказывай. Старик наткнулся. Рванул до конного патруля Атюш. И нам в РОВД позвонили, и вам до кучи. А вот. Показания записал. А как же? Я и у патрульных, и у старика и оцепление сорганизовал. Слушай, Потапов, трупы в форме, видишь? Надо в военную прокуратуру звонить, а не нам время терять. Во-первых, всем звонил патрульный. Во-вторых, он и военных набрал. Армен, взгляни. Да, город, Жан, похоже. Похоже, да. Сразу видно, майор Орлов человек серьезный. Без армии на место происшествия не выезжает. Так поэтому у нас майор Драгуны переходит в количестве качества. Завидная регулярность. Так что советую приглядеться, Армен. Приглядись, Армен. Так что, товарищ майор, я свободен? Ну, видимо, да. Раз сам майор Орлов за раскрытие взялся. Да раскрыто уже все. Да, ну. Дело за малым. Бандюков найти еще кое-что. Так. Что знаешь? Поделись. Да утром интенданты с колонны нарисовали заявление. Машина у них отстала. Прокол. Колесо меняли. Затем колонну не догнали. Ну и вон они. Те, кто не догнали. Колонну у этого дома остановил военный патруль. Капитан и два бойца. Они и остались помочь менять колесо. Ясно? Они же это колесо и прокололи. Так. Сейчас наш эксперт подъедет. Подостал с дороги. Дай ему взглянуть на тенан. У нас вчера заварушка была. На живые на глаз сильно похожи. Да пусть смотрят, не жалко. Кстати, если что, угнанный грузовик. ГАЗ, госномер РБ-3124. ГАЗ, РБ-3124. А интендантов, заявителей твоих, я бы отработал. Наводчиком может оказаться кто-то из колонны. ГАЗ, РБ-3124. ГАЗ, РБ-2àcies. ВЕЛ He люблю, ГАЗ, РБ-3 위чи. ГАЗ, РБ-4 Houston, ваших, доброетельных, Тресет, заканчивай, к столу. Грифт готово. Грифт готово. Как успехи? С инструментом все просто. Совсем не просто, когда его убить. В общем, в бой начало тяжело. Эту дверь без инструмента не открыть. Может, это, конечно, не важно, у нас еды достаточно. Я говорил, что за дверью может быть еда. Но то, что там есть точно, это оружие. И без него нам не обойтись. У нас осталось два ППШ по полмагазина. Один ТТ и обойму к нему. Три Вальтера, ПИ-38. 52 патрона. Еще ножи, это все. Не густо. Дверь надо открыть. Это все же лучше, чем ничего. Когда-то была точная карта. Сегодня тоже лучше, чем ничего. Город сильно разрушен. До контакта надо успеть нести коррективы. Крячев, ты. С утра пойдешь в город, пойдешь по всем точкам, на месте сориентируешься, заодно инструмент поищешь. Только я его поищу. Например, купишь на старом базаре. Ты думаешь, здесь что-то можно купить за деньги? Значит, если что-то найдешь, договоришься и поменяешь на долю Дрозда. Дрозда. Прошлись сутки. Не надо иллюзий. Дрозда с нами больше нет. Сам из колодца узнаешь, когда в нем больше нет воды. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Семьсот, это ну вы мне нравитесь, мы же вороги. А что говоришь, какого, жабу какого краденых? Мне его дал ему обезьян. Секима, Лёв, разводка выше класса. Хочешь пятьдесят уступлю, жена рада будет, жена рада будет. Тебе счастье будет. Хочешь пятьдесят уступлю, жена рада будет, жена рада будет. Тебе счастье будет. Мы ему дам дала хоть половину, ну. Пятьсот не копейки будет. Ай, как сам знаешь, деньги разные карман любят. Слушай, ты померяй, за шестьсот сам заберешь. Не, не, не поразнее. Ай, зачем гадать, гадать после будем. Давай, Володу, думай, загадать потом будем. Давай, давай, мерять надо, мерять, дорогой надо. Гадать пятьдесят, значит, давай, давай. Ну что, пятьдесят пятьдесят, отличная. Ай, красавчик будешь, красавчик, гадай, пошли, гадай. Ай, красавчик, гадай. Гадай, красавчик, гадай, красавчик, гадай. Говорю конкретно за позавчерашний день, когда был учет. Гражданин, я вас, кажется, уже опросил. Что-то хотели добавить, подождите. Гражданин начальник, опаздываем мы. Развоз-то у нас по детским домам, между прочим. Ну, так почему не едете? По вашему приказу не выпускать. Какой-то сопровождающий нужен. Правильно нужен. Ну, а я кто по вашему? Я же экспедитор. Кто я, если не сопровождающий? Я имею в виду бойца с оружием. Или вы не в курсе приказа по городу? Я не в курсе. А что же делать? Не знаю, с ночкаром поговорите. Итак, позавчерашний день в подробностях, думаю, вспомнить нетрудно. Да это кому как. Что вы делали после того, как вас отсюда развернули? Ну, шо делает шофер в выходной? Бухает? Значит, выпивал? А? Где, с кем? Ну, дома, конечно. Один? Обижаешь, начальник. Шурина. Кто такой? Ну, это бабы моей. Братильник. Рябой. Вот меня когда дома нет, он гад к сестрице своей, ну, бабе моей, норовить заглянуть, пожрать на шару. Рябой, это что, фамилия? Ну, зачем? Погоняла. Ну, кликуха такая. А зовут его как? Да все так и зовут. Рябой. Куда? Да. Не дёрнись. Мы тут воздухом дышим, понял? Ничего такого. Вот так же, Кир. Учись, пока я жив. Ух ты. Видал? Ух ты. Ух ты. Козырная лагерь. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ну, вот и как тебя это угораздило? Да, сестра, и на старуху бывает проруха. Думала, что надежнее при себе держать. А нового как получилось. Классно все это, надо что-то делать. А что делать? Душа у меня не на месте. Ждай, да на винтов надеяться. А вот они этого ворюгу поймают. У него ключик наверняка. А если нет? А вот если нет, тогда решать будем. Если вор тебя ограбить надумает. Опускай. Добро пожаловать. У меня с грабителями разговор короткий будет. Стрелять я еще не различилась. Может слесаря какого поискать, а? Угу. Сразу скажи медвежатника. Ой. Придет, откроет и как увидит все, что там есть. По башке тебя сразу, тюк, сзади. Да типа он тебя наизыгали. А не журись. Сейф наш. И с ключом-то не каждый откроет. А так. И не вынесешь, бетон замурован. И не порежешь на месте. Надежно. А чего не порезать? Потому что ты глупая липа. Что ты из него достать хочешь? Деньги или залу? Ну как все-таки достать деньги? Там же все. Все наше. А никак. Обождем. Обождем. Чай пей. Уроды. Я шевелил. Малек. На хазе затариться. Носы не казать. А вы шо? По банам да базарам? Бать, ну мы это. Ну, мы просто… Шамалек. Пахан сказал, ты сделал. Или ты шо хочешь? Засыпать на спалу? Шо лом? На ты был чемоданчик, да? Чифирек, братва. Подорвал в цвет. Чистый яд, брат. Что это? В общем, так. Покуда я за склады не решу, с хазы не ногой. Дернитесь. Тебя, Малек, до бабки в колхоз. И сиди там на дикогте. А телом на ремни порежу. Все. Шли вон. Малек. Штаны потяни. Чифирек. Здорово. Здорово. Шо, коленый там? Ага. Чифирек там, зараза. Канай. Мабуть, шо перепадет. Вот она. Съезжай, лискзак, с утрамвай. И то, я уж все шо бы ты себе стоптал. Мне бы с коленым потолковать? Да ты образил два тури. Надо здесь потолковал, так мы еле ноги унесли. Э, Жиган! Дело у нас нынче с Рябым есть. Верная. Да? Лады, шкет. Пошли поглядим. Гора. Что? Что-то не так? Все нормально. Ну я же вижу. Я, кстати, фотку отдал. Михаил Ильич сказал, что попробует сделать. Спасибо. Так это ему спасибо. Так ему и передай. А почему этот жулик дубу дал? Я же вот точно в ногу подстрелил. Я не знаю, Гора. С мир часто ближе, чем кажется. Но уже вы на месте не осматривали? В машину не бы швырнули, да и все. А что ему красную дорожку надо было постелить? Сволочи. Народ с голоду пухнет, а они... Леху еще подстрелили. Как он? Подвижки есть? Что молчишь? Леша в коме, Гора. Это серьезно. Мы ничего не можем изменить. Можно только попробовать поддержать организм. И если он справится... Так. Кровь нужна. Довольно много. Первая группа, другая не подойдет. Хорошо. Поговори со своими. Только без шума. Почему без шума? То, что я собираюсь попробовать, наша медицина, скажем так, не приветствует. Но у американцев это работало. Я сама видела. На Эльбе. Помнишь? Ну? И еще. Нужен пенициллин. Его мало. И глюкоза. Ее совсем нет. Но если достать картошки, можно сделать. Поможешь? Ну, Рябой, что споешь? Той ночью? Я вас на склады наколол и пошел к Лёпе. У него в буру замутились. Я в чистую просел в долг с ним, толковался по доле со складов. Не было мне резонного с мусором светить. Меня доля моя больше грела. Клёпа за тебя массу держит? В натуре, сукой, буду. Жиган с клёпой потолкует. Если все ништяк, спросим, как с брата. Ну и на общак отработаешь. Козырный мальчик. Хаза, правильно. Сам Кнокал. А доля наша на общак пойдет. Отвечу днями. Да ну что ж извиняться, Василий Макарович, кто ж виноват? А только ты пойми. Ну не выжить, Лёх. Ай! Не выжить ему без этих лекарств. Понимаешь? А я что спорю? Только где взять твою эту... Блюкозу. Блюкозу. Ты как сообщил, Юля сразу за телефон. Весь город обзвонила. Говорят, дефицит. Нет нигде. Так это говорят. А инзия партийная. Ну вся как где-нибудь на аптечных складах лежит. Ну к гадалке не ходи. И что? Теперь первому секретарю звонить? Зачем звонить? Да по телефону он наврет с три короба. Я прошу прощения. Ехать надо. Егор, ты в своем уме? Слышь, Василий Макарович? Ну сам поеду. Моя дрожан! Я, товарищ полковник. А ну щать! Тоже мне. Куда ехать? Ночь на дворе. Нет там никого в обкоме. А завтра? Прямо с утра, Василий Макарович. Завтра. Завтра может где-нибудь на складах появится. Ты вот что. Ты давай делами занимайся. А я лекарства на контроль возьму. Достанем. Ну что ты на меня так смотришь? Если за день не достанем, лично купленного пойду. Обещаю. Товарищ. Прошу любить и жаловать. Наш гость из Москвы. Полковник госбезопасности. Буров. Павел Николаевич. Товарищ полковник. Что же вы в родное ведомство не заглянули? Обращаюсь к старшему по званию, товарищ подполковник. Надо вставать. Это во-первых. А во-вторых, если вас всех собрали здесь, а не в управлении МГБ, значит было принято такое решение. Павел Николаевич. Начальник управления у нас просто еще не обвыкся. Вы что, товарищ старюк? Подвергаетесь сомнения руководящей роль партии? Да что вы, и в мыслях не имел? Хорошо. Прохор Петрович, покажите подполковнику директиву. Покажите, покажите. У нас здесь ни от кого секретов нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, товарищ полковник. Прошу. Товарищи, прошу иметь в виду. Наше совещание особо секретно. Присаживайтесь, товарищ старик. Так. Добрый вечер, красавица. Здравствуйте. С Москвой нужно поговорить срочно. На завтра можно заказать. Раньше вряд ли. Я из милиции. Начальник ОББ, майор Драгун. Директор ваш на месте? Да, на втором этаже кабинет. Но вряд ли. Спасибо. Ва, Егор Аджан, какая встреча. А ты как здесь? В Москву нужно позвонить по наколке. Ну, по номеру того со складов. Который вроде со Свенцима, да? Вот именно вроде. А надо бы знать точно. Хочу с другом своим армейским переговорить. Он нынче в контрразведке служит, так что... Конечно, дорогой. С другом говорить всегда лучше. Даяра всяк быстрее будет, чем официальный запрос. Так а ты здесь что? Слушай, я посылку со Штарака получаю. Может, в Торцах прислали. Как раз ко времени было бы, да? На Яшин день рождения. Конечно. Слушай, может, в субботу устроим вечеринку? Посидим, отметим. Хорошо будет, да? Ладно, доживем, увидим. Привет, Сонышко. В связи со сложной международной обстановкой правительство СССР приняло трудное решение. Решение о репатриации немецких военнопленных. То есть, весь контингент вверенных вам учреждений должен быть выдворен из страны до конца этого года. Однако, в число репатриантов не должен попасть ни один военный преступник, умело скрывший свое истинное лицо. Я представляю специально созданную комиссию, которая выявляет умело законспирированного врага. Пожалуйста. Майор Рогов. Начальник лагеря номер 421, Ростов. Товарищ полковник. Селекцию контингента мы проводили с самого основания лагерей. Да, еще как. И весьма тщательно. И, насколько я понимаю, по отчетам не было никаких нареканий. Поэтому мы считаем, что... Значит, партия и лично товарищ Сталин считают, что эта работа проводилась недостаточно хорошо. Пойми ж ты, дурья твоя башка, тут дело важности осударственной. И чтоб связь мне была. Да, Влаша, на узле. Сил моих мужеских нет. Вот, хоть малой, а начальник. Шо? Ну? Ну так соединяешь же, ей-богу! Москва! Москва! Алло. Уже с начала этого года среди немецких военнопленных нами было выявлено более 130 лиц, служивших в дивизиях СС. Мертвая голова, Адольф Гитлер и Флориан Гайер. Раскрыто пять подпольных групп. Численностью от четырех до сорока человек. Более того, одной группе даже удался побег. Я не знаю. А кто? Есть еще вопросы? Если вопросов нет, как говорится, приступим к делу. Я хотел бы раздать всем инструкции и объяснить специфику нашей работы. О, паньки! Что, Городжан, поговорил? Да не дозвонился ни хрена. Ну, Юль на телефон дал, перезвонят. А ты чего? Где посылка? Ага, таскать. Пока оставил. Подумал, надо заскочить кое-куда. Притон тут есть один. А за посылкой завтра зайду. Хорошая поводка. И девушка хорошая. Слушай, видел, да? А как зовут? Аривик зовут, значит, солнышко. Аривик? Аривик. Погоди, это Анисака или Аганесяна дочь? Аганесяна, да. Да, откуда знаешь? Ты чего, Арменчик? Я сам почти с Нахичеванином. С какой такой Нахичеванином? С нашей, с Ростовской, с какой? Вы же, старая Кирилловна, по приказу об усилении кадрами пострадавших регионов. Так Овчаров говорил. Ну да. Так что ж, я Ростовским не могу быть. А с Аганесянами мы соседи были. Вот, через улицу жили. Да ну? Ну да. Оттуда в армию ушел в 33-м. Потом училище в Москве. Ну и закрутилось. А дочку Саака, Аривик, я очень хорошо помню. Малявка бегала, смешная. Поддишь ты. Слушай, а почему сейчас там не живешь? Ты девушку свою хоть раз до дома провожал? Не часто. У нее брат такой строгий. Даже с работы ее встречает. Но все равно. Провожал, да? А воронку видел напротив? Вот это все, что от моей прежней жизни осталось. Извини, Городжа. Ладно. Так. Я в общежитии, а? Ты давай, шибко не задерживайся. Кукурузу сварим. Террино. И это все. Террино. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ну, а 270 приказа никто не отменял. И как сказал товарищ Сталин, пленных у нас нет, есть предатели? А с такой биографией? Либо Соловки, или там 20-25, либо Большая Дорога. Да, нуля, незавидная. Но я бы Егор совесть со счета не списывал. Ювить за пояс не заткнешься. То есть ты думаешь, поэтому он яд при себе и держал? Ну да. Моня. Не надо. Там другие люди теперь живут. А скрипка твоя у нас? Знаю, я письмо твое получил. Извинешь, что не ответил? Сначала просто не мог, потом... Думал, скоро же приеду. Вот. Приехал. Скажите, а мама наша, они тогда вместе были? Думали, в Германию погонят. Так объявляли. А их... Со сборных пунктов в Змеевскую балку. В первый же день тринадцать тысяч расстреляли. Мы с Юлькой не знали ничего. За две недели до этого плавни ушли к партизанам. Когда выяснилось. Хочешь, вместе туда сходим. Что с ножевыми? Сравнил? Кое-что есть. В двух случаях способ убийства, можно сказать, совпадает. В каких? Один мальчишка из Вохровцев со складов. И боец охраны, сопровождавший колонну интендантов. Что за способ? Ну, тот, который ты мне тут показал. Вот. Так значит, можно предположить, что те, кого мы на складах упустили, тут же на интендантов напали. Спасибо, Михаил Ильич. Не против, если я военную прокуратуру обрадую? Да пожалуйста, я в своей оценке уверен. Захотят сами убедиться. Пусть подъезжают, милости просим. Ладно. Михаил Ильич, а что по моей фотографии? Пробовал? Егор Никитич, побойся Бога, когда? Все, все. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Товарищ полковник, за истекшие сутки в обверенном мне учреждении происшествия не случилось. Контингент распределен по штатным работам. Здравствуйте, майор. Что с фронтом работы для меня? Что-то успели? Так точно, товарищ полковник. Помещение подготовили. Целую ночь вместе с замполитом просидели. Просмотрели более 500 дел. Параметрам вашей инструкции соответствует 44 человека. Хорошо, пойдемте. Субтитры сделал DimaTorzok Согласно вашей инструкции, здесь люди, попавшие в первую категорию, здесь во вторую. Спасибо. А сколько всего в вашем лагере заключенных? Около двух тысяч? 1927. Я работаю до обеда, потом еду дальше, а вы продолжите отбор. Но подчеркиваю, только вы и замполит. Больше никого к этой работе прошу не привлекать. Вы свободны. Да, ключ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты как освободишься? Подъезжай сразу к нам на работу, я у начальника отпрошусь. Пойдем. А отпустят? Конечно. Конечно отпустят. Он мужик с понятием. Ладно. Мне же только в музучилище заскочить, и все. Свободный. Да куда она денется? Поехали. Я же. Я все же заеду. Не, ну а что тянуть? Ну, чего ты так волнуешься? Восстановят тебя. Как это фронтовикарь не наносится, а не восстановить? Я же. Что? Что-то не так? Да. Малой такая вредина моя. Мурат, что наступить не давал? Не сейчас. Эй, парень, давно трава едет? Ты разогнешься ждать в натуре. Что красава вылупилась? Глянулся? Калитку закрыл? Я что? Я не что, так. Юль, ты его знаешь, кто это? Так ты едешь или нет? Ну, приезжай быстрее. Эй, Ребой! Что хайло разеют? Валя, ари, шипчет, а то не весь город еще знает, с кем ты тут хоромонишь. И что? За это ж вроде не сажают. Ну что, нынче опять без дела? Или как? Никак. Примелькались мы на траме. Завязывать надо, пока не повязали. И что теперь? Неси в компот, там ягодка. Хочу у Спартака точку застолбить. Слыхалки на театр днями открываются. Ну? О, людей там завались. Девять сеансов на дню. Смекаешь? Короче. На открытие там полазим. Если все ништяк, с каленым заточку потолковую. И в архиве пусть породится. Мишка, что ты здесь стоишь? Я тебе говорил, подверили себе. Говорила. Так. Кого что? Рассказывайте. По данным прокуратуры, никаких нападений на военные склады не зарегистрировано. Так что, если кража, будем искать, но это не скоро. Яша. Я опрашиваю шоферов. Список почти прошел. В разговоре возник один парниша, мутный, Шурина, одного водилы. Я в отчете написал, хочу его поскрести. Работай. Армен. Пока ничего, работаю, да? Значит так. Скорее всего, на складах были те же, кто интендантов побивал под видом военного патруля. Интендантами Орлов занимается. С утра с ним разговаривал, ничего не сказал. Он пока еще не в курсе. Закончим, я ему сообщу. Машину нашли интендантскую. Про машину сказал. А правда, что бандиты продуктов не взяли? Ну, если взяли, то совсем немного. И это первый вопрос, почему? Вопрос второй ЗИС, что пропал с автобазы. Я держу на контроле, у орудовцев, то бишь, у ГАИ ничего нет. И уголовка тоже, не шьет, не порет. Могло быть так. Жулики похитили ЗИС документами, имея в виду, на складах в темной загрузице. Там мы им дали поворот. И они устроили ночью гоп-стоп. И самое главное, тот красавец, которого я на складах подстрелил, отравлен, выпил яду и зажмурился. Ну и что, Гора? Слушай, сам отравился? Самоубийство? Как? Я не знаю, как. Черт. Моя вина. Надо было тщательно обыскивать, а я по оружию прошелся. Портрет примерно такой. Залетная. Бывшие фронтовики, вероятно, разведчики. Побывали в плену у немцев, ну а потом и в наших лагерях. Бежали и влились в банду. Слушай, или свою организовали. Влились, или свою организовали. А могло быть так, что это две разные банды на склад напали. Ну, а налет по времени совпал. Могли быть и две банды. Значит, брать будем обе. Выдал фраера. Клифт козырный про хоря. Зерняк при лопатнике, а? Ты шо, лом? Не наш район. Шо-то на дысь тебя это не ломало. Так батя еще страстки не давал. Дрей фишкет. Да пошел ты! Разрешите, товарищ полковник. Егор, проходи. Чайку? Спасибо, я сыт. И что-то Юлия в приемной не заметил. А, так отпустил я ее. Радость у нее. Сосед с фронта вернулся. Так значит, она нам никуда не звонила. Почему? Всех обзвонила. Может, и лекарства где нашлись? Едем? Егор. Василий Макарович, ну пошлет нас первый секретарь. Так хоть попытаемся. Так он же про карманников будет спрашивать, а мы что? Только мы посвятим его в оперативные планы, посоветуемся, так сказать. Поехали. А так в жизни, когда надо, все куда-то. Ой-ой, из Ташкента вернулись Ройфе, так наизе костюм, что он пошил до войны. Ты будешь, ты будешь смеяться, он почти как новый. Да, так. Кстати, свой костюм я этой зимой поменял на соль. Послушай, Ривочка, я тебя умоляю, он же всегда был мне немножко велик, и зато теперь я хорошо питаю. Какой-то есть, что посолить. таки да. Сонечка, девочка, я хотел сказать за то варенье. Я накричал на тебя, я так кричал, но это было только варенье, и, конечно, никому нет пользы кушать за один раз целую банку, тем более девочке пяти с половиной лет, но, знаешь, я подумал, сейчас бы я не возражен. я уже не кричал. Я извиняюсь спросить, вы не музыкант? играл когда-то. Так что вы стоите? Вы знаете, я четыре года не играл, у меня пальцы уже не те. Что пальцы? Играйте сердце. 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 Продолжение следует... 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 Что, как там Леха Бабаин? Пока без изменить. Где же еще до шутка отзвонит? Вскрывать не станет? Где она сама? Где-где? В Караганде. Процедурная должна быть. Где же еще? КОНЕЦ КОНЕЦ Скоро. Скоро, я пять минуточек посплю. Ладно? Спи, спи, Даша. Спи. Я здесь посижу. Лядышко. КОНЕЦ Победно завершив Вторую мировую войну, СССР делал все, чтобы в освобожденной Европе пришли к власти про-советские силы или коммунистические партии. Ответом на советскую экспансию явилась речь экс-премьера Великобритании Черчилля в американском городе Фултон. Черчилль открыто выступил против советского режима, назвав его тоталитарным. В отношениях между союзниками по антигитлеровской коалиции возникла трещина. С появлением программы президента США, известной как «Доктрина Трумэна», отношения между СССР и его прежними союзниками окончательно рухнули. Основой доктрины Трумэна стала политика сдерживания Советского Союза в мире, а первым ее шагом – программа финансовой помощи Европе. Началась битва за первенство в политике, экономике и военной сфере, прежде всего, за монополию на обладание оружием массового вооружения. В политической риторике укоренились новые понятия – железный занавес и холодная война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Дай Бог. А ты что, прямо здесь и ночевал? Политзанятия эти, будь они неладны, Апчаров нагрузил. Дуваюсь теперь. Говорят, сам Купленов будет? Да делать ему нечего. Ну, доклада бы кому не поручает. Присмотреться хочет? Имею ввиду, начальство ничего без своей выгоды не делает. Психолог ты. Федор Акимович. Кстати, давно хотел спросить. А что тебя начальником ОББ не поставили? Ты что-то с давойной еще и в майорах уже ходил, когда меня только из армии перевели. А? Все просто, Никитич. Ты противеный. Ну так. А я нет. Происхождение, понимаешь. А, ясно. А ты-то сам как здесь появился? Такие, как ты, просто так из армии не отпускают. Опять же, дружок твой в контрразведке. Да. Кстати, созванивали с ним вчера. Ну, по поводу татуировки этого. Отравлено со складов. Обещал помочь. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Да что говорить-то? Я же местный, Акимыч. Перевели сюда и все. Шпионов там ловить или уголовник. Какая разница? Ну, хорошо, пусть так будет. Пойду, чайку организую пока. Организуй. Ничего вот этого здесь нет. Одни руины. Вот здесь завал. Так что по прямой не пройдешь. К сожалению, карта и правда весьма расходится с реальностью. Но по точкам я прошел. Тут порядок. Порядок образцовый. Четыре трупа, я правильно понял? Слушай, ну хватит, я уже объяснял. Пытался найти инструмент через местных уголовников. Все прошло чисто, свидетели нет. Но трупы есть. И среди них два из патруля. А это означает усиление. Хорошая наковальня молота не боится. Крещет, я не понял, что за текст. Карта может и не точна, но на ней Россия, а не Франция. Виноват, я просто немного нервничаю. Когда у тебя свидание с этой дамой? В то же время, что и вчера. Просто смысла в нем никакого. Подожди. Ты же сказал, что у нее может быть инструмент. Это она так сказала. Ладно, решай сам. Но к моменту главного контакта, мы должны быть готовы. Дверь за тобой. И у тебя еще сутки. Может хотя бы у патрульных нужно было забрать оружие? А ничего, что это прямые улики. А кто здесь рассчитывает на суд? Ладно, я схожу к ней. И купи местную газету. Нужно ориентироваться в городской ситуации. Я не убежден, что это пригодится. Мы же не собираемся здесь задерживаться надолго. Или я чего-то не знаю. Пока никто ничего не знает. Будем сколько потребуется. Так, а я не понял, где остальные? Мишка с Арменом на задании. Скоро вернутся. Остальные здесь где-то. Выгнал я их, чтобы сосредотачиваться не мешали. Добро. Ты сам как? С чего думаешь начать? Ну, начать, думаю, с беседы товарища Сталина с товарищем, с этим, с господином Стетсиным из США. Ага. И что, товарищ Сталин дает пространство? Ну, критикуют американцев. Зачем? Наоборот, говорит, надо дружить, сотрудничать. Да ну. Ну, конечно. Ну, а как? Мы на Эльбе с ним... Хорошие ребята. Ну, пьют, правда, слабовато, но... В остальном, очень даже ничего. Егор. М? Ты знаешь, что давай вот без своих этих личных воспоминаний официальной прессой обойдись. От греха. Пожалуйста. Так. Ну все. Сейчас товарищ Купленов приедет. Я пошел. А ты это... Ты форму надень. Примета плохая. Как только в парадку влезаю, что-нибудь даст случается. Обязательно. Егор, надень форму. Это приказ. Есть. Надень форму. Давай, Егор Аджан. Красиво, слушай. Как дела, Армен? С кинологами все нормально. Будут собаки людям с уголовки, да? Майор Драгун, ОПБ. Опаньки. Выезжаю. Что случилось, Городжан? Вот мой доклад. Будешь выступать за меня. Пай по писаному. Главное, уверенно. На грабиловке четыре трупа. Завирай. Что за сел? Наган и патрульник, оба барабана полная. Ни разу не стреляли. А в третьем нагане барабан пустой. Герка Кобелев, одноклассник мой, по осени женился, баба на сносях. А у нападника сынишка два года подрастает. Вот оно как, мирная жизнь. Мирная? Нет, Тёма, наша с тобой война еще не закончена. Сдай оружие эксперта. Че там, Федор Акимович? Егор Никитич. В общем, здесь я закончил, трупы забираю, результаты завтра. Спасибо, Михаил Ильич, зайду. Заодно и фотографию заберешь. Получилось? Не знаю еще. Сегодня посижу. Дай. Следующий. Разрешите? Разрешите? Вы можете говорить по-немецки, если это удобно. Пожалуйста, если это удобно вам. С ваших слов записано, что вы родились в Шверине, в предместьях, на озере. В самом Шверине я учился. Потом армия. Как вы попали в плен? Меня допрашивали уже много раз. Все записано в деле. Мне бы хотелось услышать правду. Я был контужен, без сознания. Когда очнулся, позиции были захвачены. Вы оказались поразительно информированным для обычного функмайстера. Я же связист. Иногда слышал больше, чем положено. Это помогло остаться в живых. Я оказался полезен. А теперь назовите свое имя. Простите. Хватит. За минуту нашего разговора вы дважды употребили в речи баварские обороты. Для северянина это даже не странно. Это невозможно. Что тут, Егор Никитич? Расстреляли конный патруль. Еще два тропа неопознанных. Жулики. Молодняк совсем. А свидетели есть? У одного из патрульных убили жеребца. Кто-то прямо здесь на месте его освежевал и тю-тю. Вопрос кто и что он видел? Так что, патруль из-за конины расстреляли? Возможно, жеребца убили в перестрелке. Случайно. Мародеры, скорее всего, местные. Пришли на шум выстрела. Точно. Не спешили, на месте коня разделывали. Знали, что в переулке руины никто не живет. Выстрелы, кроме них, никто не слышал. Точно, местные. И живут неподалеку, раз все-таки слышали выстрелы. Они могли что-то видеть, да? То есть, задача ясна. Выполняйте. Армен, что там на поле занятиях? О! Отлетился Арменчик. Чуть народ под монастырь не подвел. Эй, в смысле? Он читает, а в зале ропот. Мыл, не так все, ошибка. Слушай, по твоей бумажке. Ага. Только не упомянул, что про сотрудничество с американцами это мысль товарища Сталина, а не его. Слушай, Ара, такие вещи знать надо. Да. Хорошо, что товарищ Купленов все популярно народу разъяснил. Ну, а дальше хорошо было. Я из жизни пример сотрудничества привел. Все хлопали. Ну, с какой такой жизнью, Арменчик? Ты где с американцами виделся? Зачем американцев? Слушай, тушенку американскую видел, кушал. Не мне одному вкусно было. Всем понравилось. О-паньки. А что же я сразу не додумался? Что такое, город Джан? Из машины интендантской тушенка пропала. Американская. А, это та, на которой через по написано? Знаю. Егор Интич, он закончил. Спасибо, Акимыч. Так, бери Яшу и по мародерам. Ищем тех, кто коня разделал. Возьмите у Потапова людей и по округе. В каждый дом. В радиусе пары километров. А я город. А для тебя, Арменчик, у меня особое задание. Бери Мишку. Дуйте на базар. Вполне возможно, что тушенки интендантские там спутят. Понял. Ее уже года полтора не поставляют. НЗ, если только. Остатки где-то на складах, да? Вот и я об этом. Ну, если появится, большая вероятность, что та самая делает. Мишка, дорогой, завозите рогат. Ну, что скажешь за мое выступление? Как? Прохор Петрович, ваше выступление в моей оценке не нуждается. Ты это давай не увиливай. Взгляд со стороны, знаешь, никогда лишним не бывает. Ну, так что? Как всегда. Ярко, эмоционально, убедительно. И главное, доступным языком. У вас этого не отнять. Ладно. Правды ты все равно не скажешь. Да бросьте, Прохор Петрович. Ну, смешно врать по мелочам. Вы же меня знаете. Знаю-знаю, а зато и люблю. Может, чай? Лимончик принеси. Есть? Дверь закрой. Так обеденный перерыв, все в столовой. Закрой, закрой, мало ли. Что-то ты, Анюта, плохо пьешь. Коннект, смотри. Двинь. Не баран чихнул. Армянские высшие пробы. Специально для товарища Сталина изготовлен. К Ялтинской конференции. За товарища Сталина. Откуда же тогда роскошь? Хахаль твой подарил. Шо смотришь? А то я вчера ничего не видел. А что я должна была? Отдать цветы на глазах у московского полковника сесть в твою машину? Вообще проще. Два года прошло с войной. А меня первый раз пригласили в коммерческий ресторан. Первый раз. Анют. Ну ты же знаешь, кто я в этом городе. Мы не могли на своем поступке этим шалманом шляться. Ну а потом я жена. Папа. Вот именно. Что после ресторана было? Ничего. Отвез меня домой и уехал. И что? Даже в чаю не поднялся, не выпил. Куда? В мою коммуналку? На завтра об этом весь город бы знал. Счастье твое, Анют, что так и было. Он в одиннадцать часов уже в гостиницу вернулся. Я проверил. Ну смотри, Анют. Смотри. Ну брось ты, брошь. Мы с тобой войну прошли. Партизанский отряд, под Коль. И нам ли друг другу не доверять? Но пойми ты, Буров человек со связями. Он может быть крайне полезен для твоего перевода. С ним надо поддержать отношения. А побросит. Так и ноги раздвинешь. Надо будет раздвинуть. Но если для тебя. Пойми ты, Броша, я устала. Я от жизни такой устала. Я в Москву хочу. Люблю тебя. Жить без тебя не могу. Все, что хочешь, я тебе сделаю. Обещаю. В Москву приедем, жуюсь. Ты только потерпи чуть-чуть, слышишь? Потерпи, Анют. Слушай, Микола, ты мне там девку не спогать. А я таки підштрихую. Підштрихую, підштрихую. Ну, кинчай, звать. Там фойер работы, кин не валялся. Здрасте. Здравствуйте. Здоровенький були. А вы не подскажете, как бы нам Петра Петровича увидеться? Так это я и я. А только на открытии пробачьте кинотеатру, квитки в немає. Да мы не по билетам. Нас к вам человек один послал. Такой, знаете, дед Варава. Ну, як же ж, він у мене перший товариш. Чим можу? Да он сказав, шо у вас перед сеансами джаз-банд играть будешь. А вони вже репетують, чуєте? Якщо можна. Я б хотіл попробовать. А, ну, це не до мене. Це Жора, композитор, у них голова. Все через нього. Так я к ним пойду? Будь ласка. Спасибо. Пойдеш со мной? Нет, Моня, у меня перерыв заканчивается, на работе надо бежать. Ладно. Тогда до вечера. Ты позвони, как освободишься. И не похуй не дарай. Черт. Скажите, у вас сохранились какие-то семейные фото? Да, конечно. Очень много есть. А почему вы говорите по-русски? Ваше знание языка не дает гарантии точного понимания и выражения мысли? Россия. Если надо жить долго, надо говорить. Вы собираетесь долго жить в России и не хотите вернуться в Германию? Я уже живу долго, а в Германии больше нет. Это не зависит от моего желания. И вы не верите в то, что Германия сможет возродиться? Как же ваша семья? У меня нет семьи. Есть фото только. Смотреть и помнить. Это дас хобби. Помнить мой досуг. Можно взглянуть? А что можете рассказать о взаимодействии сайн-сайн-группой Ди? Нет, я не имею никакого отношения к этому подразделению и ничего не слышал о нем. Я санитарный врач, руководил всего лишь похоронной командой, которая даже в боевых действиях не участвовала. Но вы говорите об СС? Нет, нет. А директивы о сотрудничестве? Разве ваша команда не привлекалась к захоронениям после массовых казней лиц еврейской нации? Например, в Змеевской балке, август 42-го. Это какая-то ерунда. Мы были заняты захоронением исключительно германских военнослужащих. Устройством германских кладбищ. А в том случае, который вы упомянули, были использованы русские плены. А расстреливали гражданские, местные активисты. А откуда вам это известно? Голбаска, кому колбаска? Колбаска свежая, вкусная, недорого. Подходим, покупаем. Колбаска. Э, тель червонодышная. Почем за блясин? Недорого. Десять чириков в кило. Сока, сока. Убейся, малахольный. Да, да нет, отсюда нет. А ну, мимо ходи. Да нет, отсюда нет. Давай. Колбаска! Кому колбаска? Десять. Десять. Меня без навару. Ты как? Слушай, говорят, вкусная эта американская тушенка. Сами бы кушали. А так, э, ни у кого нету. Ладно, поехали. Мне еще на почту надо. Слушай, Армен, мы слишком есть одна. Давай нашим сюрприз устроим. Конечно, давай. Какой? Тут одна говядиной торгуют. Свежак сам нюхал. Мы шкребем, а? Шашлычок потом замаштыришь на эшкин день рождения. Слушай, какой шашлык из коровы? Ты вообще мясо понимаешь, да? Мясо и мясо, что тут понимать? Э, армянский мужчина впитывает с молоком матери и приумножает опытом отца. Это большое искусство. Объяснить, что корова не мясо? Слушай, кто сказал, что не мясо? Я сказал, что шашлык из коровы не надо. То есть, на сюрприз будем готовить люля. Колбаска! Свежая колбаска! Пальчики оближешь, ай! Колбаска! По тавровскому рецепту подходим, покупаем. Ты шо опять пришел? Десять чириков за кило. Жаруешь на трудовом народе, падла. Слушай, ну шо, мужиков позвать? Ай! Айтёв! Вон! Эй! Вина, так что вы имели сказать за Макенкова? Чудо-то какое! Спасибо вам большое! Я все пришила, все приготовила, раскроила. Да и сноса бы не было. Ну, раз тут ведь черти, на весну-то хватит, а там... Там будем думать головой. Я дико извиняюсь, я имею говорить за ваш товар. Чьи будете? Снимаем! КОНЕЦ 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 О, не, дети! Слухай, Жора! Ну не играйте так швидко, бо у меня столеры за вами поспешают, а гвизги гнуть. Ну, хорошо. Специально для дяди Пеки. Дядя цифра, два, три, четыре. Вы свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Може так, а? Може так, а, может не так. Треба знать точно, Тот на кого положили глаз ваши пацаны, имел разговор кое-кем на базаре, я сам видел. Субтитры создавал DimaTorzok Одним из непредвиденных последствий Второй мировой войны, с которым столкнулся Советский Союз, явился жестокий раскол его уголовного мира. Один клан составили воры в законе, криминальное сообщество, возникшее в начале. В начале 30-х годов на базе идеи неподчинения советской власти. Другой клан объединил уголовников, мобилизованных во время гитлеровского нашествия, выживших в мясорубке войны и вернувшихся к прежней преступной жизни. Воры в законе посчитали фронтовиков предателями, отказались принять их в свои ряды и наградили уничижительным прозвищем «Суки». Суки, прошедшие от штрафных рот и познавшие ничтожность цены человеческой жизни, ответили законным ворам кровавым террором. Эта беспощадная, растянувшаяся на послевоенное десятилетие битва получила название «Сучьей войны». Зародившись в мрачных лабиринтах ГУЛАГа, «Сучья война» вскоре выплеснулась за пределы запретных зон. Субтитры создавал DimaTorzok «Сучья война» «Сучья война» «Сучья война» «Куда, фронт-то? Стой, стой!» «Господи ты, Боже мой!» «Столь, солнечный! Кот лаплакал! Кидать через прелапок, да и все!» «Фролка, черт! Шибче давай разгружайся, народ уже на подходе!» Ну, всё-всё, не обижайся, Фролка. Молодец, Фролка. Давай, давай, Бесси-ка. Мишки-то давай. Хозяйка, что за дела? Ты что, Фролка, с лодочкой съехал? Перестань, ну перестань. Ты что творишь, свалочь? Он же контуженный. Бога побойся. Заткнись, сука. Да ты кто? Сейчас с тобой тут быстрый разби... Попутали вы что-то, хлопцы. Я свое отдаю. Хошетинку Рванова спроси. Ша, дура, рваный белья. Значит так. Я тебя спрашиваю, ты колешься, и всё будет текет так. Я не понимаю, зачем надо было убивать пацанов голыми руками? Патруль, ничто не помешало расстрелять. Хорошо с тобой, Михаил Ильич. Сам спрашиваешь, сам отвечаешь. Помилуй, Егор Никитич. Ты же сам только что назвал два этих ключевых слова. Надо и не помешало. Кому-то надо было убить, и этому ничего не мешало. Думаю, к моменту появления патруля жулики уже не мешали. Уже или ещё? Думаю, уже. На месте были три нагана и нож. Если, предположим, жулики появились позже, на выстрелы пришли. Что мешало застрелить и их, а их убили голыми руками. Теперь и слово «надо». Ты считаешь, что нападавшим надо было убить этих подростков голыми руками? Я настаиваю убить. Да. Характер ранений исключает простое избиение. Ау. Никаких повреждений на потерпевших больше нет. То есть били наверняка с очевидной целью. Что характеризует нападавших весьма определённым образом. Да, люди бывалые. Только вот насчёт нападавших я бы возразил. Нападавшими как раз могли быть, думаю, и были эти пацаны. Если только убийцы не оставили наган и нож, чтобы запутать нас, предположу, что оружие убийцам не принадлежит. Более того, оно им нафиг не нужно. Но почему целенаправленно убивать? Пацанов можно было разоружить и сбить. Ключевое слово «надо». Им надо было убить. Мотив пока не ясен. Как тебе? Нет, ну это просто невозможно. Товарищ, товарищ, вам поручено обеспечивать нашу безопасность? Так точно. Взина. Так вот и смотрите, пожалуйста, по сторонам. Что же вы на меня всё время пялитесь? Я, ей-богу, шляпку примерить не могу. Хорошо. Да, Егор Никитич, ещё один вопрос. Я тут думал, сказать, не сказать. В общем, по орудию убийства я написал, что тупым предметом, типа куском трубы. Ну что, не нашли его? Так унесли, а потом выбросили где. Судя по разломам на ребрах, получается, держать неудобно. Это ж какая рука должна быть? Диаметр трубы, во какой. Опаньки. А куда же я глядел? Хорош гусь. Так. Выводы делать пока рано. Поеду на место, прикину кое-что. Мысли есть. Спасибо, Михаил Ильич. Спасибо. Да, Егор Никитич, ты фотографии-то заберёшь, хотя бы посмотришь. Еле метели. Ну, конечно, давай. Сейчас. Сейчас. Здравствуйте, Анна Антоновна. А мы знакомы? Неважно, садитесь, я подвезу. Спасибо, мне до работы два шага. Я сказал, в машину садитесь. Нет-нет, Лидия Олеговна, не волнуйтесь. Ничего страшного, так легкое недомогание. Чисто женские дела. Я думаю, через час-полтора. Только вы не забудьте и сразу предупредите, хорошо? Спасибо. Я не понимаю, какая была необходимость дёргать меня в начале рабочего дня. Прохор Петрович будет недоволен. Вы же предупредили. Плохо вы его знаете. Потому я и рассчитываю на вашу помощь. Я не думаю, что... Думаю здесь я, Анна Антоновна. Вы даете лишь пищу для размышлений. Бывает, упускаете нечто важное. А что вы имеете в виду? В своём отчёте вы упоминаете о встрече товарища Куплёнова с начальником милиции Овчаровым и начальником ОББ Драгуном на содержание беседы ни слова. Почему? Потому что мне оно неизвестно. Товарищ Куплёнов встречу не планировал. И тем не менее, битый час, забросив все дела, говорил о каких-то пустяках. Я не думаю, что это были пустяки. Вот, значит, что-то произошло. Вы не знаете. То есть не знаю я. Вы пишите. На встречу Овчаров пришёл вместе с Драгуном. Ушли порознь. Почему? Я не знаю. Майор очень торопился, сделал один звонок и убежал. Поговорить с ним не удалось. Кому звонил Драгун? С какой целью? Следователь военной прокуратуры майора Орловым. Договорились о встрече. Орлову из военной прокуратуры. Я хочу знать, о чём говорили Куплёнов с Овчаровым и Драгуном. И зачем потом Драгун поехал на встречу с Орловым. А как я это узнаю? Анна Антоновна, мне ли вас учить? Вы с вашей привлекательностью и обаянием способны на многое. Вас расположить к себе мне не удаётся. Это не так. Просто вы меня мало знаете и несколько опасаетесь. А зря. Я бы хотел, чтобы наши отношения стали более... Совсем забыла. Полковник Буров дважды приглашал меня в ресторан. Следует ли мне пополнить отчёт с содержанием наших бесед? Грубо, Анна Антоновна. Содержание вашей беседы с сотрудником центрального аппарата МГБ меня, начальник местного управления, не интересует. Вы свободны. До свидания, Виктор Иванович. Анна Антоновна. Имейте в виду, полковник Буров в городе ненадолго. До свидания. Губенко. Пригласи мне на беседу следователя военной прокуратуры майора Орлова. Сюдаева, товарищ подполковник. С ума сошел. Он что, агент? В управлении. Завтрак в десять. Понял, товарищ подполковник. Свободен. Войдите. Проходите, садитесь. Почему вы нервничаете? Я спросил, почему вы нервничаете. Знаете, я человек сугубо штатский, и всегда нервничаю при начальстве. Ваша военная специальность? Ее нет. Меня забрали в 44-м. Тотальная мобилизация. Никакого обучения не проходил. Я просто солдат. Пушечное мясо. Если вернуть время назад, вы предпочли вы плен гибели на поле боя? Конечно. Повторяю, я штатский. Обыкновенный школьный учитель. Не знаю, о чем я тоскую. Покоя души моей нет. Забыть ни на миг не могу я. Предание далеких лет. Дохнуло прохладой, темнеет. Строится река в тишине. Вершина горы пламенеет на дрейном закатном огне. Для германского учителя вы неплохо знаете Гейна, запрещенного. Боже мой, 14 лет назад. Гитлер идиот, окруживший себя бездарями. Но согласитесь, запрет Гейна из-за того, что он евре... Родственник Маркса. Не главная их ошибка. Интересно. Я имею в виду сам факт. Кстати, для русского у вас отличный хокдейч. Данки. Ты сегодня сколько спал? Точно не знаю, но... часов пять оторвал. А что? Береть себя нужно. Спать. Отдыхать, есть горячее. В столовке вашей суп дают. Ты ведь не ходил? Куда я? В конторе даже не был. Мотаюсь с утра. А за суп откуда знаешь? Василий Макарыч был. Кровь сдавал. А, ясно. Так а Яша с Юлей что? Юля вчера была, Яша сегодня подойдет. Крови достаточно пока. Так что, Леха? Состояние стабильное. Поддерживаем как можем. Поим, кормим. В смысле, поим кормим? Он же в отключке. Смешно это, горы. А картошка для чего, по-твоему? Ты сказала, глюкозу делать. Ну, так глюкозу зачем? Не знаю. Так, давай-ка мы тебе сегодня сделаем укол. Ох, зачем мне укол. Ты же сама сказала, лекарства не хватает. Больным делай. А ты здоровый. Я нормальный. Тогда снимай штаны. Даша Оль. Даша Оль. Ты чего, Даша? Я думала… Маленькую для альбома, а эту… Куда думала? Ничего, переделаем… Извини, не подумал… Дашка, это чего? Ну, что это? Ты погоди, Милова, Дарья Львовна занята пока… ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подходи-ка, проходящий! Был вагон, остался ящик! Берем точильный камень! Здорово, Любовь! Что, закипишь? Да, фигня! Вон, плохой разводит! Готово! А ну, Галец, держи! Было трудно – станет просто! Было тупо – станет остро! Проверим? Ну, давай, давай! За вишке-то дело есть! Бритва броет, камень точит! Кто красиво мыть не хочет? Разбирай! Осталось малость! Кладком ритву встретишь старость! Сколько вам? Две? А вам? Заристетка! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О! Секи за ним! Коли фраер бурый нарисуется! Парахаря яловая, клифт кожаный, голубоглазый! За ним ходи! Ты что, целый день дожидаешь? Да хоть неделю! Да! Тетка еще! Высокая, худая, богатая деда! Сразу замянуть! За ней тоже ходи! А посля приканаешь в шалман на Садовой, прогонишь ее и как! Усек? Усек! Усек! Саша, мне этот хвост уже надоел! Что я могу? Ты же знаешь, у них приказ! А у меня отпуск! Товарищи, вы покупать будете? Да! Правду, известие! Медицинский работник и молот! И советский спорт, пожалуйста! Возьмите! Молот, пожалуйста! И подскажите, есть еще что-нибудь местное? Только молот! Вот правда! Учтили, машина будет нужна через час-полтора, так что не задерживай! А что с ключом? Что мне сказать Гале? Липа, что ты с под меня хочешь? Команду я дал, люди работают! Что еще? Прохор Петрович, у нас гости! Зинаида Илларионовна! Здравствуйте, здравствуйте! Рад видеть! А то что-то не балуете нас своим вниманием! Добрый день, Прохор Петрович! Ну что, работа! Познакомьтесь, это мой муж Александр! Купленов! Первый секретарь! Григорьев Александр Иванович! Наслышаны! Наслышаны о ваших открытиях! Как говорится, бороться и искать! Найти и не сдаваться, все верно! А это супруга моя, Олимпиада Семеновна, а это наша землячка, товарищ Ермолова из Москвы, академик медицины и, в общем, мировое светило! Прохор Петрович, право, неудобно! Зинаида, очень приятно! Олимпиада, очень приятно! Простите, нужно идти, я надеюсь, мы еще увидимся! Ну, присаживайтесь! Анна Антоновна, нам бы чеку! Анна Антоновна, пригласите ли на завтрак для моей сестры у вас? Пожалуйста, Олимпиада Семеновна! А вы присаживайтесь, товарищ! Разрешите, товарищ полковник? Проходи, проходи, а то вы ждались! Здорово! Какими судьбами? Да вот, например, узнать, какого черта ты вчера делал в 421-м лагере! Начальник лагеря Рогов стуканул! Рогов, не Рогов! Ну, какая разница? Важно, что интендантами занимаюсь я! Так, кто ж против! Я ж не про интендантов разговаривал! Так, были свои интересы, вот заехал и проверил! Василий Макарович, я что-то не в курсе приказа, что мы должны оперативные разработки с Орловым согласовывать! Значит, будет тебе приказ! Да, Василий Макарович? Не понял! Майор за материалами приехал! Хочет у нас складское дело забрать! Забрать? С чего это? Ну, ты ж сам заметил, что ножевые охранников на складах и убитых интендантов совпадают? Экспертиза подтвердила! Значит, одних рук дело! А ты решил поработать за меня? Так а что? Я, пожалуй, сразу уже на пенсию пойду! Да, Василий Макарович? Что я тебе говорю, майор? Егор, послушай! Я военному прокурору доложил! Он приказал дело у вас забрать! Но все-таки убитые военные! Я операцию на складах завалил! Дру в плечо получил! Друг мой Леха в коме сейчас! А ты хочешь, чтоб я так и остался по уши в этом говне? Забудь! Товарищ полковник! У меня приказ! А у майора Драгуна такого приказа нет! И не будет, во всяком случае, от меня! Но могу кое-что предложить! На месте это там твой прокурор! Чайку еще? Ой, нет, спасибо, Галь! Пора мне! Я машину всего-то на час выпросила! А мы уже на трамвае, первой секретарши никак! С этим? Спасибо! Твоего трамвая хватило, не разгрести! М-м-м! 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 А вот что да той секретарша, Галь? М-м-м! М-м-м! М-м! 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 Покус! М-м! Логично! М-м! 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 В комендантском возле библиотеки «Карлука освободим. Я думал, человек на двадцать будет. Как раз по поводу библиотеки. Чуть не забыл, спасибо, что напомнили. У вас же ведется учет посещений. Среди контингента? Да. Обязательно. Каждое посещение строго по заявкам. При отсутствии нарушений и замечаний. Будьте добры, подготовьте мне, пожалуйста, список наиболее активных посетителей. Вас понял, товарищ полковник? Вот и договорились. Всего доброго. О, ну, как на Горобиловке? Что-то есть? Ту конину, извиняюсь, как корову языком. Дворов сорок обошли, никто ничего, никаких следов. Тебя Орлов искал, ты в курсе? Да, расстались только что. Полтора часа в кабинете Овчарова просидели. Наше начальство решило теперь сообща работать. Информация обменивается. И что? И что? Обменялось. И что они там наработали? Словесный портрет налетчиков интенданта дали. Патрули по нему уже работают. Теперь милиция подключится. А по конкретнее что-то? По наводчикам, по гидрокостюмам, например. Нет, тут пока новой информации нет. Орлов на водный след теперь подсел. Его отрабатывают плотно. Водный след? Какой на воде след? Ну, на склады налетчики сырьки подошли. И машину интенданскую также у реки нашли. Водный след. Да это пахать до морковкиного заговения можно. На тракторе Паши Ангелиной. Река большая. Лодок немерен. ОББ, майор Драгун. Да, Арменчик. Опаньки. Опознали? Так. Так. Михаиловичу позвонить? Понял. Все, до связи. Отлично. Молодец, Армен. Обоих нашли. И шофера, и экспедитора того самого Зиса, который с автобазы угнали перед нападением на склады. Как ты думал, по маршруту от автобазы до складов? Да. Два трупа нашли. Прямо у дороги. Ясно. Любопытно, что экспертиза скажет. Те же яйца или новый геморрой? А что по грабиловке? Выводы есть? Посмотри. Конный патруль. Одного с нагана сразу положили. Другого с этого же нагана ранили. И потом ударом в горло добили. Так. Сознательное убийство сотрудника при исполнении. Да. Зафиксировали. Теперь дальше. У двух других. Ни ножевых, ни пулевых. У одного свернута шея. В смысле сломана? В смысле свернута. Орудие убийства голые руки. У другого проломлена грудина. Тупым предметом. Ломом, куском трубы. Вот Михаил Ильич тоже так поначалу думал. Потом пригляделся к пролому. Оказывается, чем-то гораздо шире. Чем бы это? Колено. Судя по общей картине, правое колено. То есть убийца правшая. Никитич, что ты дай колено. Кто может убить колено? Кто? Тот, кого учили этому. Я, например. Где же такому учат? Нынче не знаю. А до войны в Москве. Инфискульт. Военный факультет. Предмет называется боевое самбо. Я еще самого Ощепкова застал. Кто это? Ощепков Василий Сергеевич. Человек-легенда. Борец, разведчик. Я вот и думаю. С такими навыками, в принципе, убийца на грабиловке мог быть и один. Уверен? Допускаю. Я там походил, поприкидывал, примерил на себя. Смог бы? Если бы приперло, думаю, да. Ладно. Нападение на колонны и на склады вяжется по ножевым. Но на грабиловке пока не понимаю, что у них общего с теми. Личность убийцы. Его подготовка. Закончил? Ну, чего там? Про нас пишут? Да как-то не особо, даже обидно. Про склады ни слова. Про нападение на тебя тоже ничего. По машине только объявление. Это по первой с автобазы, что ли? Разыскивают? Ну да. Обращение к гражданам. Если увидят, сообщить к вас следует. А по трупам ничего? Ну там, некролог или еще что? Нет. Может, не нашли еще? Что, так плохо работает? Это плевать. Нам прощажить. И мы лучше, как дверь открывать будем. Тогда был бы инструмент. Руки-то есть. И когда он будет? Скоро. Потому что мое железное правило ищите женщину. Как всегда сработало. Как? Ты же сказал, что с инструментом она тебя обманула. Да, так и есть обманула. Только теперь она мне его найдет. Ну расскажи, как это было? Да как? Ну как обычно. На кровати, на полу, сзади сидя, стоя. Ты знаешь, вот не молодая, но опыт. Как кошка. Ну почему ты решил, что теперь она будет искать какой-то инструмент? Похоже, ей и твоего достаточно. Запала она тебе в душу, а? Да будь уверен, она мне его найдет. В стену ее квартиры замурован сейф. Там видать что-то ценное, ключ утерян. Она рассчитывает на меня. Здорово, Клавдия. Ну как торгуем? Фу, галка, ебать. Где тебе черти носят? А что такое? По-моему, как обычно. Уркаганы на меня бочку накатили. Чего это? Да из-за хахана твоего. Да ну тебя. Еблик с ракой пришли, а он бум, шмяк, у меня вон ротик. Тихо будь, не ори. Давай разгружаться. Давай. 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 Пошли. Пошли. КОНЕЦ Добрый день, девушка. Здравствуйте. У меня заказ Москва на 17.15. Будьте добры. Присаживайтесь, товарищ. Сейчас запрошу, как будет канал, вызову. Спасибо. Привет, Солнышко. Да, 17.15. Да, заказывали позавчера. Привет. Какой-то ты сегодня важный. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Я же на работе. А ты что, на работе? Не можешь поговорить серьезно? Это невозможно. У меня квитанция перед глазами. Смотрите еще. Что ты сказал, прости? Я говорю, как с тобой вообще можно поговорить? Это невозможно. А смотрите еще. Армончик, прости, ты же видишь. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Ты знаешь, мне даже как-то смело, что ты придешь и скажешь. Хочу с тобой серьезно поговорить. Девушка, подскажите, пожалуйста, где я могу отправить телеграмму? Слушайте. Уважаемый, здесь переговоры, там телеграмма. Спасибо. Товарищ майор, это у вас местная газета, или я ошибаюсь? Так точно, местная. Позвольте полюбопытствовать. Москва, вторая кабина, Москва. Спасибо, товарищ майор. Скажи, зачем не хочешь? Картина, говорят, отличная, трофейная, музыкальная. Да и потом у Яши день рождения, все наши собираются. Армен, ты моего брата не знаешь? Он меня теперь уже и с работы встречает. Так что завтра ничего не выйдет. Что делать? Ты ты у меня спрашиваешь? Прошу прощения. Но его абонента не оказалась на месте. Могу я перенести заказ на послезавтра на это же время? Конечно. Секунду, я выпишу. Спасибо. Павел Николаевич, а как давно вам говорили, что вы... Чертовски хорошо, что вы не льстите. Вы не льстите. Моих способностей нет ничего особенного. Это уровень любого уважающего святого царя. Тем не менее, спасибо. А уходите от ответа на четко поставленные вопросы. Тоже профессиональное качество. Мои командировки довольно частые. На девушку, которую хотелось бы везти, в том числе, ты по паркету встречаешь, к сожалению, на каждой дне. К сожалению. Черт, вы правы, прозвучало не очень отлично. Видите, сказывается отсутствие практики вообще. Отмучился, сынок. Помянем. Примите наш. Завтра хоронить. Как из мусорского морга забрать, прикинул? Сяву, до деревни отправил. Угу. К бабке. Она тело заберет. Не осветится из Навара, я в бегах. Угу. Деревню схороним. Я туда на похороны могу съездить. Ладно, горе-горевать, дело делать. Жиган, скажи, где двора за базаром? Были, накатили на торгашку. Раскололос. Был такой фраер. Приходил. С ее подельницей барыга барковал. И шо? Куда живет-ка? Да бывает. Не знает она, где хаза или. Колодцы не хочет. Но мы стремных оставили, секут за ней. И себя должны приканать. Что за люди? Надежные? Рябой подо мной ходит. Шкет его. О, лискина по меня. Не имеете шо сказать? Ромка. Фраера не было. Но бурженца, что с торгашкой дела ведет, я срисовал. Ходил за ней? Беспонту за ней ходить. Ее видал не раз. И хазу ее тоже кнопал. А кто такая? Не знаю. Мы с Рябым у нее лопатик подрезали. Сключен, что у Каленого. Уметь искать вот это. Пойдем, Шкет. Подаем, что за хаза. А ну сидеть. Куда вы имеете планы? Бурженцу на ножи поставить? Слушайте, калюй. Я тоже терял детей. Только не имел их хоронить. И не имел узнать, кто их убил лично. А вы можете и то, и другое. Так сделайте это. Шо нам барыжнится? Зала. Кого нам надо, ты знаешь. Там будет одно из два. Либо нас приведет до него, либо он сам к ней пожалует. Уезжайте в деревню. Вы там имеете дело серьезное. А мы тут пока что немножко разберемся. Шо да как. Субтитры сделал DimaTorzok. Чем порадуешь, Гриф? Хорошие новости. Человек был. Встреча прошла нормально. Все обсудили. Хорошо. Какие наши действия? Все по плану. Ждем, когда все будет готово и готовимся сами. А что ты мне еще ждешь? Ты нашел способ открыть дверь? Дверь я пока не открыл, но способ нашел. Рассчитываю открыть ее послезавтра. Надеюсь, не поздно. Это крайний срок. Следующая встреча в понедельник. Мы должны подтвердить полную готовность. Ого, это правильно. Еще горяченькое будет веселее. Как он уехал? Нормально. Все, Егор Никитич, хорошего, как говорится. Много не бывает. Ешь давай. И чаем запиваем сладко. Да все, куда уже? Я лучше Мишки Сарменова оставлю. А то они не бой за весь день ни росинки маковой. Все, я готов. Рассказывай. Добил я водителя нашего с продовольственных складов. Ну, точнее, его Шурина. Дай угадаю. Когда мы склады закрывали, водила твой забухал. И забухал не один, а с тем самым мутным Шуриным, о котором ты три дня назад нам рассказывал. Федор Акимич, елки-палки. Раз вы такой умный, в следующий раз фиг я буду по городу мотаться. Ладно, ладно, Яков. Можно погорячей? Продолжай, тем более дальше не знаю. Вот, теперь рассказывай. В общем, все, и даже сестра его, все этого парнишу мутного зовут Рябой. Рябой. По нашим учетам значится? Нет. Где прописан, не проживает, не работает. Ну, я слухи собрал по земле. Ворон щипач в трамваях работает. Значит, думаешь, этот Рябой и мог банду на склады навести? Да. Рябой, Рябой. Да, Рябой. Яш, помнишь? Шпана на остановке. Ко мне приставал. Ну, так вот, его зовут Рябой. Рябой. По окончании Второй мировой войны в советской оккупационной зоне оказался пригород Берлина Бабельсберг, известный своим богатейшим архивом кинофильмов. Вся коллекция была изъята и вывезена из Германии, чтобы стать основой собрания, созданного впоследствии Госфильмофонда СССР. ЦК поручил Министерству кинематографии СССР отобрать и предложить часть трофейных картин для выпуска на экраны страны. Перед министерством была поставлена важнейшая социальная задача отвлечь население от трудностей и лишений послевоенных будней. Не сбрасывался со счетов и экономический фактор. Кинопрокат должен был стать серьезным источником пополнения бюджета страны. Из огромного массива трофейных кинолент отбирались прежде всего комедии, мюзиклы и приключения, не противоречащие требованиям цензуры. Все картины, вывезенные из Германии, были включены в коллекцию Госфильмофонда без каких-либо сведений об их авторах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Катюбей, зал нерезиновый, еще года 10 билетов. Значит, оставляй первых лиц, а остальных урезай в равных пропорциях. Черт, сейчас уже люди пойдут Здравия желаю, товарищ Первый Вокзал, почта, телеграф Срочные пакеты из столицы И что пишут? Не могу узнать, товарищ Первый Не подфартило тебе, что меня лично застал, да? Что не понял? Ладно, что-то еще? Никак нет, товарищ Первый Тогда свободен Есть Анюта, ты пригласительный директорам конезаводов Имени Буденова Первой Конной отправила? Конечно, звонила, оба будут И товарищ Храпов, и товарищ Вестипенко Вот отлично, значит, за банкетом и поговорим Хотя нет, лучше пораньше Часиков на двенадцать Ну что, второго смотреть будешь? Но смысл есть Никакого Ну вот и я о том же Трупы опознаны, причина смерти ясна Особых примет по твоему утверждению нет, ведь нет? Нет Ну все, я тебе верю Слышь, Михаил Ильич Ты уверен, что этим трупом шесть дней? Ну, со швейцарской точностью утверждать не могу Но порядок, по-моему, такой А, ты хочешь этих двоих к складам привязать? Назиста угнали перед самым нападением на склады Не, по ранениям не то Почерк другой Ну да Так что, как говорится Чем мог Спасибо Что-то мы в последнее время с тобой часто видеться стали А? Егор Никитич Не находишь? В том-то и дело, что не нахожу Поэтому и видимся часто Ну так и ищешь же Так ищу Черных кошек в темной комнате Да, Егор Никитич Ты к баллистикам не заскочишь Я пули передам Вот, ладно Это с Вальтера? Может быть, я в этом не спец А что? Ну просто У Лехи из башки Даша такую же достала Баллистиком Спасибо Спасибо, Владимир Никитич Аккуратней Аккуратней Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну что там, эксперты? Не знаю, что там, баллистики вычислят. Ну, пулю от Вальтера калибра 38. Гадалки не хотят. Будь здоров. Спасибо. А я бы на твоем месте, Никитич, постерегся. А то попадешь в плен одной версии, и потом сам не выберешься. Выводов пока не делаю. Ну, факт налицо. Ну, вот вопрос на засыпку – это грабиловка. Будь здоров. Спасибо, Игорь Никитич. Так а что по грабиловке? Мы все округа ползали. Я знаю. Вопрос. Если те, кого мы ищем, такие упакованные, что оружие не взяли, то почему мародеры им побрезговали? Правду сказал. А вы это что, хором заболеть надумали? Ай, пыль будь она. Старые дела роем. Армен просил. Некто Каленый его интересует. Слыхал? Каленый. Каленкин Виктор Анатольевич. 1903 года рождения. В Ростове с 31-32 года. Последние дела. 32-й. Три года. 165-я. 36-й. Разбойное нападение. Бандитизм. Убийство. Десятка. Из лагеря бежал. Потом снова попал и снова бежал. Еще до суда в составе группы, перебив конвой. Потом создал банду. С 40-го мы на него вышли. Ноги повязали, но Каленый ушел. Так что у Армену этот Каленый? Да подробностей узнать времени не было. А что-то сорока ему принесла. О! Армен! Где вас черти носит? Ой, городжан, извини. За посылкой заехал, да? А что, уже оврал? Ну-ка скажи, чем тебя этот Каленый заинтересовал? Знаешь, перед самым налетом на склады в одном притоне один щипач Кликуха Рябой продулся в буру, да? Рябой? Ну, ну, продулся Рябой что? Слушай, стал в долг просить. Мол, под какую-то долю с какой-то деляги, в которой он как бы вроде и завязан, да? И что бы вы думали? Ему дали. А Каленый-то при чем? Такара тот, который Рябому долю должен. Каленый есть. То есть, в долг дали под Каленого, да? А вот тебе бабка и Юрий в день. Ай, дамы, молодца! Даже по щипачам не за так намылились. Рябой и Каленый. Эй! На Каленого что-нибудь нарыли? Ну-ка, доделаем. Мы осознаем, каков уровень принятия решения. Согласен с вами безоговорочно, Семен Михайлович. Вопрос персональной партийной ответственности. Как же иначе? Так мы как раз собрались с товарищами. Непременно-непременно. Всего доброго, товарищ Маршин. От товарища Буденова вам, Иларион Тимофеевич, персональный. Говорит, надеюсь на моего друга вот как. Так мы разделяем, товарищ первый секретарь. Ну все ж понятно, Москва. Всесоюзный подрон. Небаран чхал. Но главное, будут же шконзаводы, которые не находились на оккупированной территории. И шо? Вот, Иларион Тимофеевич в прошлом году дал рекорд по шерсти сальского мериноса. Всем КГ с головы. Так кто же овца, Прох Петрович? А мы же коник. Не, ну конечно, красавцы, резвые, строение мучное. Недаром же имена и Буденовские, но только два года не испытаны еще. А чем московские подромные испытания? Сам маршал будет. Может, кто еще выше. А потом, если в сборную союза возьмут, так это ж звезда героя соцтруда. Овчинка в отделке стоит. Ну не знаю. Не уверен я. Не знаю. Эх, или грудь в крестах, или голова в кустах. Даешь команду завода имени Буденова? Вот, казак, вот, генерал, ай, молодца. А ты, Храпов, жизнь распишешь. Не уверен я. У Илариона Тимофеевича и кондиции получше будут. Ему и флаг в руки. Ну да, и в жопу якорь. Спасибо тебе, Храпов, за добрый набор. Анна Антоновна, зайди к нам. Прог Петрович, распорядиться надо бы. Условия на ипподроме сорганизовать. Команду расселить? Ты ка, Яша, я занимаюсь. Анна Антоновна, свяжись с нашим ипподромом. Тренировочный сбор для команды завода имени Буденова. Шеребцы двухлетки, десяток, пусть обеспечивают. Значит, с завтрашнего дня и по пятницу. А там уже покорять столицу. Да, Анна Антоновна, свяжись с продовольствием и складами. От моего имени. Коням усиленный фураж. Команде боёк первой категории. Что, Храпов, не передумал? Нет, не потянут мои пока, Прохор Турович. Ладно. Значит, Осипенков с командой в Москву. А к тебе, Храпов, начиная с завтрашнего дня. Комиссия партийного контроля. Вот так. Как служба, майор? Чем занимаетесь? Да как обычно. В основном, конечно, воруют. Но если серьёзнее, кое-что. Сейчас, например, разбоем занимаюсь. Нападение на интендантов. Машины интендантов, три трупа. Да. Так точно, товарищ подполковник. И как? Подвижки есть? Кое-что есть. Ну, рано пока говорить. Но информацию накапливаем. Версии отрабатываем. Ознакомьтесь. Обычная накладная на возврат груза. У нас в прокуратуре оформлялся. И эта накладная соответствует протокол осмотра места происшествия машины интенданта. А как иначе? Думаю, данные в накладную с него и взяты. Ну, взгляните на этот документик. Заявление от заведующего склада. Товарищ подполковник, машина какая, а? А дорога? Побились бутылки? Там же указано, бой, стекло, запах. А мешок картошки тоже побился. Не совпадает количество на один мешок? Черт. Между прочим, по указу от июня сего года за подобное хищение десятка как с куста. Это по гражданскому суду. Но уж военным трибунами. Подождите. Вы меня что, в краже подозреваете? Да это просто недоразумение. Нелепость ей-богу. Готов выслушать ваше объяснение. Товарищ капитан, может сгоняют заправиться, а то до Каменска не доедем. Потом, потом. Сто жди. Саня, Саня, прийми, гражданечка, гражданечка, пожалуйста. Дежурный по ГВД, старший лейтенант Кирьянов, здравия желаю. Здорово, лейтенант. Мне бы повидать майора Драгуна у себя? Никак нет, в городе где-то. Когда будет? Да кто же его знает? Может, что передать? Он точно появится? Да нет, не могу. Лично должен повидать. Ладно, извините. Итак, уточняю боевую задачу. Наша цель – Рябой. По прочим щипачам работают опера «Сугро» и района. Значит, общую картину не упускаем, но помогаем, если только без нас никак. Зазря не светимся. Ясно? Так, Рябовы видели только Яша и Юля. Они наши глаза. Работаем за ними парами. Армен – Мишка, Федор – я. Юль, давай еще раз, чтоб вырезалась. Ну, цыганенок такой. Среднего роста, худой. Пиджак темно-бежевый в клетку. Брюки серые. Все. Ну, что еще? Глаза зеленые. Ну, наглые. Все. Все. Поконим. Товарищи, товарищи, сегодня исключительно попрекраснительно. Лишних не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Димиля, сколько лет не видели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты вознался, друг? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, Коля. Извини. О, черт. А похож. Ну, с праздничком. Красиво тебя тоже. Удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Дашуль. Хорошо, что пришла. Привет. Мы работаем, извини. Увидимся в кино. Пусти! Полки позорные! Поднимайте медитин. Я еще не делал! Пусти! 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 Ну, что там? Не как? Повязали кого-то? Какой-то шлемар решил поработать у мантов под носом. Я говорил у мамы, если Бог не дал у мамы, будешь кушать солом. Почетное право разрезать ленточку и открыть первый в городе кинотеатр. Я хочу предоставить гостей из столицы, а в общем-то нашей землячке, выдающемуся ученому, врачу, победившему колеру, изобретателю медицинского мира и просто замечательной женщине, товарищу Гермоловой. Товарищи, позвольте от всей души поздравить всех нас с этим праздником. Мы его заслужили. Я счастлива видеть, как неуклонно и стремительно оживает мой родной город. Растут предприятия, школы, больницы, жилье. Живой пример сегодняшнего дня, первый возрожденный очаг культуры, кинотеатр «Спартак». Да здравствует наша родная коммунистическая партия! Да здравствует наш великий вождь, товарищ Сталин! По чьим мудрым руководствам мы движемся вперед к новым свершениям и победам! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Егор Ильич! Спокойно. Спокойно, Юлечка. Что здесь? Там он. На вход толчется. Хорошо. Хакимыч, Армена с Яшкой к черному входу. Мишку здесь оставь на главном. Сам приходи к нам. Мы с Милей внутри. Пойдем, Юлечка. Молодец. КОНЕЦ Егор Никитич, извините, пожалуйста. Вот видите, около сердец четырех. В зеленой кепке. КОНЕЦ Гражданин виноват. Не вы обронили? Надо же. Спасибо, товарищи. Егор Никитич, с праздником. С праздником. Как дела у вас? Да ничего, вот бумажник, видимо, обранение, молодой человек нашел. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Отдыхайте, товарищи. Эй, билетик. Спасибо. КОНЕЦ Давай, подозревай. Такой важный. Давай еще не начнется смотреть. Гражданин начальник, будьте так любезны, растолкуйте, шо я тут парюсь. Торопишься? А в кино бы теперь сидел, минуты не считал. Во-во, билет-то пропал. А он денег стоит. Пропал. Только не у тебя. Билеты через кассу не продавались. Распределяли приглашения по организациям и предприятиям. Так что приобрел ты его, как передовик карманной тяги. Ну да, не через кассу. С рук купил. Ну ты горбатого лепишь, и бой. Купил он. А кошелек у гражданки Росковой Галины Семеновны в прошлый понедельник тоже купил? Кошелек? Какой кошелек? Черный. Да червонца мелочи и ключик за подкладкой. Ты че за пургу несешь, начальник? Ни улик, ни свидетелей. Вот дошла уголовка. А кто тебе, босяк, сказал, что здесь уголовка? Тут ОББ. Отдел борьбы с бандитизмом. Бандитизмом? А я тут с чего я... Так это подумай хорошенько. Может вспомнишь, чем? В том числе и по нашей части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зинаида Евгеньевна, Александр Иванович, прошу в машину Ты с ума сошла? Что, я сестру не могу повидать? Не делай из меня дурочку А что из меня бандиты сделать, тебе наплевать? Ты горела с мужем? Нет, и выбрось это из головы Садись, Боня Что-то ему прошло, стоит прислать мне милиционеров Мне нужно защищать Липа Я не буду к нему с этим обращаться Боря, по сигнале Так а я делаю вид, что тебя это не касается Мы в одной лодочке Поздравляю, Прохор Петрович Картина чудесная Фривольная штучка А вы, Павел Николаевич, как считаете? Мне кажется, людям понравилось Ну так для людей и работаем А банкет, Павел Николаевич Не повризгаете нашему обществу? Ну что вы, Прохор Петрович Едем Добро, тогда не прощаемся Липа, что ты себе позволяешь? Люди ждут И вообще Дарья Кирилловна Как вам картина? Вполне себе миленький пустячок Да, мне так понравилось Айна Стасьин Андра Сайту на Устадем И я Ребят О Гора вернуться не собиралась Он ничего не говорил Они с Федором Ракимовичем Одним жуликом занимаются Дело не быстрое Ясно Ладно, всех с праздником Яша с днем рождения Спасибо Подождите, а вы разве не с нами? Мы все вместе хотели отметить Егор Никитич будет Он освободится и приедет Мне, Юлечка, еще в госпитале надо заглянуть Дарья Кирилловна, заглянем О чем разговор? Мишка, заводи кирогаз Пойдутся, вчера он поговорил За кошелек Сиди, полковник, сиди Как твои сработали? Нормально сработали, прокурат Петрович Возможны подвижки По известному вопросу Это радует Если что, ко мне, ну так вот Есть Товарищ полковник Не возражаете? Конечно, если да Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, присаживайтесь Хотел сообщить Что касается наших договоренностей Все указания дал Спасибо, Виктор Иванович Теперь дела пойдут гораздо быстрее Ну, как иначе Я понимаю, все Первостепенность задачи А иных у нас с вами быть не может А вот у нас такая Безопасность страны Согласен Хотя местный уровень, конечно Столичный горизонт Ну, не скажите, не скажите Современные вызовы Стоящие перед страной Требуют от каждого Предельной собранности Где мы с вами не работаем? Вратные дремлят Вы имеете в виду Некоторые вопросы Международной напряженности? Дипломатично выражаетесь Я имею в виду Американскую угрозу Основанную на их ядерном оружии Вы что-нибудь слышали Про план Бойлер? Нет Но было бы любопытно Это Гураджан? Я костром Добрый вечер, честная компания Добрый, Яша С днем рождения Спасибо, Егор Никитич Садитесь, а то мы тут уже начали С днем рождения Спасибо Егор Никитич, познакомьтесь Это наш друг детства Моня Мы с ним все детства в одном дворе прожили Позавчера с вами вернулся Вернулся Это хорошо Егор Сламон А это наш Федор Акимович Моня Федор? Моня Чего припозднился, солдат? Сапер я Где наша Яшка с Мишкой Здесь, Гураджан Сюрприз от Мишки И от нас Ничего себе Конечно Не барашек Но тоже Более-менее Должно быть Так Ну что Дорогой Яков С днем рождения тебя Хороший ты человек Таким и оставайся Живи на радость И себе И нам С днем рождения Спасибо С днем рождения А памятаешь, як ты Вагонпатроне у фашиста спер Ото была справа Я тебе муляю Особенно Не скажи Дуже ци патроны нам знадобились Багато людей выручили Так если бы не выяв Так и уже два раза был неживой Шкода, что Степан не дожив О Дай Боже нам всякого счастья здоровья А померлим пошли господи Царство небесное Ммм Арменчик, вкусно И специя какая-то особенная Да? Ну и какая специя Соль, перец, лук Все Ты, Федор Акимич, просто давно Свежее мясо не кушал Не, не, жуты есть, жуты есть При этом В самой конине Такой привкус характерный Точно Слушай, какая конина, Городжан Это корова Говядина, да? У Мишки спроси Да что спрашивать Было дело, мы В сорок втором году В тылу у фрицев застряли Так целую неделю Подстреленного жеребца ели Кони на рубзе сто Из грабиловки? На базаре мясо брали Странно Кто бы это мог быть? Товарищи Майор Драгун Есть? Я майор Драгун Слава тебе, Господи Капитан Глебов Пельдвигийская служба Весь день вас ищу Кот, посылка вам Посылка? Да Не знаю Сказали, сами разберетесь Это неофициально С оказией, так сказать А как нашли меня? Это место вроде не знает никто Начальник ваш подсказал Ну что Садитесь за стол Шофера вашего зовите Спасибо, товарищ майор Никак не могу У меня на расцвете рейс А мне еще человека увидеть надо Ясно Ну что, спасибо Всего хорошего Так Что там в городе? Сюрприз, да? Сюрприз, да Сейчас посмотрим Егор Никитич Отдайте рукастому танкисту Рукастому? У нас мешание на рукастом суд дает 163 шью, начальник Ложись Смина! Быстро Спокойно Можно Я на местах оставаться Танкист Ты же коробку с пленкой Никогда не видел Не может быть Не ошиблась? Ну ты, Мишка, дает Танкист Ты все налила Танкист Отлично Так А что там у нас есть? Еще Опа Коньячок Ребята, разливайте Только Мишки больше не наливать Да отстаньте от него Это тебе, Яша С днем рождения О, Каверин Два капитана Спасибо, Егор Никитич А мне-то за что Дружок мой книжку нашел Ну что, Дарья Кирилловна Танцуйте От Сани? От Сани Да, Егор Ну перестань У, тут еще лекарства для Лехи А, хорошо Ты Саня телеграмму давал? По телефону разговаривали Что за фильм-то? Трофейный Бранденбург Почему 800? Юбилей города что-нибудь Глянуть бы Ты знал бы, где живет механик со Спартака? Разбудил бы Петро Петрович? Так он в Спартаке и ночует У него же дом разбомбило Да? Да Так сейчас и поедем Добро Яков Ждем рождения тебя Спасибо Екатеринбург Эй, дед Варава, ты что-нибудь розумеешь? И что? Вот ты даешь. Хорошее кино не дивишься, какое-то гибно. Что? Петро, делайте, что-то. Особенность Бранденбурга, что у нас? С бойцов сняты все ограничения, могут все что угодно. Пытать, убивать любого, даже женщин и детей. С этой причиной бойцы Бранденбурга и Семсу принципиально не даются в плен. Я дождусь тем полоследом, который он использует в критический момент. Игорь Никитич, а что-то было? Такое вот кино с немцами, Майя. Такое вот кино. Петро Петрович, а ты что, не один? А ты что, не бачишь? С кем-то выпивал недавно. С товарищем боевым, партизановым, разом. А что, не можно? Ну, с боевым товарищем святое дело. Так, и я про те. Все, че, че? Ну, иди сюда, подивись. Да. Да, вот этот кусок. Вот этот. Угу. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Батальон, впоследствии разросшийся до полка, а затем и до дивизии, был предназначен для разведки и диверсий. Специфика «Бранденбург-800» состояла в том, что он действовал только под видом подразделений противника. «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Так я не поняла, ты от Гали или как? Слушай, я по-другому сказал, да? Нет. Он не в курсе. Взял его на всякий случай, мало ли что. Ага. Галя-то что сказала? Сказала, что ты скажешь, да? Тут серьезные блатни на меня накатили. Доброе утро, часы компании. Здорово, Никитич. Да закемалил мой, Леха. Чуть не проспал, эти черти не разбудили. И будильник, главное, вырубили. Придурки. А где они, кстати? Армен с Мишкой? Нет. Клоуны, Бим и Бом. Не было их. Мы уже здесь около часа сидим. Да? В общаге их тоже нет. Проснулась комната пустая. Я автобуса нашел, слеп растал. Василий Макарович, доброе утро. Да. Извини. Есть кое-что обсудить. Когда? Понял? Да? Да, хорошо, займемся этим прямо сейчас. Да, есть. Так, Яша. Дуй к Росковой Галине Семеновне. Вези ее сюда. Будем делать очную ставку с Рябым. Поговорить бы надо, Никитич. Валяй. О чем? Про оружие, что на грабилке не тронули. Ты чего, Федор Альимович? Ты как? Что-что-что? Все путем. Нашел их? Так. А я думаю, что это за мародер нынче пошел такой деликатный? То есть, коняшку разделать при четырех свежих трупах у них неров хватает. А стволами обрезают. Бабы. Бабы? Бабы. Трое соседки. У каждой семеро по лавкам. С пяти до одиннадцати. Сами тянут, без мужиков. Зарплата всего пару сотен. Голодают. Не знали они ничего. Одна на выстрелы выбежала. Уже все кончено было. Потом других позвала. Группа. Трое. Коняшка. Хоть и труп, многую собственность. Но и недонесение. По червонцу минимум. Я про что? А с детьми как быть? А что ж ты мне раньше об этом не сказал? А? Думал я. Думал? Яков в курсе? Нет. Мы разделились, он по другим дворам ходил. Да вот и крест не знает ничего. Спасибо. Спасибо. На. В конце концов, наше дело бандитов ловить. Этим займемся. Вон, глянь, что мне Михаил Ильич напечатал. Лови. Ух ты! Надо же, воевали вместе. Я конверты перепутал. Ну, все-таки. Да, вместе. Мы с мужиками в разведбате дивизии. А Даша, Дарья Кирилловна, в дивизионном госпитале. А рядом с ней-то кто? Это мой друг, Паша. Даша, он муж. Погиб. Держи. Держи. Ёшкин кот. Это что? Со вчерашнего кино? Из вчерашнего кино. Ай, молодец, Михаил Ильич. Знать бы только, что это значит. Это значит... А это значит, что мы имеем дело с элитным фашистским спецназом. Брэнденбург 800. Слыхал о таком? Товарищ полковник, за истекшие сутки в обверенном... Здравствуйте, Борис Иванович. Ну что, как список пленных библиофилов? Готов? Так точно, Павел Николаевич. Вот список. Интересующие вас лица помечены красным. Спасибо, Борис Иванович. Поработаю с этим часок-другой. Если нужно вызвать кого-то из контингента, пожалуйста. Сегодня выходной. Да нет, спасибо. Если мне кто-нибудь понадобится, дам знать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вай Городжан, раз такая ситуация, я уже не стал там с этой кониной разбираться. Да бог с ней не важно, не отвлекайся. Так что эта Клавка? Вот просто так взяла на слово тебе и поверила. А как? Меня же, Ара, мол, торговка ее послала Галя. Да и напугали эту Клаву по полной. Поверила мне, как родному. Что за Галя? Где живет, что делает? Вай, это мне у Клавы спросить, да? Ладно. А жулики кто? Выяснилось? Конечно, Ара, люди, каленого, да? Опаньки. Откуда знаешь? Сами ей сказали, что побольше страху нагнать. Мол, каленый нынче зверь. Сына его днями убили, да? Это не на грабиловке, честно? А, Акимыджан, какой ты умный, да? А я вам о чем говорю? Клава говорит, что жулики зачем-то уверены, что хахаль Галя с убийством этого сына связан. Да мало в чего не уверен. Не скажи, ну если они в пинкартонов играют, значит, что-то знают. По-любому Галин хахаль фигура любопытная. Да и на Каленова выходим напрямую, да? Как выходим? План есть? Конечно, слушай. Жулики хотят Галинова хахаля. Будет им Галин хахаль. Завтра придет, в лицо его никто из бандитов не знает. И тут такой я! Погоди, погоди. Так, теперь выгодитожим. Значит, это так. Нападение на склады и на колонны интендантов связаны по ранениям. В этом сомнений нет. Теперь дальше. Вполне вероятно так же, что со складами пересекается убийство ради угона ЗИСа. Об этом будет точно известно завтра. Баллистики дадут ответ по пуле с Вальтера. А с учетом этих фото, твои предположения по убийствам на Грабиловке тоже внушают. Эй, я что-то не знаю, какие фото? Интересные. Со вчерашнего кино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что, поприличней машины не нашлось? Да уж какая есть. Пройдемте. Пам сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, Рябой, как ночь провел? Шконка не жестковата. Нормалек так покемарил. Руки по шлам. Ой, неправ ты. Не спать надо было, крепко думать. Мозгой скрипеть. О чем скрипеть, начальник? Нет у вас ничего на Рябова. Ну нету. Егор Никитич, мы готовы. Начинай. Ксения. Да не лицом пока. Кепки снять. Рябой сюда. Посередке встал. Яша, приглашай. Галина Семеновна, проходите. Здравствуйте, Галина Семеновна. Добрый день. Посмотрите, пожалуйста. А что тут смотреть? Вот этот, у которого штаны спадают. Вы уверены? Да, конечно. Шустрый. Спасибо, Ваше Галина Семеновна. Вы свободны. Все, да? Да, все. Ну, обращайтесь. Хорошо. Протокол составь. Заключенных увезти. Ну что, Рябой, теперь поговорим серьезно. Хорошо. Бить будешь. Не сегодня. Армен, расскажи ему свою сказку. А мы тоже послушаем. Слушай. С недели назад, как случай был, составилась на хазе у Клепа игра и Кент один, а был троих в чистую, а с четвертым зарубился. Ладно. Сидят они такие, транспорт с кушем до края катят. Все на кону. Иара, Кент, буру вскрывай. Фартова. Эй, шалишь. На вскрышке у другого Москва редкий случай, да? Бывает? Да дело не в том, что бывает, а в том, что это бывает с тобой. Ну-ка, поведай нам, как тебе Клепов долг дал и, главное, под какие гарантии. Вот. Вижу, начинаешь соображать, почему ты не в уголовке, а у нас, в отделе борьбы с бандитизмом. Федор Акимович, будь друг, обрисуй товарища перспективой. Зараз, Рябой, такое дело, при налете на склады трое убиты, двое ранены. По нынешним временам четвертак. А наводчик, Рябой, паровозом пойдет. Чуешь? А кто сказал, что я навел? Так у нас здесь целое собрание сочинения. Тут и зять твой, Бухарик, и сестра твоя, и Клепа, которому ты задолжал именем Каленова. А возьмем Каленова и всю Кодлу. Дело пару дней. Так они тоже молчать не будут. Ну, вот когда возьмете, тогда и побазарим. Так, ладно. Не творово, там сейчас, короче, тетку мусора увезли. Что ты лепишь? Спотел секретаря обкома жены, родная сестра. Да век воли не видать. В Черный Ворон посадили, в городскую свезли. Как ты имеешь знать, что в городскую? Так я сзади прицепился с имени и доехал. Другим разом умеешь звонить с автоматом. Номер даст поликарту. Ты бросишь его покушать, покушаешь и назад на дочку. Фрайл нынче у Клавы был. Еще? Срисовать не вышло. По нужде ходил. Еще? Клава посулила ему завтра ему золотишко подогнать. Да он зуб дает, что объявится. Я отворала. Сукой буду, не упущу. Ты это к чему, начальник? А это я к тому, Басяк, что я столько на фронте фашистского языка в плен взял, что твой каленый считай уже на Цугундаре. Понял? Бесы гонишь, начальник. Фашистов фашист. А здесь совсем другая опера. А я слышал наоборот, что каленый нынче фашистам не брезвует. Пригрел у себя там где-то пару-тройку беглых и ништяк. А? Туфта это, начальник. Нету никаких фашистов у каленого. Каленый кент с понятиями. Сука это запотлова, что фашистам. Уверен, что за каленого знаю? Я до век воли не видать. Ты уверен, что ты за каленого знаешь? Ты, конкретно ты, уверен? Я сам по себе. Так а мы за что? Смотри. Колешь из-за склады и проходишь юзом. А так, статья пол-108 о этой зменородине. Эй, так семеру за кражи отсидишь и на свободу с чистой совестью, да? Какая семера? До меня за склады и до лагеря не доеду. На перебуду. За фрицев и до суда не доживешь. Ах ты, еба. Я честный жулик. Вы мне политику не шейте. Я тебя за шо? Никакой политики. Смотри. Признаешь кошелек, трамвай, отдаешь нам ключ и даже за склады мы говорим с тобой без протокола. все честно. Ну? Так шо? Семера или четверта? Семера, ясень пень. Ну, вот и хорошо. Тогда начнем с самого простого. Где ключ из кошелька, что ты подрезал? Нет его у меня. Ммм. Дай угадаю. Потерял. Выбросил в Дон и не знаешь, где он. но рябой. Видать, мы с тобой не договорились. Конвой! Стой, начальник! Ну? У Каленова ключ. А кого ключ? У Каленова. У Каленова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ На билетики передаем, приглашения не ждем, прав по пересередину колонна. На билетики передаем, приглашения не ждем. ПЕСНЯ 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 Если коротких вопросов больше нет, тогда до связи. Да? Давай. Начальник ОББ, майор Драгун. Товарищ полковник, добрый день. Конечно, могу о чем речь. А, кстати, о чем? Надо бы в одном дельце расставить точки над «и». Нет, именно вы можете помочь. А зачем откладывать до понедельника? Выходные, выходными, работа, работай. Думаю, буду у себя примерно через час. И где-то до 22. Уж постарайтесь, товарищ майор. Будьте любезны. Вот так, Анна Антоновна. Вы хотите обвинить майора Драгуна в хищении мешка картошки? Да бог с вами. Я похож на кретина. Ну, просто вы у меня в партии. Военную прокуратуру закроет Орлов. А чем же милиция хуже? Нужен кто-то там. Ну, вы просто струк какой-то. Отнюдь. Ну, вы же понимаете, я здесь человек новый, а без сведений с первых рук никуда. Цельяви. Вот ваше сообщение о встрече товарища Купленова с директорами комизаводов. Вы пишите, что генерал Осипенков готов предоставить команду на всесоюзные состязания. А полковник Храпов нет. И мы понимаем, что условия работы одинаковы, а результаты. Вывод. К Храпову необходимо присмотреться. Уверен, обнаружим факты хищения. Тот случай, когда информация и горячая, и ценная. Это комплимент? А почему нет? Мне вообще нравится ваш стиль работы. О том же банкете, всего несколько танцев. Вы знаете все, что нужно. Причем из разных источников. Правда, связи лекарства, которые искали Овчаров и Драгун с мешком картошки, я пока не усматриваю. Но... Как? А майор Орлов разве он не сообщил? Вы же сказали, что беседовали с ним. Надеюсь, майор Драгун все прояснит. А я ведь осенью 42-го с этим Бранденбургом сталкивался. Да ну? Где? Открыто повоевать, правда, не пришлось, но кровью попортили. Здесь, в Ростове? Да нет, на Кавказе. Ростов тогда уже под немцем был. А я тогда командовал отдельным батальоном НКВД. За арджиники забились. И как-то раз отправили нас в тыл, в Чечню. Там группа Бранденбург высадилась, чтобы поднять местных на восстание. Еле метели. Так что, накрыли их? Накрыли, накрыли. В момент десантирования. Человек 20 положили, а еще с десяток ушли. Ну, нас и бросили на розыск. У горы ушли. Под альпинистов работали. Ну да. Мы месяца три за ним по горам лазили. Ну и казалось бы, все, вот место стоянки берем. Нет никак. Так и ушли гады. Это потом оказалось, что их два местных Абрека вывели. Ну и сами вместе с ним подались. Да вот такое вот кино. Ясно. Ну это ладно. Какие мысли? Мысли самые нехорошие. Ну если они здесь появились. А судя по складам, это не один такой. Это группа. Значит, есть здесь у них какой-то интерес. Погоди, погоди. А ты не думаешь, что это беглые? Ну, попал кто-то из них в лагеря и сбежал при случае. Возможно так. Ну допустим, допустим, я беглый фриц. Ну что мне тут в Ростове? Медом намазано. Ну заскочил, если дорога легла. Жратвы взял и в Турцию. В Турцию? Возможно. До Турции километров шестьсот. Для бешеной собаки не крюк. А с их подготовкой к границу перейти, это как нож в масло. Логично. Логично. Но судя по грабиловке, не торопятся они в эту Турцию. Уверен. Тут у них интерес. Тут. А если предположить, что тут они в банду влились, вот и весь их интерес. Исключить нельзя. Вот и я говорю. Сидели здесь, как побывавшие в плену. Сбежали. На это есть возражение. Ну во-первых, с теми, кто по полу сто восьмой, уркам западло. А во-вторых, если выдали себя за военных, сучья война. Егор, сучья война, это между урками. Теми, кто на фронте был, и теми, кто не воевал. А наш Бранденбург под урок никак не проханджа. С этим, пожалуй, соглашусь. Но пол сто восьмая. Урки же сами ее называют фашистская. Но презирают то есть. Что-то ты высокого мнения про наших урок. Я думаю, с миловойной и голодухой все их дешевые принципы. Так, единицы какие-то остались. Полковник Овчаров. Добрый, Прохор Петрович. Работаем. Вор? Вор задержан с поличным. Потерпевшая по трамвайной краже его опознала. Понял. Буду. До свидания. Вот так вот, Егор. Завтра на ковер. Доклад по полной программе. Кража, грабежи, разбой, убийство. Еще этот ключ его родственницы, будь он не ладен. А его удожмем. И на Каленова вроде выход наметился. Думаю, через день-два возьмем его. Есть план. Каленый. Каленый, это хорошо. Ты сейчас мне про него расскажешь. А вот про Бранденбурга завтра я не доложить не могу. Что я скажу? Думаю, Василий Макарыч. Так думайте быстрее, пока они еще как-нибудь себя не проявили. В чем дело? Товарищ полковник, У вас все нормально? Да ставьте меня в покое! КОНЕЦ Так, парочку. Стаканов мало, по одному в руки. Выпьешь, придешь без очереди. Так я же не один, я с дамой. А с дамой можно. Стаканы все приносим самолично. И столики заранее не занимать. Галина Зименовна, Галина Зименовна, идите сюда. Здрасте. Что там? Тысяча семьсот тридцать пять. Я не поняла. Ну а как же? Комиссионные, шофер, бензин, товар дал в Кущевке, а это туда и обратно. Двести верт почти. Ладно, вот накладные на два дня. Пойдешь в понедельник и в среду, понял? Что там? Как обычно, мука, губа, картошка. Так, не Кущевка так есть, там уже ждут. Не, ну хотелось бы консервов или мяса, еще лучше водки. Навар большой, а ехать никуда не надо. Какая водка, придурок. По накладным поставка в детдома. Пей свой компот. Что скажете, бойцы? Я что-то никому похожего на тех с патруля не углядел. Что развеселило, сержант? Да так, вроде, один смахают. На кого? Вы видели кого-то похожего? Ну, мы продовольствие возим по лагерям там, где немцы пленные. Вот там вот и видел. Вроде четко так вот смахают на фрица одного. Кто-то из контингента лагеря похож на человека из фильма? Да нет. Кто-то из наших. Или из охраны, или из МГБ. Я его теперь всю дорогу путаю. НКВД нынче, это теперь МВД или МГБ? Стоп. Вы сказали, офицер в патруле был в форме госбезопасности МГБ. Да. А в охране лагерей теперь войска конвоя МВД. Так кого ты видел? Да нет, это я так. Жан Шутко. Вы тут собрали вас что, шутки шутить? Виноват, товарищ майор. Отвечайте четко. Видели ли вы кого-то похожего на подозреваемых из патруля МГБ, который останавливал вашу колонну на экране или когда-либо в жизни? Никак нет, товарищ майор. Никого похожего из патруля МГБ я не видел. Ни на экране, ни в жизни. Это точно. Так точно. Вольно свободны. Ждите на улице. Значит, читаешь, в Бранденбурге эти у нас объявились? Да, дело серьезное. Как их искать, а? Разведка. А не надо никого искать. Есть план. Значит так, здесь ужмите до ста строк, и это сюда встает. И быстрее, бегом, бегом. Это должно быть уже в печати. Извините, правильно ли я понял, что это инициатива сотрудников милиции сдать кровь, чтобы спасти убийцу? Да, вы абсолютно правильно меня поняли. И подчеркните, пожалуйста, слышите, подчеркните, пожалуйста, что преступник был настолько потрясен своим спасением, что через пару дней готов дать добровольные показания. Когда он вышел из комы? Напишите, как в этих случаях. Когда веросятся номер? Вас понял. Хорошо. Хорошо. Дадим полосу во вторничном номере. Нет, вы меня не поняли. Этот материал должен быть в завтрашней, утренней газете. Присаживайтесь. Спасибо. Если вы за мешок картошки, предстояние согласовал. Моя ответственность. Минуточку. Вас Орлов предупредил, что я вас из-за картошки вызываю? Причем здесь Орлов? Просто вы занимаетесь надзором, а пустякам вызывать не станете. Что за мной, я знаю. Так стоит ли ходить кругами? Логично. Ну, хорошо. Будем считать, что вопрос закрыт. Хотя, признаюсь, эта история с лекарством звучит неубедительно. Почему? По факту передачи картофеля к госпиталю составлен акт, подписанный полковником Овчаровым, мной и исполняющим обязанности главного врача Демидовой. Актом вы, конечно, подложились. Не понял вас, товарищ подполковник. Да хватит, майор. Картошку едят, а не лекарства с нее делают. Отчего же? С мешка картошки получается 4 килограмма крахмала. Из него глюкозы. Сколько, не знаю, врать не стану. Но факт есть факт. А кто знает? Его главврача Демидова? Кстати, вы не в курсе, это ее наста девичьей фамилии или как? По мужу. Демидов Павел, герой Советского Союза. Посмертно. Воевали вместе? Так точно. Павел мой близкий друг. А Демидова Дарья Кирилловна? Служила в дивизионном госпитале. Служила в дивизионном госпитале. Служила в дивизионном госпитале. Приканал фраер какой-то. Не знаю, тот, нет. Темно. Особо-то не видать. Да не. Я ж не сразу. Я малеха дождал, пока он в подъезд уперся. Потом у тетки в окне его видал. Один, один, точняк. Век воли не видать. Угу. Сидел. Я ж сказал, ушел делать разговор по телефону. А ну, встали скоренько, паразиты. И таки, ну, выход. Нет, вы поглядите, ну, и просто на дело ставим. А вам и все халява. Ну, ничего. На втором этаже. Ты на Атасе, Сява, под окном Только, пожалуйста, без улыбности Фраер нужен живой У меня дело с ним разобор Как он, Даша? Нормально, насколько это возможно Состояние стабильное, температуры нет Рука теплая, дышит, точно спит По сути, это и есть глубокий сон Слышь, Леха, хорош дрыхнуть Еле метели, ну вставай, мужик Гор, он тебя не слышит Подержи Глюкоза? Нет Просто подсоленная вода, физраствор Надо же его как-то поить Что-то нам при ранениях пить не шибко давали Дураки были Опыта не имели, только инструкции А ты что стоишь? Раздевайся, перевяжу Чтобы жить, надо пить Это мне сама Ермолова говорила Помнишь, в сорок четвертом Они с Бурденко у нас в госпитале Пенициллин испытывали Это когда меня в безсознанке Паша с Саней через фронт вытащили? Нет Когда у Паши чуть гангрена не возникла Да А ты Ермолова помнишь? Ермолова? Ну она вчера перед кино выступала Гором ты даешь Что, правда не помнишь? Да соль Я вчера перед кинотеатром Даже тебя не сильно видел Ну да, вы же работали Стоп! Терпи, казак Даже зажило почти все Я же говорю, как на собаке Кстати, хотел спросить Никто не звонил сегодня? Из госбезопасности, к примеру, там Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» О деле профессоров Клюевой и Роскина Статьи этих ученых-медиков По проблемам лечения рака Были опубликованы в Соединенных Штатах Америки Письмо отождествляло патриотизм С верностью коммунистической идеологии И настраивало на борьбу Против низкопоклонства перед западом Письмо утверждало, что дурной и опасной болезни Не подвержены рабочие, крестьяне и солдаты И четко называло врага Интеллигенцию Были указаны и меры борьбы Повсеместное создание Так называемых судов чести И публичное осуждение инакомыслящих Эти процессы Влекли за собой исключение из партии Запрет на профессию А нередко И дальнейшее преследование Органами госбезопасности Наряду с закрепленным В Конституции СССР Понятием враг народа В политической риторике Стал быстро приживаться новый термин Вредитель Гора Даже если мне кто-нибудь позвонит Я свое решение не изменю Нет, значит нет Понял тебе Но арестуем тираж А что? Свободен Я понимаю Война так быстро не отпускает Ну как тебе это в голову могло прийти? Боже, что с нами стало? Пойми ты А я понимаю, Гора И это ужасно Я понимаю, что устраивая свою тонкую Свою безупречную Свою совершенную операцию Ты... Ты просто не понимаешь Хватит Ты просто не понимаешь Что здесь госпиталь Что здесь больные, раненые люди И некоторые из них находятся На грани жизни и смерти А кто-то эту грань уже перешел И у нас был реальный шанс с этим покончить Ну я тебя понимаю Ты, наверное, не должен был Спасибо Спасибо Да. На фронте мы были совсем другие. Третий этаж в правом крыле. Угловая палата аварийная, она свободна. Постарайся, чтобы никто не пострадал. К этой стене поставьте. И еще пару к другой стене. Майор, где телефон ставим? На подоконник пока. Скажи бойцам, пусть еще пару тумбочек принесут. Подключил? Так точно. А чего задом наперед? А ну к боецам. По стене. Алло, Федор Акимович, как слышишь меня? Я тебя нормально слышу. Что? Где? Сергей. Еду. Еду. Еду, говорю. Сергей, меня убийство. Дождись меня. А почему вы с сестре с утра звонили? Всегда так делаете? Или какой-то особый случай был? Да какой там особый случай, ничего такого. Просто я боялась за ее. Вот как у нее ключ украли, так я и боялась. И вот. Понимаю ваше горе, Олимпиада Семеновна. Но надо держаться. Обещаю, преступников мы найдем. Найдешь ты. Ну и что? Сестру этим не воскресишь. Раньше надо было ловить. Может не сидели бы тут? Слушай, Городжан, товарищ майор, можно минуточку? Погоди. Олимпиада Семеновна, подозреваете кого-нибудь? Почему вы так уверены, что напали тех, кто ключ от сейфа украл? А кто же еще? Бандиты же не за ложками, вилками ее приходили за этими цацками дешевыми. Вы же сами сказали, что как раз столовая с реброй пропала. И часики, и сережки золотые, и кольцо. Ну так сейф не смогли открыть, так поживиться чем-то надо было. Так, значит, в сейфе еще что-то более ценное. А что конкретно, знаете? Да ничего такого. Галя его не пользовала. А что сейф тут испокон веку? И при профессоре, который тут жил еще до войны, он в стену вмурованный, бетоном в пол залит. Ничего ж не пользовала. Судя по списку, положить было что? Так сейф-то ключом одним не откроешь. Механика там какая-то. Странно. Сейф не пользовала, а ключ с собой носила. Так он же ж в половину из золотой. Камешек там драгоценный. Ну, Галя, думала, думала, ну не пропадать же добро. Сейф-то все равно не откроешь. Она думала к ювелиру свезти переплавить. И вот, господи. Товарищ майор, можно на минуту? Ну как так? Дед Варав, ну коль Шкет всю дорогу на стреме был. Что ж фраер этот? Он что, в трубу, что ли, вылетел? Просто медика какая, а не иначе чудеса. Я скажу, Шкет имел пять минут на дойти до автомата, две минуты на делать разобор и пять минут на ходить обратно. Времени достаточно. И что? А я скажу, человек пришел, сделал дело, что хотел и ушел. Просек видать, что по суд. Я решил, что баба навела. А если так Клаве за ржьем на базар уже не сунется, и где его на дыбать, ума не приложу. Ну, базар может и явиться. Что сказать? Искать надо, не иголка встагу. Люди в курсе. И шмон нужен по малинам. И в твоем районе тоже. Я заметана, да маяк кентам пригонят шалупонь. За ночь все прошерсти. А что же? По всему выходят суки. Может и они. А может кто и похуже. Олимпера Семеновна, вы успокойтесь, пожалуйста. Проша! Поплачь, либо поплачь. Что теперь судьба? Поплачь. Эх, Галя, Галя. Проша, ну как же так? Говорила ж я, Проша. Ну, будет либо, будет. Ступай домой, сына, я зараз. Ступай, ступай, ступай. Поплачь. Что, полковник? Обосранся. Где твоя вся милиция? Этот разведчик по борьбе с бандитизмом где? Здесь я, товарищ первый секретарь. Здесь он. И шо? Жаль, не военное время. Всех бы за саботаж. Без суда и следствия. Сроку вам даю три дня. Не справитесь, пеняйте на себя. Я это дело, сынки, беру под свой личный контроль. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 18-го ноль у меня. Со всеми раскладами. Кто ушел и далее. Вот такие дела, мужики. Что скажете? Это что? Тушенка американская. Точно такая же, как в машине интендантов была. А здесь она откуда? Хороший вопрос. Правда, без ответа. Пойдемте в комнату. Здесь этой тушенки пять коробок. Еще рыбная консерва, и сгущенка, и водка. Даже икра кабачковая есть. Да. Похоже, непростая была дама. Наша раскола, Галина Семеновна. Слышь, Армен. Как говоришь, товарку твоей Клавы с базара звали? Не Галя? Слушай, да. Думаешь, она? Ну, если так, то Клаву эту навряд ли ты на рынке увидишь. И накрылся наш план со слежкой медным тазом. Я все-таки попробую. Попробуй. Давай, Арменчик. А мы здесь закончим его отдел. И за Клаву на месте действуем как договоренно. Я все отстрелялся. Ну и что соседи говорят? Да говорят барыга. Это сестра жены нашего первого секретаря. К ней прям машиной возят. Что за машина, Ара, не приметили? Обижаешь, начальник, чтоб наши люди что-то не приметили. Грузовик. Госномер РА-0423. Надо бы пробить его. А БХСС на что? Считай их прямое дело. Вам пока и каленого за глаза. Молоды есть? Спасибо. Медицинский работник, пожалуйста. Правду и известие. Товарищ, правды нет. Тогда советский спорт. Возьмите. Спасибо. Здравствуйте. Зинаида Емельевна. Добрый день. Зинаида Емельевна. Требуется ваша консультация. Простите, а по какому вопросу? По профессиональному. Суббубо профессионально. Добрый день. Эй, хозяйка, документы на рыбу есть? Что надо? Свидетельство о смерти? Слушай, как дела? Нормально? Здесь твои супчики. Где ж быть? Здесь. А про меня сказала? Как просил. Сказала, что за золотом придешь. Во, вон, пялится. Хорошо меня видит. Ладно, я пошел. Пусть ара догоняет. Так что, Федор Ракимович, закончили там? Ну, еще эксперты. Да и без них было понятно, что на силу сейф брать никто не думал. А ключом? Погоди. Вот что важно. Мы связываем это с Каленым или нет? Так в том и дело. Ладно. Ладно. Армен, что? Понял. Я здесь пока. Я здесь пока. Все до связи. Все. Слава Богу. Я отъехал. Бойцы в твоем распоряжении. Товарищи. Товарищи. Задание будет небезопасное. Поэтому, если кто в себе не уверен, еще не поздно отказаться. Гора, бегом. Какие-то на черном вороне в процедурный в дашню забирают. Значит, это правда. Вы проводите эксперимент на живом человеке. В чем же эксперимент, Зинаида Ларионовна? Я наблюдала метод в действии, я видела, это спасает людей. В госпитале армии США? Госпиталь – это место, где лечат раненых. Какая разница, армия США, не армия США? Если речь о жизни человека, врач не должен об этом думать. Не скажите. Если это советский врач, то он не может об этом не думать. Дарья Кирилловна, вы понимаете, что наша официальная медицина таких методов не практикует? Наша официальная медицина практикует то, что может сделать на потоке и теми средствами, которые доступны для массового применения. Зинаида Ларионовна, ведь до того, как вы сами создали вакцину против холеры и пенициллин, их же никто в стране не применял? Куда мы идем? Майор, ты… Товарищ подполковник. Майор, что здесь происходит? Задержание подозреваемых. Кого, майор? Это мои люди. Извините, на них же не написано. Майор, что здесь происходит? Черт тебя подери! Проводим операцию. Какую нахрен операцию? Разрешите вас на два слова? Чтоб не при гражданских. Держи. Дарья Кирилловна, могу я посмотреть на вашего пациента? Да, конечно. Леша! Дарья Кирилловна, я тут это… Леша! Малость… Потерялся… О, как… Фух… 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 �идор… ясер… Фух… 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что скажете, товарищ Ермолова? Смотрите, девчонка в провинции, а какой урок нам всем преподала? Опыт уникальный, ее нужно привлекать. Вы считаете? А как же? И Прохору Петровичу отзвонюсь обязательно. Такой человек и два года исполняющий обязанности начальника госпиталя. Это даже не смешно. И в Москве я довожу обязательно. До свидания, товарищ Ермолова. Всего доброго. Виктор Иванович, я не понял, так мы эту брать будем или нет? Ермолова когда уезжает? Завтра? Московским. Вот будет день, будет и пища. Да вы с ума все посходили? Фашисты на моей территории. Кто за коперчик? Кому это в голову? Что такое? Мы заняты. Подполковник Старюк вы вызывали. А? Начальник госбезопасности? Проходи, садись. Ведь по твоему вопросу заседаем. Нападение на склады, автоколонну, конный патруль, дело рук фашистских диверсантов. А? Как вам это? Давайте, объясняйтесь. Мне кажется... Кажется, перекрестись. Товарищ Первый, думаю, подобные сведения носят непроверенный характер. И не должны вызывать панических настроений. Это кто тут паникует, а? Кто это тут паникует? Извините, я имел в виду... Имел он в виду. Знаем мы, что ты имел в виду. Давай ситуацию разъясняй. Считаю, кто-то либо решает снять ответственность за волну преступности в городе, либо поднять статус, создавая противника пострашнее. Виктор Иванович. А как же факты? Какие факты, Василий Макарович? Майор Драгон. Особые приемы ведения боя. Владение оружием. Совпадение почерка нападавших почти во всех эпизодах убийств. Помилуйте, ну где же тут фашисты? Ну вы, вы бывший разведчик. Вы что, не владеете этими особыми приемами? Владею. Но у меня на руке нет татуировки Брэнденбург 800. Это факт, согласен. Но факт единичный, товарищ. Как мне сообщили, я тут же направил запрос, ответ будет на днях. Это беглый, товарищ. Если беглый, где ориентировка? Если из другого региона, она бы уже давно была. Если из нашего… Нет, исключено. Вы согласны, Прохор Петрович? Если из нашего, уж мы-то бы знали. Товарищ первый, разрешите? Да говорю уже. А если произошла ошибка? И в другом регионе бежавших посчитали погибшими? Или хуже того, местное начальство, прикрывая свою задницу, решило скрыть факт побега? Что тогда? Да. Анна Антоновна, а где у нас Буров? Да-да, войдите. В чем дело, лейтенант? Извините, товарищ полковник. Вас к телефону, субкома партии. Идите, идите, лейтенант. Значит, контингент у нас в лагерях, по вашей оценке, весь на месте? Конечно. Да. Тогда еще вопрос. Помните, вы рассказывали о побеге пленных? Ну что вы, Прохора Петрович, этот побег был еще в феврале. Всех нашли в течение суток. Нет, всех ликвидировали при задержании. Всех, да. Спасибо. И вам всего доброго, Прохор Петрович. Всего доброго. Во-первых, всем персональные партийные взыскания. Пока устно. Пока. Во-вторых, разговоры о фашистах прекратить. Их у нас нет. И быть не может. В-третьих, банду ликвидировать в кратчайшие сроки. День прошел, осталось два. Свободны. В-от-вторых, Спасибо. 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 Так, успехи. С инструментом все просто. Надо же. Сувенир на память. Просто цивилизованные люди. Гриф будет доволен. Не поэтому. Так. Ты открыл дверь? Гриф точно будет доволен. Ну, я огромная�. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слушай, что, не вышел? Как говорит, известная в городе Любаня. Не суетись под клиентом. Он или наш, или Яшин, никуда не денется. КОНЕЦ Здорово, мать. Корешок мой живет тут у вас, рыбачок. А я фокеру запамятовал, чернявый такой. Артемка, что ли? Ага. Он рыбалит, я не знала. Рыбалит, рыбалит. Квартира какая? На третьем? На последнем этаже справа синяя дверь. Ага. Спасибо, мать. Ага. 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 Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Горубь за сто даю. Все дело в медведей. Тяжелено, не упрешь. В стену замурован, снизу бетоном залит. С кондачка его не взять. Стало быть, сука этот, хотел бабу на мальчика развести. Медведя опнуть, концы в воду. А мальчик-то вот он он, поди-ка его возьми. А я прошу. Ну, козел, что у бабы мальчика нет. Нигде тему не светит. Завалил его со злости, да отвалил. Отвалил? Коли в медведе что ценное, он будет искать, как сделать. Там и нужно его дожидать. Слышал? Может, Саня по медведю прикинет? Погляди. Может, и прикинет? Ну, это уже вообще никакие ворота. Товарищ, перестаньте наглеть. Стаканы возвращаем, граждане. Ребята, я на озере Хасан, на всю балду, кантужили. Ребята, я на озере Хасан. Я на озере Хасан. Молодец! Она огонь подожила, да? Ты говорил. Эй, красавая! Сделай-ка пивка, а! Хорошо. Только по-нашенски. С довеском. И сделаю. Ну, что споешь? Бурундук. Был на базаре, кто не был? Все ништяк. Что с Рисолушевым? А то! С базара до самой хазы. Занючану. Щапивка накатим и навестим. Навестим. Только поначалу с мусорком разберемся, что ты нам на хвосте приволок. И зараз. Кувалда, помнишь, что ты на складах хотел завалить его? Хромыш не дал. Так что? Нин, я еще не поздно. Так может, он мне за хрундуком подтянулся, а так? По пивку просто. Последим. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не понял. Поликарбыч, кто-то счет просил. Пивка бы принес лучше. Молодой человек звонил по телефону. Назовал этот гембель, если он на минуточку милиционера. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Армен, смешание, возьмите на себя черный ход. Мишка-джан, заводи кирогаз. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что, бурандычок опять накосоризил? Клавка с базара, сука, заложила. Зато после по базаре на зараз обрываться надо. Ша, жиган, ша, не рыпайся. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наканаем на троих. Если мент пасет нас, почапаешь за ним, грохнем его сразу у выхода. Если нет, выйдешь чуть-чуть и посля. И уже мы поглядим, пошел он за тобой или нет. Мы будем ждать напротив, в правой улочке, в тенечке, по надзаборам. И шо? Так, шо? Тормозим от меня, значит, что поживет. А, блин, за тобой наладится. А, значит, судьба. А, блин, за тобой. Не ходи за ним, они тебя срисовали. Выход через черный ход. Левая дверь в холле, пошел. Ты что? Ты что, мужик? Ты по что, маэстро, обидел? С дороги, военный. Чего? С дороги, сука! Завалю! Ну, давай! Прекрасный вечер. Просто замечательно. Ну, чтобы все, решение по службе получило, выпало. Альо, малюк, альоный! Шо-то долго! Кувалда! Ну, валяй, шо там да как. Прекрасный вечер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Здорово, дед Ворова! Не может быть. Сам Федор Акимович. И как вы себе имеете? Так себе. Что случилось? Каленова повидать хотел. Что-то он меня не дождался. Не подскажешь, где с ним пересечься? Не сторож, я брату своему. Понятно, не подскажешь. Боюсь, вы как всегда правы. Так пей, что держать. Здоровье. И документ приготовь для порядка. Начинается. Что тут у тебя, Федор Акимович? Ну, вот знакомься, Егор Никитич, дед Ворова. Вроде законопослушный гражданин, даже паспорт на руках имеется. А на самом деле? Законник. Как говорят, вор Непманский. Коронован в двадцать девятом. Я извиняюсь, граждане, стол не имеет вида, чтобы пригласить. Перебьемся. Так понимаешь, что не скажешь ничего? Что бы да, так и нет. Имею спросить вопрос. Мы же не того ищете? Ну что, мужики? На сегодня я по домам? Да. Миш, подбрось ребят в общежитие. Хорошо. Городжан, а ты не едешь, да? В госпиталь за ночью. Федь, ты решил, как мы завтра дежурим? Так договорились, с утра Арман, с обеда я, потом яха. Слушай, надо поменяться, да? С утра я поеду на базар. Накатят на эту клаву, Арра, я уверен, да? К семье подойду. Угу. Ну так что, поехали. Идите, Арра, я догоню. Городжан, я хочу говорить с тобой серьезно. Раман, с ума. Да серьезно, три дня уже хочу. Слушаю тебя, Армен. Слушай, я на почту заезжал. Так. Я подумал, ты с Нахичеваней, папу, маму ее знаешь. Арра, ты мне друг, да? Сговариваемся. Молодец. Но солнышко-то не против. И как против. Совсем даже за. Поздравляю. Когда? Слушай, завтра с этими калеными-шмалеными разберемся. И решим. Да. Вот такая история, Лех. Угу. Непростые бандюки оказались. Ну и ты тоже, горы, не лаптим щи, а? Хорошее дело. Придумал. Да? Так, ребятушки, кончайте разговоры. Уверен, интересей переезжать. Ну-ка давай, герой. Вставай. Сам, сам, сам. Ну давай, сам. Бабганя, а куда переезжаем? Опа. Место шикарное. На шестерых. На второй этаж. Так мне же уже приготовили на третьем, а? Как это? Кто? Да вот, Егор Никитич с Дарьей Кирилловной посоветовались. Правильно? Леш, что? Я, конечно, понимаю, что тебе по ранению положено. Но есть же какие-то вещи. Ты на себя посмотри, куда ты собрался. Нет, походи. Я тебе серьезно говорю, Егор. А я-то думаю, шутки шучу. Ну-ка, бабгань, выйди на минуту. Выйди, выйди. Леша. Противник у нас. Зверь. А тебя вон ветром шатает. Да ты что? Да с непривычки просто, это понимаешь? Да спалый, отойди. Отойди. Ать! А? И никак иначе. Ать-пай! Ать-пай! Субтитры создавал DimaTorzok Во второй половине 40-х годов идеология, политика и экономика перестали быть главными сферами приложения сил на международной арене. Атомной бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки США недвусмысленно заявили о своем превосходстве. Но ментальная гибель миллионов японцев позволила Соединенным Штатам перейти в диалоги с миром на язык атомной дипломатии. СССР активнейшим образом вел работы по созданию собственной атомной бомбы. На это были брошены лучшие умы науки и огромные материальные ресурсы. Сферой особого противостояния между СССР и США стала борьба разведок за наследие германского атомного проекта, за информацию, за специалистов, за новые идеи. Бойцы невидимого фронта всеми доступными средствами добывали секретные сведения и препятствовали достижению целей, намеченных противникам. Раскручиваемый с обеих сторон маховик гонки вооружений стремительно набирал обороты. В экране Лимончик принеси. Помянем новопредставленную Роскову Галину Семенову. Земля и пухом. Прошка, а правда, что ее фашисты? Я тут у вас крайнюю муху слышала. А ты всякую хрень не слушай. Мало ли чего этому майору СББ привиделось. Может, он, понимаешь, свое не отвоевал. Гриф, послушай, мы, разумеется, готовы к чему угодно, но лучше все делать сознательно. Мы хотим знать, что это. Я же сказал, оружие, точнее, какая-то важная часть того самого чуда оружия, о котором так много говорили в конце войны. Хватит вопросов. Думаю, большего не знает даже тот, кто дает нам приказы. Хорошо, если наша цель вот этот, этот ящик, какого черта мы до сих пор не ушли? Во-первых, не только он. Во-вторых, возникли непредвиденные сложности. Там, на последней странице. Ты что, хочешь сказать, это дрозд? Нельзя исключить. Я не верю. Как это возможно? В крайнем случае, он должен был воспользоваться капсулой. Подожди, там написано, что когда его взяли, он был бессознат. Почему мы должны этому верить? Разве это не может быть ловушкой? Может. Так, и что нам делать? Просто выполнить приказ. Вчера на встрече вопрос обсуждался. И что это за приказ? Если это ловушка, мы не должны в нее попасть. Человека в госпитале надо убить. Хотел бы я взглянуть на того, кто отдает такие приказы. Ты не поверишь, это Ланге. Что? Не может быть. Ланге нет живых. Может, ты чего-то перепутал? И с той заварушки не ушел никто. Сам не думал. А факт есть факт. Теперь мы с Ланге в одной команде. Черт. Всегда хотел служить под началом Ланге. Надо же, вот эта удача. Это большая удача. У нас есть план? Конечно. Завтра идешь в город. Задача номер один проверить госпиталь. Есть задача номер два? Машина. Если с ней порядок, надо поменять номер и подогнать ее на точку. Если нет, с утра надо раздобыть новую. Да. Загляни в аптеку. Ясно. Значит, мы все-таки уходим. Пока перебираемся в город, получаем новую инструкцию. Как там, Осипенков? Все очень хорошо. Ты даже не представляешь, какие кони красавцы. Это что-то. Да я себе не представляю. Очень даже представляю. Не зря такие именная порода-то. Буденовцы. Мы их ищем. Прош, делегацию в Москву должен возглавлять ты. Это звезда героя. И наградят того, кто будет на глазах. Кто будет сам возглавлять. А генерал, куда я тяню? Он же личный друг Буденова, понимаешь? Тот ее сам на завод поставил. Как я его сейчас могу отстранить? Никак. Ты бы меня в состав делегации включил. Представляешь? Вдвоем в Москве. В хороших условиях. В шикарной гостинице. Не могу. Раньше он сказал другую. Где вы? Ну, сейчас нет. Как? А ты подумай, Прош. Подумай. Ты встретился бы с важными людьми. По поводу твоего перевода. Не знаю, Анют. Зерно, конечно, в этом есть. Ты права. Ты права. Ну, а где же страничь-то было? Не. Вы валите. Я сейчас. Шиган, блин. Да валите, валите. Идем. Ну, все, павка, иди, иди. Ну, все. Что, серва? Сдала нас мусора? Я нет. Христос Бога, христос. Я... А мне с вами, я не... Деса, не гони. Колись жизнь, дорога. Колись, как на духу. За фраера, за мусоров. Все, что знаешь. А ну, всем стоять. Руки в гору. Руки. Никому сказал. Начинаем производственную гимнастику. Ноги на ширине плеч. Понял. Боец обыскать. Ноги рассунул. Что, неясно? Яша, давай понятых. Так, вы, вы подойдите. Что я-то? Что я? Не теряй, Петя. Я говорю, подойдите. Руки. Так, пошел. Пошел, пошел. Давай, давай, приезжай. Копай. Слушай, давай их КПЗ. Пусть сразу арабы проникнутся. Спасибо. Та не мазачу. Перший пошел. Атака. Люди. 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 Стоять! Руки! Стоять! Не дергайся, басота. А то мировым час отстрелю что-нибудь. Забирай его я. Извините, пришлось немножко подождать, у меня с Шиповым могло посидеть. Что-то празднули? У него вчера родственница убила. Ничего себе. Как это случилось? Ограбление. В собственном квартире. Знают кто? Есть версия? Делом занимается Улыбой. Майор Драгун один из лучших. Он сможет выйти на след. Может и не подключиться? Не думаю, что это необходимо, хотя с другой стороны. Если что, я готов. На нашем районе залетных нет. Все прошерстили. Прям медика какая. Секи сява, если что, за базар ответишь. Да, сукой буду. С Одессы были фармазоны, пару недель тому, как понтер с Москвы залетал. И так в шалупонь. Каленый, где Каленый? А тут я, что за шухер? Сгорели мы. Кувалда, жмур. Бундука повязали. Я еле свинтил. Обложили нас. Каленый, валить надо. Не будем гнать по бездорожью. Каленый, валить надо. Каленый, валить надо. Дура, Майсенья, все в порядке? Тебе так было здорово, деточек. О чем вы говорите? Шикарная квартирка. Берегла себе убыток для тех, кто понимает. Такой цены не грех было подождать. Мой маленький гешефт с вашей большой счастью. Ну, хорошо. Минуточку. Имею кое-что предложить. Чулки попробую. И остальное. Все трофейное, французской мануфактуры. Фиккен и пиккен. Просто не замени моб. Сколько? Анна Антоновна, ну что же вы? Ну, простите. Вот тут мужчина попросил помочь с букетом. Извините, я сам не местный. А вы не подскажете, где улица Нансова? Вы знаете, я, к сожалению, тоже не местный. Зохан, что вы забыли на той улице Нансова? Какие склады мармелады, граждане? Да я в натуре первый раз об этом слышал. Ты, Бурундук, нам тут комедию не ломай. Головно ты не артист. Обижаешь, начальник? Пока нет. Ну, очень хочется. Так что поведаешь? За убийство гражданки Росковой. Какая еще мокруха? А на это что скажешь? В картишке поднял, не иначе. Верно? Какой ты умный начальник. Да в натуре фраера какого-то нынче ночью чистую раздел. Ты у клепа спроси. Ой, гляди, Бурундук. Тебе жить. Жить мне, начальник, как ты решишь. Не, Бурундук. Как сам выберешь. О, привет, маэстро. Какими судьбами? Здравиясь, Игорь Никитич. На работу пришел устраиваться? Молодец. Нет, спасибо. Лучше музыкально. Ну, молодец, хорошо. Добрый день, Бурундук. Привет. А, в этом смысле? Ну-ну. Я, пожалуй, тоже пойду. Чай попьешь, пойдешь? Ты так и будешь весь день головы не ходить. Юля, ну у нас же в ресторане репетиция. Мне уж поликарпичный суп нальет. Убийство Росковой. По цацкам, изъятому Бурундука, купленного нужно вызывать. По описанию вроде совпадает. Надо, чтобы она опознала, сестры это ее или нет. А что, сомнения есть? Да все здесь непросто. Тушенка эта, американская. Но ровно как из машины интендантов. Откуда она у Росковой? Ну так занимайся. Занимаемся? Яша машину пробивает, что Росковой продукты возила. Склады и проверим. Грузили на нее тушенку или нет? А ну как на Бранденбург выйдем? Смотри, Егор. Огребем мы с этими Бранденбургами по полной программе. И с газетой. Ну а как их еще вытащить, Василий Макарович? Ну никак. Ну значит отвечу, если что. В связи с вышеизложенным, прошу рассмотреть мое ходатайство о помиловании и отправке на родину в первой партии контингента, подлежащего репатриации. Написали? Так точно. Будьте любезны, поставьте завтрашнюю дату, время 8.30 и распишитесь. Готово. Скажите, Йост, известно ли вам что-нибудь о бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки американцами в 45-м? Почти ничего. То есть, разумеется, я слышал об этом факте, но только со слов товарищей, которые читали об этом в русской прессе. Да-да, сами вы не читаете. Я и говорю очень плохо. Признаться, русский оказался для меня крепким орешком. Хорошо. И что вы думаете по поводу этих бомбардировок? Правда ли, что при взрыве каждой бомбы погибло около ста тысяч человек? Это ужасно. Это ужасная ошибка. Что вы думаете по поводу дальнейших перспектив таких вооружений? Каковы пределы, скажем, мощности? Простите, но я не понимаю, почему вы задаете этот вопрос мне, чистому гуманитарию. Я мог бы попытаться оценить это с философской точки зрения. Хватит. Мы оба знаем, что ваше имя вовсе не Йоган Йост, а Отто Хартель. Я как-то не сразу сообразил, что за годы плена вы сильно изменились. И главное, похудели. Отто Хартель. Впрочем, если вы уже привыкли к новому имени, я могу продолжать звать вас Йост. Что скажете? Да, зовите меня Йост. Когда стало ясно, что плен неизбежен, я воспользовался бумагами убитого солдата. Зачем? Он был одинок. А у меня жена и дети. Я не хотел осложнений для них. Это совершенно очевидно. Вот как. А у меня другая версия. Что это? По всему городу. Никто никого не надыбывал. Ну как так, а? Я на вас ужасно уважаю. Соленый. А что в твоем районе? Другая картина? Может, ты хотел, чтобы это были лохи? Извиняюсь, но оказались другие люди. Нас просто обложили со всех сторон. Мусора вплотную подошли. Да я в курсе. Ай, нарыть бы, где козлов этих залетных. Вольнуть бы их. Да на гастроль податься тут. Так стремновато тут стало, что. Так и да на своем месте я бы напял. Да и то мне ж лоб зеленкой помазал. Мне попадаться-то никак. Да ладно. Слышал. Хозяин указ дал. Нынче его шаг по боку. Лафа. А, это ты кувалде прокашляй. Ну, ежели на гастроль подаваться, не мешало бы того медведка пощупать. Мы днями за мальчика не договорили. А Рябой его у той барыжницы помыл. Что вы навещали? Да. Там в стене дверка. Где дворова? Где дворова? Да на этом сейфе пробы ставить не могли. И вышел в седьмом году купец Дунаев. С Англии выписал. Вещь известная. Многие пробовали его взять. Только выходит из этого один пшик. Ключ иметь в этом деле не значит ничего. Там есть секрет, который сегодня в Ростове никто не знает. Так кто брал-то? Еще поглядеть надо. Какие люди? Один Боря Петерсон. Чего стоит. Медвежатники в Европе работали. Не, на месте его нельзя. Так а ежели вывезти? Желан, ты видал тот сейф? Не, Галеный. Без навару. Так тогда нужен такой, как Боря Петерсон. Нет у кого на примете. А за это забудьте. Таких людей давно нет. Они скоро будут. Странно, что вы не делаете правильных выводов из нашего разговора. Поверьте, я хочу вам помочь. Но для этого я должен быть убежден в вашей искренности. Пока же я вижу, что вы по-прежнему пытаетесь лгать даже в малом. Я выдал себя за другого только ради семьи. Допускаю, что этот мотив вам может казаться странным. Но сказать на эту тему мне больше нечего. Странно другое. Вы не выглядите глупым или наивным. Почему же вы считаете таковым меня? Боже упаси, ничего подобного. Отчего же вы думаете, что знаю ваше настоящее имя, Отто Хартель? Я не знаю и всего остального. Ваше заявление. Я попросил написать завтрашнюю дату и время 8.30. Почему? Написал, как вы приказали. Вы и правда не поняли? Хорошо. В дате и времени почти весь цифровой ряд, за исключением шестерки. Но это уже не принципиально. Теперь догадываетесь? Даже поверхностное сравнение цифр, написанных здесь и в вашем заявлении, доказывает, что это одна рука. И вот еще. Взгляните. Откуда это у вас? Разумеется, из трофейного архива лаборатории доктора Трингса. Я хочу услышать ваш подробный, честный рассказ о себе. И кое-что еще. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А ты его откуда знаешь? Субтитры создавал DimaTorzok Когда фриц на постой приказал Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok А шо? А на скрипке научиться Хочешь? Кто я? Ну не я же Я-то играю Хотя я все равно еще учиться буду Кто ты? Ну а как? Музыка, брат, дело такое Ну? Не Не выйдет Вот, жулик я, воткнул? Нет. А ты воткни. И вот что, зря ты за меня в трамбе вписался. Коли что, я бы и сам его в раз чикнул. Ну, ты даешь. Вот так. Скрипач. Сява теперь тебе по-любому дойдет. Или ловит. Что же мне теперь? Какого-то сяву бояться. А что самое оно, скрипач? Отвалишь, Кет, у меня к скрипачу пару слов без протокола. Ну? Шо лыбишься, Фуфел? А я ведь на меня не рисанул, как ты мусору за брундука шептал. В окошко зазырил. Эй ты, как тебе там? Ты вообще о чем? Шо не лыбишься, Ачкожий, уже? Гляди, расщухает братва, русенки твои скрипачки, парашки. Я этими руками на фрук. Пусть я три тысячи мин поставил, столько же снял, потом считать перестал. Так что не тебе, крысеныш, меня наиспух брать. Эй, разбурели, Моя. Что тут заебал? Да так, поговорили. Скрипач нас ментам заложил. Да ну! А шо ж ты шлемазал до сих пор свободный такой? Имеешь что сказать? Я шо здесь, шо бы на сарам стучать? Я деньги зарабатываю. Играйте, Майя. А говорить много не надо. Играйте, и будет вам хороший порнос. Спасибо, Павел Николаевич, огромное. Не за что, Виктор Иванович, не за что. Как же? Кто еще мог дать такую квалифицированную консультацию? А вопрос острый. С одной стороны, прямое указание первого секретаря, с другой, все-таки прямая улика. Не в лагере же этому трупу наколку соорудили. Ясно? Из Барденбург 800? И вроде дело мое. Но ни телефонограмм, ни ориентировок. Так что, Прохор Петрович прав. В худшем случае, единичный побег, который кто-то попытался скрыть. Но все равно с этим делом нужно хорошо разобраться. Отправить рапорт по инфляции. Рапорт? Я вчера еще подготовил. Ну вот отправляйте, не тяните. Конечно, Павел Николаевич. Вы правы. Труп этого Баранденбурга появился давно. Но за промедление вас никто не осудит. Нападение на склады, убийство, это чистая уголовщина, дело милиции. Интенданты, понятное дело, военная прокуратура. Так что, ваше подключение только сейчас абсолютно оправданно. Ну вот что, Виктор Иванович, мы с вами не должны размениваться по мелочам. Отвлекаться на такого рода эпизоды. Отправили рапорт, дальше в рабочем порядке. Третья мировая не за горами. Так что, мы с вами должны сконцентрироваться на иностранных шпионах и на изменниках Родины. Вот от кого исходит реальная угроза. А не от каких-то беглых военнопленных или черт знает кого. Извините, Павел Николаевич, но вы-то как раз заняты военнопленными. Это официальная версия. Чем на самом деле я здесь занимаюсь, знаю только там. Как закончу, расскажу. Слово офицера. Музыки, здесь военный господин. Что, так зубы, Сего, что-то не умоешь. У двери же написано. Мне бы к доктору, а. А что, зубник у нас здесь или как? Вроде нет. Старцающий вход, вроде там. Здесь там точно нет. Спасибо. Даша, а как вообще у меня рука? Вполне. Ты же и сам знаешь. Это была попытка выяснить причину твоей задумчивости. Ну, в чем дело? Вчерашний день пережили, пора забыть. Леха ожил, Ермолова тебя похвалила. Что за хорошо? Или нет? Я тебе вчера не все сказала. Так. Ермолова предложила мне подумать. Она зовет меня в Москву, в свой институт. Опаньки. Ну, и что ты думаешь? Не знаю. А ты? Хорошо, я. Соглашайся. Новый город, новое дело, новые люди. Нельзя же в прошлом жить. Ты Пашу имеешь в виду? Я вообще имею в виду. Кура. Паша погиб три года назад. Я очень любила его, и он меня, ты знаешь. Ну, как ты думаешь? Хотел ли бы он, чтобы я тоже погибла? Да. Или он хотел бы, чтобы я жила. Жила за нас обоих. И не прошлой войной, а обычной, нормальной жизнью. Ты. Товарищ майор, кто-то в третьем поймали кого-то. Товарищ майор, задержан при попытке прорыва в палату. Оружия нет. Граждане, повернитесь. Граждане, это ж ни в какие ворота. У меня тут брат с войны лежит, тяжело раненый. Я хожу регулярно. Фамилия брата. Подполковник Ракитин. Его перевели в 204-ю на втором. Можете идти, вы свободны. Извините. Да что вы. Спасибо. Спасибо. Кто-нибудь еще был? Гефриатор еще какой-то с зубами. Доктор искал. Я его послал, он ушел. Здесь лестница. Если с центрального, наша справа. Третий этаж направо. Палата в углу. Двери караул. В палате напротив смена. Как думаешь, сколько их в карауле? Видел троих. Но сержант старший наряда. То есть еще один, как минимум. Есть охрана в самой палате? Не знаю, может быть. Но у нас глушители, ножи и фактор внезапности. Открытый штурм слишком рискован. Если наша цель этот ящик, какого черта нам лезть в эту задницу? Можно же просто уйти. Ланге не отдал бы бессмысленный приказ и обсуждать его мы не будем. Здесь у нас, здесь у нас за дверью гранаты, взрывчатка, мины, еще зенитные снаряды. Штук двести, не меньше. Если рвануть перед самой атакой, да даже здесь, прямо на острове, достаточно будет, чтобы отвлечь внимание. Отходить будет проще. Вернемся к началу. Наша задача вытащить дрозда, если есть шанс, если нет, убить. А их задача? Взять нас. Давайте исходить из этого. Взять нас, или по крайней мере отбиться, не допустить в палату. Если наша задача неизменна, надо поменять их приоритеты, устроить, чтобы они сами вытащили дрозда или пустили нас к нему добровольно. Сработать под МГБ не пойдет. своих они знают в лицо. Стриж, напомни ко мне номер автомобиля. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто? Жиган. Ты в одного. Сям со мной. Больф села. Владырь. Добра натырил. И что с таким местом? Беган намылился? С бегами покатим. А добро! Самый цвет. Если на медведя подпишемся. Как? Я Дварава все доходчиво разъяснил. На месте не взять. Оттуда не выну. Сам базарил. Без наваров. Это что за брень? Бомба. Комулятивная граната. Я ищу войну у фрицев. Спер так. На всякие пожарные. Он что? Запас к карману не рвет. Так и вышло. И что с имя? А вот Сева смекнул. Медведя взять нижним камором. Потолок. В квартире под ним подорвать. И все дела. Там под Хазей. Магаз в ремонте. Калила эту трехтонку внутря подогнать. Медведку заразе примем. Потом сюда свезем и как-то уже это... А потолок то позорвет. Ты что ли? Есть один спец. Скрипач на шалмане. В войну сапером был. Дедоворовый карифан. Только он борзой со мной толковать не станет. Лады. Скрипача беру на себя. С тебя же Анхаза прокачай там все. Без подстав. Шоб на мусоров не нарваться. Ну а с тебя сего лайта потянешь? А шо я из-за барангой могу? Ну ништяк. Только колес старых в кузов накидаем, шоб не пробить. Ну че? Кольцетики так. Завтра ночью делягу делаем, дербаним куш. И валим с городу. Кольцетики так. Кольцетики так. Кольцетики так. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok И обеспечивал сохранение вокруг них режима полной секретности После окончания войны шарашки стали активно пополняться немецкими специалистами Как вывезенными из Германии, так и обнаруженными среди военнопленных Некоторые немецкие ученые за результаты своей работы Были удостойны правительственных наград и сталинских премий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще как минимум час есть Не у нас Мне еще надо заехать домой переодеться Принимаю, жена Цезаря должна быть вне подозрений Бери выше Походно полевая жена первого секретаря Пять лет уже Кто бы знал, как мне это надоело Почему не догадалась делать это раньше? Что не догадалась? Квартиру снять Пожалуй, сегодня, первый раз за эти пять лет мне было так хорошо Может, бросишься? Не со мной Дело почти сделано, я заканчиваю Не думаю, что это возможно Я только думаю Сделаешь мне предложение Моня, ну хоть ты скажи, что шутка повторенная дважды считается глупостью? Ой, я-я-я-я Да ладно Дело почти ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здарова, Никитич! Здарова! У нас сегодня ранняя пташка. Да Арменчик ни свет ни заря прилетел в госпиталь, сменил меня. Куда же ещё ехать? Чай будешь, я заварил? Не откажусь, а потом можно и с Бурундуком побеседовать. У Пленова была вчера? Была все цацки изъятая, Бурундука опознала. Ой, чё и не обошлось здесь без Калёнова. Армен утверждает, что у Калёнова алиби стопроцентное. Да? Если верить Рябому, а я ему верю, он краденые ключи от всей Форосковой Калёному за долги отдал. Так, стал быть, ты считаешь, что Калёный Раскову из-за сейфа и убил? За Калёным не заржавеет. Это да. Но есть моменты. Я же говорю, алиби. Первое. В морге тело малька его бабки выдали. И хоронила она его у себя на хуторе Усть-Куйсуг. А бабку зовут Калёнкина Мария Ивановна. Калёным, родная мать. Да. Так вот, Мишка с Арменом вчера в Усть-Куйсуге были. Поговорили, карточки народу показали. Так вот, Калёный был на похоронах. И ночь он провёл там. Значит, люди Калёного сделали. Бурундук же был на квартире. Так, а я был в морге у Михаила Ильича. И это второе. И знаешь, что он мне сказал? У Раскова убили не люди Калёного. На-ка, почитай и скажи мне, много ли ты жуликов знаешь, которые могут точечным ударом сердце остановить? Так что с Брундуком делать? Надо выяснить у него, где логово Калёного и к следакам. Пусть ведут к рау... У меня с Кольцевым, как я выясню? Акимыч, ну не мне ж тебя учить как? Так, давайте, давайте, молодёжь, давайте, давайте, дотелки проворот, давайте, пошли быстрее, давайте, быстрее, давайте. Пошли. Слушай, а может его, как Рябова, твоими орденами на пон взять? Брундук не пацан, калач четёртый, шема чьи-то ордена. Никитич, а ты войну вроде как офицерам начинал? Ну да, с Орлеем. А орден славы откуда? Вроде как награда солдатская, офицеру не положен. Ты же Фёдор Акимович сыщик. Чего вопросы такие детские задаешь? Да неловко как-то. Хочется, чтобы между своими ясно всё было. Ты в штрафбате сколько отмотал? Три месяца, как положено. Да, вообще недели две-три, пока документы ходили. Всё вернули. Звания, награды. Он ещё славу заработал. За что попал? Одному подполу в лицо дал. С чего? Ладно, не говори. Тем более знаю всё. Ну что, сам сказал, что я сыщик. Да? И что ты знаешь? Что подполу этому ты не просто так в лицо дал, а чуть не прибил. И не откачай его Дарья Кирилловна не здесь быть и сидеть, а где-то в яме лежать. Всё? Почти. Да ты не журись, не кечь. Если бы кто к моей так нагло приставал, я бы точно прибил. А какого хрена ты вообще этот разговор затеял, если ты такой знающий? Ну такого, что нам с тобой ещё не раз спиной к спине оставить. А коли ясно всё, так и сомнений нет. Ладно. Ещё вопросы есть? Что ж не женишься? Пей чай, Федя. Что ж у нас так грязно-то, а? Дежурный! Так точно, Семён Михайлович. Генерал Осипенков лично, да? Позавчера ещё прибыли. Да, конечно, с форажом у нас всё в полном порядке, а как же. Сегодня намечено, после обеда. В обязательном порядке сам буду, вечером доложу. Так точно. И вам всего хорошего. На связи. Вот чёрт. Анют, зайди. Насколько у меня Осипенков вызвал? Вы сказали, на 15 я так и передала. А что, отменяете? Всё отменяется. Маршал звонил, контрольным стартом интересуется. Так что ты Осипенкову сюда вызов отмени. Как совсем? Сам на ипподром поеду. Раз уж докладывать, то... Не со слов. Генерал, скажи, пусть старт назначают на пять. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты смотри, уродина! Хрен ли рот оттягивал! Башкой свой вердит упорылый! Я из-за тебя машину чуть не повял! Убивал бы таких суков! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Совсем нюх потеряли! Шевелите булками! Опаздываю! Эй, пацан! Вас заби! Одину не управится! Ай, Алексей Степанович, ну ей-богу, а! Вы меня балуете! Спасибо! Анна Антоновна! Анечка! Улетаю я послезавтра утром, а завтра вечером освобожусь пораньше. Поужинаем? Ну, почему бы и нет? Уезжайте! Не понял, что это за дом моделей? У тебя, капитан Страна, самолетом туда-сюда возит, чтоб ты с бабами крутил или делом занимался? Виноват, товарищ первый. Свободен. Анна Антоновна, зайдемте. И что это происходит? А ты мне скажи! Ничего нового. Алексей Степанович сделал мне предложение. Зовет меня к себе в Москву, ждет ответ. А что? Ну, ты же не зовешь меня с собой в Москву, хотя тебе это ничего не стоит. Фельдъегерем меня шантажируешь. Фельдъегерем! Я понимаю, Буров, но Фельдъегер, он кто? Кто он? Ну? Я Отто Хартель, сотрудник лаборатории доктора Трингса, которая занималась термоядерным оружием. Проще говоря, созданием водородной бомбы. Если вы хоть немного в материале, должны понимать, что бомбы, сброшенные американцами на Японию, считались нами вспомогательным узлом еще до войны. Вам и с доктором Трингсом? Почему же лаборатория была разогнана? Ведь ваша бомба гораздо перспективнее. Конечно. Водородная бомба сопоставима с атомной лишь массой и габаритами. Но ее разрушительная сила может быть в десятки, в сотни раз выше. В чем же дело? Не в чем, а в ком. Геринг. Этот кретин был не способен оценить выкладки. И требовал, чтобы мы получили результаты на опытных образцах. Вообще-то его можно понять. Нет. Термоядерная реакция отличается принципиально. На шарах габаритами с мяч результаты не получить. Только готовое изделие достаточной массы способно дать необходимую реакцию. И это не все. Там целый комплекс проблем. Нужны были деньги. Но в атомную бомбу Геринг верил. Верил? Да он был зациклен на этом, в сущности, служебном элементе, как дитя на любимой игрушке. Это вы говорите о бомбе, которая разом уничтожает 100 тысяч человек? Слушайте. Сколько живет в Москве и Ленинграде? Миллионов 10? При чем тут это? Просто пример. Одна моя бомба, упав между этими городами, сотрет с лица земли оба. Понимаете? Оба. И что, это ваша бомба тут, между газетными строчками? Нет. Там жалкие частности. Моя бомба здесь. Знаете? А ведь истинная цель моей командировки — найти вас. А ведь истинная цель моей командировки — найти вас. истинная цель. Эй, пацан! Какого черта? Так я это... Халтурка есть. Барахлишко подвезти. Подпишешься? Халтурка. Давай, заводи. Продолжение следует... Так шо, канаем? Какой-нибудь другой раз. Сзади. Леха, здорово! Яша. Привет, Яша. Не узнал, богатым будешь. А Леха где? Укол дело хорошее. О голове лучше. Так что... Пару здесь, дорогие. Да, вот зашел как раз. Хорошо, обязательно посмотрю. Все, до связи. Армен, а где тебя черти носит? Тебя Яша уже час назад сменил. Варик Горя-Джан, этот Яша такой неделегатный. Что, опять на почте был? Слушай, откуда знаешь? Федор Акимович у нас сыщик. Про всех все знает. Во-первых, заезжала в первую очередь на квартиру Красковой. Как там засада? Спали. Пришлось немного порядок наводить, вот поэтому задержался. Нет, на почту я тоже заскочил, но это ара по пути. Армен, что ты сидишь? Ну давай, что там, Яша нарыл. Кое-что есть. Я пока ехал, просматривал. Давай, посмотрим, что ты там просмотрел. Итак, интересующий нас грузовик, который вывозил продукты Красковой Галины Семеновны. Опайки. Слушай, что скажешь? Только за последний месяц. ОББ. Офигеть. Что передать? А, понял. Слушай, Никитич, там тебя внизу ждет кто? Кто? Я не спросил. Все знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 СТУК В ДВЕРЬ 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 Что за ерунда? СТУК В ДВЕРЬ 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 Сюда! 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 Товарищи, без памяти! Не толпиться! Все! Станово не нарядьте! Что случилось? Где это? Еще не знаю. Или проводка, или химикаты какие-то взорвались от солнца. Все, спокойно, спокойно. Тихо. Вставай, вставай, миленький. Давай. Вора. Ну давай, вставай, вставай. Армен, справишься? Да. Даша, как ты? Все хорошо. Пойдем. Еще кто-то есть? Там в крайних палатах еще могут быть. Ниш! Ниш! Там люди не задыхаются, а людей не крутые. Не положено, мы на посту. Один на посту, давай вниз. Давай, давай, давай! Пошли. Помогите, конец! Открывай экраны! Давай, Сенек. Вот моя отъезд. Помогите. Давай, Сенек. Вот моя отъезд. Помогите. Давай, Сенек. Давай, Сенек, скорей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что здесь? Еще один. Новый парень не дает! Закнись, я сказал. Вы в психе ненормальный. Пожар вам в той игрушке. Уходить надо. И от огня подохнем от дыма. Спокойно, пожарный. Где охрана? Я приказал людей выводить. Люди же мрут, вы психи, мать вашу. Ладно, пожарный, уводи людей. Мы сами разберемся дальше. Лёха, Лёха! Ты что, дыши, Лёха? Лёха, лёха, лёха! Эй, товарищ! Эй, быстрей же, где машина? Что происходит? Нету. Доставлял её здесь. Вышел? Её уже не было. Уходим. Слышь, товарищ! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Ва, Егор Аджан, это не пожар, это фуфло. За забор ушли. Какие-то богатынадская пожарка. Так, Армен, звони. Поднимай всех пеших, конных. Район надо закрывать срочно. В пожарку машину вызовем. Там трупы. Акимыч, съезди на богатяна. Не понял, Владимир Тимофеевич? Их шо, дюжина. Так и есть, правда. Я помню, мы за десять говорили. Так отберем, думаю, достанет даже и восьми. Лучше, меньше, да лучше. Сколько бегут? Тысячу. Обижаешь, Прок Петрович? По максимуму тысячу шестьсот. Сдюжа? Вообще не сомневаюсь. Ты смотри, шо творит, а? Шо творит? Сколько? Первый, минута сорок три и семь. Последний, две секунды плюс. Ну, шо Прокор Петрович скажешь? Молодца, Галориан Тимофеевич. Какой доложить не грех. Молодца. О, так и кого я видел. Детва Рава, шея на бегом. Шалом алейх. Шалом, Дарочка, шалом. И как себе ваше ничего? Чтоб я так живу. Ничего, это дохлая лошадь. И мы пока еще имеем интерес. Ну, как дела? Как заработки? Я усомоляю. И там заработки. Так, вырванные годы. Ну, парнос есть? Ну, захунгай парнос. Нет, кое-что, конечно. Слава Богу, не голодаю. Не цукердис. Ну, уж такие времена, что мужчина может уже и без цветов. Да, такие времена. И я сегодня не пошу бы заменил. Уже не будем размазывать кашу по столу. Был кто отменее последними днями. Ну, как же, Зиночка. Дай Бог здоровья. Да вас бы, моя дитя. Но вы не переживайте, я устроила ей хорошую жилечку. Анечка. Секретарша первая. Что вы говорите? Анна Антоновна? У нее мужчина. И что бы мне так было, кошерный, при галстучке. Просто дефицит, дефицит. Мазалтов Анна Антоновна. А кто еще имел интерес заснять обувь? Так, на неделю, на десять дней? Не так, чтобы очень кто и... Вы же знаете, у меня фирма на доверие. Яксиво меня интересует. Лизнь мне, дочка. Так не надо за люди, надо за адреса. И букет в самый щекарный. Спасибо, дочка. Зайди, дочка. Букет, букет, цветы-то! Это для вам, дочка. Это для вам. Я говорю нет. Пусть я останусь непризнанным, непонятым, но на сотрудничество с коммунистами не пойду никогда. Я говорю нет. Попадая в плен, вы сменили имя, чтобы не навлечь мифических неприятностей на семью. А сейчас даже не хотите вспомнить о ней. Бросьте. Моя семья была в Дрездене, когда англичане сравняли его с землей. С того момента я не получил ни одного письма. У меня нет иллюзий. У меня нет ничего, кроме моей ненависти и моей бомбы. Но вам не воспользоваться ни тем, ни другим. Вам не на чем меня взять. Я свободен. Вашей власти расстрелять меня, повесить, да хоть сварить живьем. Моей бомбы вы не получите. Я плевал на ваш архив. Все расчеты сами по себе, без меня, никогда не дадут результата. Никто, кроме меня, не знает, куда идти дальше. Это фото сделано две недели назад. Где они? Где это снято? Аргентина. Мы просто не даем им умереть с голоду. Но вы способны обеспечить вашей семье весьма достойную жизнь. И сможете обнять их уже через неделю. Кто вы? Я Карл Ланге, командир 1-го батальона особого подразделения Бранденбург 800, майор Абвера. После ареста Канариса и разгрома нашей службы СС-штурмбанфюрер. Но в душе по-прежнему офицер Абвера. Вы? На кого вы работаете? Американцы думают, что на них. А на самом деле? Они лишь оплачивают операцию. Их исследования по термоядерному оружию зашли в тупик. Но ваш архив возбудил их интерес настолько, что мне за вас живого платят 1 миллион долларов. А за фото вашего трупа 30 процентов. Выбирайте. Что за странный вариант с этими процентами? Зачем я американцам мертвый? Чтобы знать, что вы не достались русским. Американцы не получат моей бомбы. Хартель. Хватит болтать. Кто думает об американцах? Мы стремимся к возрождению рейха. Кто это мы? Скажу так, идейные нации. Патриоты, не прекратившие борьбы. Почему я должен вам верить? Я готов. Хорошо. Да, если вы надумаете сдать меня русским, знайте, вашу семью сварят живьем. Слова офицера СС. Да, да, я поняла. Поздравляю, рада за вас. Конечно, как юный пионер. Правда, есть одна свежая идея, но об этом при встрече. А с чего бы вам так озаботиться о моей репутации? Поверьте, она переживала более серьезные испытания. Да, дорогая, целую, я перезвоню. Целую, перезвоню. С кем это ты? С твоей женой. Шутка. Возможно, неудачная. Ты едешь? Могу подвезти. Угу. А потом, твой шофер Борис, твоей жене Олимпиаде Семеновне. Анюта. А что Анюта? Я, между прочим, по известной тебе причине еще не занималась документами команды, а им послезавтра ехать. Ой, придется посидеть. Ну, а завтра? Будет день и будет пища. Как не хочется. Как не хочется в графе руководитель делегации писать Осипенков Филарион Тимофеевич, а не Купленов Прохов Петрович. Анют, не начинай. С Осипенковым вопрос решен. Команду должен возглавлять он. Я уже его и с маршалом обсудил. А может, с генералом самим поговорить? Он мужик хороший поймет. Мне исты душу вытащить. Все, ушел. Алло, генерал Осипенкова, пожалуйста. Иларион Тимофеевич. Да, Анна Антоновна. Не узнала, вас богатым будете. Прохор Петрович просил завтра заехать. Разговор есть. Часам к десяти. А вы на ипподроме будете? Ну, тогда к полудню. Хорошо, что будем вас ждать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потом. Потом. Дай мне листья какая-нибудь чистая. О, Егор Никитич, я тебя жду. Давай заходи. Одну минуту, Василий Макарович. Одну минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Что это? Рапорт. Я не спрашиваю, что это. Я спрашиваю, что с вами, товарищ майор? Я видел его. Так же, как вас. В метре от себя. И отпустил. Сам. Готов ответить по всей строгости. Сядь. Я даже не знаю, что сказать. В чем дело, Юля? Мы заняты. Там папа Ганя звонила. С госпиталя. Дашу арестовали. Юль, ты иди. Иди. Старин. Егор, подожди. Я хочу, чтобы ты меня послушал. Просто послушал. Так ты никого не спасешь. Ни себя, ни ее. Только погубишь. Не скажу, что это ошибка. Что там разберутся. Хотя, может быть, так и есть. Мы вытащим ее. Наш шанс – это Купленов. Кроме него, старюка осадить некому. А Купленову ты сам знаешь, что нужно. Банда и ключ. Мы вытащим ее. Мы вытащим ее. Продолжение следует... Была завершена реорганизация системы управления обществом. Была существенно расширена номенклатура должностей на всех уровнях. Строгая вертикальная иерархия предопределила основные черты послевоенной бюрократии. Единомыслие, единоначалие, отсутствие инициативы и стремление делегировать ответственность. Вхождение в систему обеспечивало качество жизни абсолютно несопоставимое с условиями существования основной массы населения страны. Стремление удержать статусную ренту делали нормой взаимоотношений, интригу, показуху, очковтирательство, подсиживание, протекционизм и подобные явления. В условиях дефицита продовольствия и промышленных товаров номенклатура контролировала их распределение и последовательно скатывалась к банальным воровствам. Экономическая преступность и коррупция обусловили углубление социального расслоения общества, породив повальный рост и процветание особого вида криминала – советской спекуляции. Лучшая жизнь для народа-победителя по-прежнему ожидалась в перманентно удаляющемся светлом будущем. Губелка, я на тебя надеюсь, как на правую руку, а ты что? Сам ты шагу ступить не можешь? Няньку надо. Никак нет, товарищ подполковник. Просто опыта в таких делах маловато, решил вашего совета спросить. Ладно, ладно. Где она? В камере. Я ее еще не допрашивал. Может, обработать ее, как положено. Молодец. Молодец, что зашел. Хоть это правильно сделал. Сядь. Мы чего с тобой хотим? Аиры выявить, так? Вдумайся, агента иностранной разведки. Обработаешь ее, отбивная будет, а не агент. Она тебе расскажет и станет говорить, пока по новой бить не начнешь, чтобы замолкла. Потому что грош цена будет этой говорили. Да я вижу, ты совсем бабку не знаешь. Удивил, признаться. Нет. Ну, не так, чтобы совсем, но... Вода на морозе железную бочку рвет. А баба, она как вода, податливая, а не сжимается и не ломается никак. Да нет, но бить иногда можно, но хитро. Ну, к примеру, с железной линейкой по соскам. Раз, не так по телу, как по душе, если в ком душу подозреваешь. Да какая у шпионки душа-то, а? Вот. Не наш случай. Ну и как же будет, Виктор Иванович? Поговори с ним. Чтобы расслабилась, помягчила. Чтобы она, первых порах говорить начала, неважно о чем. А потом подводи к теме. Так, чтобы подзавязла? Вот. Вот. Заманивай и крути, и крути, чтобы завязнет плотно, там, пожалуйста. Хоть бей, хоть жги, хоть бутылку ставляй. Душа мера. Здорово, дед Ворова. Таким судьбами? Умею, одноделиться. Но сегодня, завтра, нужна пара глаз и уши. Шкет! Давай, дуй с деда Воровой. Вот эту гадость выбрось, и чтобы я так жил, это не понадобится. Ха! Такая тупая. Молодой человек, таки ходи сбоку. Ну-ка, запомни. Лучше плохо стоять, чем хорошо сидеть. Запомни. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Девушки отдыхают. Поехали. Девушки отдыхают. Здравствуйте. 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 Вы — Юля? Да. Да. Моня, просил передать вам вот это. Спасибо. Фамилия, имя, отчество. Демидова Дарья Кирилловна. Год рождения. 1919-й. Национальность. Русская. Пол. Вы издеваетесь? Водички. Юрка, не волнуйся. Они же не убить его хотят. Просто на какое-то дело тянут. Им взрыв нужен. Ну а Моня-то им зачем? Он же просто музыкант. Война музыкант. Он в первую очередь сапер, да? А они откуда знают? Ой, Арменчик. Война же давно кончилась. Не для всех, Юрка, она закончилась. Не для всех. По-твоему, он молодец. Молодец. Ой, спасибо, мальчик. Не на чем бабуля. Я и допереть могу. Какой этаж? Да ладно, я уж сама. А ты к кому? А меня восьмую послали. Зинке с Васьком. Ты из школы не бойся? Ну да. Да. Уехали они. Зине трудно было одной семян. В деревню подались. К мошниным родакам. А давно уехали? На неделе Зина-то поди их хату сдать по-новому не успела. Но уехали. Я не совсем понимаю, что именно вас интересует из-за моего военного опыта. Четыре года, знаете, много всего. А я не тороплюсь. У меня времени как раз немного. Больные ждут. Так что, может, сразу перейдем к пожару? Ходите на часть пожара, пожалуйста. Товарищ, позволите пригласить даму? Если дама не возражает. Товарищ, здесь свободно? Понимаете, гражданка Демидова, я не стану утверждать, что пожар не имеет никакого отношения к нашей встрече. Тогда что я вообще здесь делаю? Не понимаете. Намекну. Те новые методы лечения, которые вы использовали на одном из ваших пациентов. А, я кажется, поняла. А, вас интересуют встречи на Эльбе? Точнее, мои контакты с американцами. Буду рад, если вам есть что рассказать по этому поводу. А лучше изложите собственноручно, не упуская деталей. Кто, что, где, когда и как. На это нужно время. Вам ночи хватит? Рассчитываю на вашу откровенность. В госпитале ждали именно нас, сомнений нет. При этом ушли мы без проблем, но машина исчезла. Понимаю. Нельзя исключить, что вас отпустили с расчетом вытянута. Слежки нет. Малейшее подозрение, и мой человек не дал бы нам встретиться. Возможно, мельчие ребята. Лучше, чем кажется. Тогда уходим? Послезавтра утром. Ящик из бункера должен быть с вами. Где он сейчас? На квартире. Если все-таки за вами следили, на квартире засада, берите пленных, пытайте, штурмить им лицом, губать все, что угодно. Груз должен быть с вами на любом случае. Вы понимаете, все его значилось. Выходим в море, как предполагали. Возник вариант получше. Будем его реализовывать. Инструкции здесь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога. 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 Меня Люся зовут, а тебя. Дорога. Будем знакомы. Ты из какого дома? Я? Я вообще не из этого двора. А чё это ты делаешь? Зарядку делаю каждое утро. Я лёгкоатлет, третий разряд. Кто? Спортом занимаюсь, лёгкоатлет. А по жизни здесь тасуешься? Не поняла. Ну, живёшь ты тут? Две недели уже, но это временно. Папе квартиру дадут, мы переедем. А сами откуда будете? Раньше в Ленинграде жили, потом на Урале войну. А сейчас папу сюда перевели, сельмашек останавливать. Кусенька, домой чай пить. Сейчас, мам, иду. Ты что, в этом подъезде живёшь? Угу. Слушай, а ты не знаешь, кто в 45-й живёт? Так мы и живём в 45-й. Заходи как-нибудь. Пока. Папа. Папа. Папаią. Папа. Папа, паузу. Папа, паузу. Папа, папа, паузу. Папа, паузу. Папа, паузу. Папа. Папа, паузу. Папа, паузу. Папа, пауз. Эта моя аппад, паузу, А очень дешyer не помнит. Ништяк! Сюда посути. Ага. Сюда. Сюда. Стоп. Шо? Я даю маяк? Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О, ништяк, это что все? Ну, похоже, ты уже все не понял. Все значит все. Что непонятного? Чёртый гей. Чёртый гей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мотив у него был, это правда Но остальные обстоятельства Приводят к мысли о том, что ни Калёный Ни его люди Роскова не убивали Но я бы однозначно этого не утверждал И тем более Куплёному об этом не рассказывал Пока, во всяком случае Василий Макарович Василий Макарович Ты правда, что ли, думаешь Ключ этот на Дашу обменять? При чём здесь обменять? Ну, какое слово тебе больше нравится? Никакое С Дашей произошла ошибка Чудовищная ошибка И кому, как не первому секретарю обкома Её исправить? Как бы мы его самого На какой-нибудь чудовищной ошибке не прищучили Майор Драгун Вы хотя бы как-то Держите себя в руках Мы работаем над этим Ну вот, Василий Макарович Можете, когда хотите Значит, говоришь Банда Калёнова Так точно Вот в это я верю А то фашисты На, Галю, своячницу мою непутевую Понятно, не вернёшь Но ты молодца Таких волчат прищучил И люди твои молодцы Спасибо, Прохор Петрович Не на чем И вот что Готов материалы по банде Показательные И со всей строгостью Слушаюсь Жаль, что нынче этих сволочей не расстреливаем Ну да ладно Прохор Петрович У меня просьба О чем разговор? Излагай Вопрос Очень деликатный Прохор Петрович Беда Только что с автомата Постовой звонил Генерал Осипенков Разбился Шо? Грузовик В его победу Лоб в лоб Водитель грузовика, говорят Очень пьян был Насмерть? Да нет Водитель победы Насмерть А вот генерал Он вроде бы жив Его в машине зажало Скорую давай срочно Уже едет Так выезжаем, полковник И в госпиталь позвони Там это, как ее Демина Демьянова Демидова, Прохор Петрович Пусть лично займется Мне за нее Ермолова говорила Она у нас тут в крае чудеса творит Уже звонила, но С Демидовой проблема А вы слышали Сплетни по городу ходят Мол у нас тут ужас Что творится Бьют Током жгут Ногти рвут Насилуют В извращенных формах Знаете, я слухам не доверяю Она праздна Потому что это все правда К врагам родины Мы беспощадные Что? Притихла, сучка Вот так А то совсем берега потеряла Тварь Позвольте Молчать Встать Глянь на нее Диссертацию она мне тут накатала Что самая умная Самая хитрожопая Не выйдет Кто тебя завербовал Твои связны Твое задание Встать 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 Сценки будешь меня тут разыгрывать Сценки будешь меня разыгрывать Встать Встать В отношении вас произошло недоразумение А вы свободны Вам надлежит немедленно прибыть на рабочее место Вас отвезут Я не знала этих людей Гора Я ничего не знала Успокойся Успокойся Что закончилось Это был кошмар Это была ошибка Нелепая ошибка Нет Гора Это не ошибка Они хорошо понимают Что делают Но я не знаю зачем Зачем им все это нужно Я не знаю зачем им это нужно Но должен быть какой-то смысл Не думаю Что их интересует какой-то смысл Что делать Гора Что делать Единственная моя Ты Единственная моя Я не знаю что делать Но я тебе никому не отдам Слышишь Никому не Нет товарищ маршал Я лично выезжал на место Просто авария На теракт не похоже Состояние тяжелое Но жизни не угрожает А как же Просил лучшие силы Так точно товарищ маршал До встречи в Москве Все Не было бы счастья Да несчастье помогло Радуешься не бойся Прохор Петрович Не мытьем так катанье Можно подумать Я сама Генералу и товарю подстроила Ладно, ладно Это я так бурчу Для порядка Ну что там у нас с командой Все нормально Билеты купила Вагон для лошадей готов Завтра утром отправляю Понятненько Готов приказ на командировку Завтра убывает Приказ готов Его только подписать И что Какая же ты у меня шустрая Пойми в виду Номера нам в гостинице бери разные И билеты на поезд, само собой При команде будешь Кстати насчет билетов Завтра в Москву Военно-транспорт налетит Почти пустой Один фельдьегерь Сутки выигрываем Как и дела в Москве порешаем Ну и Вообще Вообще Не лишено смысла Значит Самолетом полетим Так что Михаил Олегович Какие впечатления На глаз ранения похожи Но без тщательной проверки Утверждать не могу Да ясно В Брандербурге это Значит что Машину тормознули Экспедитора зарезали Он не нужен Водилу подставили Значит фрицы хотели Убить генерала Осипенкова Но зачем На кой черт Он директор конезавода И как они узнали Маршруты и время поездки Я бы что генерал докладывал Хороший вопрос Я другого не пойму Если это Брандербурге Зачем так тупо повторять Нападение на интендантов Машину тормознули В том же месте Экспедитора зарезали так же Скорее всего Что это ошибка Или просто отсутствие времени Ошибки я бы их не подозревал Скорее хотят запутать нас Отвлечь от чего-то важного От их главной цели Например Еще хочешь? Не На бочку И что имеешь сказать? Да без навару все По всем фатирам фраера Спецы да военные Там где бабка с пацанами И нынче никого Я удивляюсь Ужна же где-то Анна Антоновна Со своим кавалером ночевает А значит что? Купил билет и не поехал? Не было там никого Век воли не видать Значит там надо гулять туда-обратно Сама конечно Дама Ощек вас Мы таки с ее кавалером Немножко не знакомы За мной то надо Ну а если вдруг То подвиги не надо Просто иметь Делать звонок Автомов И чтоб ты знал Да Вполне может быть себе Фашисты Фашисты? Опять за рыбу деньги Я же говорил Никаких фашистов Вы что меня совсем не слышите Товарищ офицер? Но товарищ Купленов Обстоятельства изменились Показания шофера говорят о том Что генерал Осипенков Попал в аварию не случайно То есть Я так понимаю это версия пьяного шофера Так его же силой напоили Прохор Петрович Под дулом пистолет Поили под пистолет Василий Макарович Сами то вы в это верите? Разрешите Садись Показания шофера подтвердились Мы обследовали место нападения И нашли тело убитого экспедитора А где гарантии того Что не сам ваш шофер Этого экспедитора В пьяну того? Как вам такая версия майор? Анна Антоновна, в чем дело? Так вы сами просили Прохора Петровича Их к совещанию подготовить Там люди собрались Что скажете майор? Как версия? Характер ранения экспедитора Ставит это убийство В ряд похожих преступлений Почерк один Я абсолютно уверен Все они Дело рук диверсантов Бранденбург 800 Он уверен Ты бы майор Лучше бы жуликов ловил Глядишь, трупов было бы меньше Он уверен Анна Антоновна Старюк пришел? Да, конечно Позвать? Не надо Я с ним позже переговорю Если вы правы И какие-то враги Устроили здесь теракт То это вопрос МГБ Василий Макарович Готов делать Для передачи старику Я ему распоряжусь Гляди-ка А я догадаюсь Из-за каких важных птиц Мы тут загораем? Давай-давай, Виктор Иванович Насест освободился Анна Антоновна Можем проходить? Да, конечно Прохор Петрович ждет Спасибо Егор Никитич Ты идешь? Анна Антоновна Не подскажете, где я мог видеть этого полковника? Вы не помните? На открытии кинотеатра У него еще кошелек пытались украсить Это само собой Еще где-нибудь Не знаю Но вообще он из Москвы Говорят, большая шишка Спасибо Что, Павел Николаевич С окончанием? Пожалуй Душевно благодарен За содействие, понимание и помощь И много ли ты Хамелеонов фашистских нарыл В наших степных лагерях? Одного Всего-то Мне густо Так ведь и цель была моя несколько иной Чем объявил Я догадывался, Павел Николаевич Я догадывался Были некоторые моменты Согласен, да Сам попросил вашего содействия Организовать перевозку пленных И сам же не воспользовался Извините, Прохор Петрович Что не ввел вас полностью в курс дела Сами понимаете, режим безопасности Зато теперь могу поделиться Потому что не стоит Павел Николаевич Отчего же? Ваше участие это никак не умаляет О чем по прибытии сразу же доложу Полагаю, орден красной звезды лишним не будет? Вы меня интригуете Много сказать не могу, но намекну Речь идет о германском специалисте В области атомного оружия Понимаете, насколько это важно для нас? Вот оно что Тогда понятно Павел Николаевич рассказал О планах американской военщины Это я вам скажу 22 наших города Под прицелом атомных бомб Так что? Третья мировая? Американцы рассчитывают на атомный блицкрик Но мы ведь не позволим Не дадим мы такой возможности Мы успеем Павел Николаевич Когда вы бываете? Вот как раз хотел вас спросить об этом Завтра Есть ли у вас в запасе купе? Поездом? Да У меня для вас есть более интересное предложение Эй, Валер Чих будет? Тех, что знать тебе не кругло Погуешь? Зараза Что там районе? Зайдерну банок не получал Ништяк Сейчас огребет Ну давай Рискни здоровье Что, совсем того что? А то это я первым Залупаться начал А что буреть в натуре? Сам на наш двор переканал Ну-ка теперь объясняй без понтов Что надо? Лады Дело у меня За Васьком с восьмой Должок имеется Да и с братаном мамка на деревню свезла Так что бабки твои с дырками Затырься Слышь ты, сам затырься И что, надолго они? Видать Теть Зина я слыхала с мамкой базарила Молышев оттеру сдает Точняк? Зуб даю Я уж с утра каких-то мужиков там зазырил Вроде военное Тебе это что? А мне без разницы Мне бы должок шлупить Так шо Раз тебе бабки нужны Может пристенок сыгранем? Ну давай Проехали Батайск Кулешовку И Азов Три детских дома И две больницы Везде картина одна Так называемый Обкомовский доппайок Не поступал То есть кое-что было Но на уровне перловки и хлеба Никаких изысков Указанных в накладных А у меня в двух больницах вообще ничего Вот акты, пожалуйста И что на круг выходит? А выходит картина самая нехорошая Налицо хищения в особо крупных И убиенная Роскова Самое прямое отношение к тому имела База доказательная Должна быть железная Да куда уж железней Машину Что делала липовые развозы Видели у дома Роскова и Галины Семеновны неоднократно Да, я просил соседей Все подтверждают Росковой с машин сгружали продукты Мешки, ящики, коробки Соседи молчали только потому Что Галина соседей подкармливала Сейчас, конечно, уже в этом никто не признается Но дальше машина уходила по регионам Я думаю, сбывали где-то в тех же районах Где и указаны в накладных дед дома Ну и сколько Вот таких липовых накладных мы выявили? А кто сказал, что они липовые? Нет Самое настоящее За личной подписью первого секретаря обкома товарища Купленова И печатью Егор, с огнем играешь Да ну Я распоряжение товарища Купленова выполняю Ловлю жуликов Ты говори, говори, да не заговаривайся И, кстати, грузовик Госномер Ра, 0423 Назначали на эти развозы регулярно По непосредственной просьбе первого секретаря Езжай покатайся Нечего здесь торчать Через полчаса подашь Сверху ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще по уму похерить все это дело, не наживать геморрой. Банду ты взял, все на них вешаешь и крутишь дырки в кителе. Виктор Иванович, какие дырки, когда тут такое? Да, я понимаю, с твоими орлами шило в мешке не утаишь. Ой, придется, ой, придется что-то решать. А чего тут решать? Тебе и карты в руки, раз уж речь идет о первом секретаре обкома. Расследуй! Послушай, Василий Макарович. Если мы сейчас против купленного обвинения выдадим, нам и так мало не покажется. Я понимаю. Но и не расследовать нельзя. Если что не так, парням твоим по четвертаку, может, и дадут. Но нам с тобой гулаг не светит. В лучшем случае кончим в Глубянском подвале. А то и в Москву не повезут. Сышь, значит, Виктор Иванович, не себя взять. В лучшем, шаг я вижу следующий. Завтра я звоню, освещаю факты, вентилирую вопрос. Дадут санкцию, купленного будем брать. Не дадут, извини. А Бранденбург как же? Да про Бранденбург твой долбанный. Нам как раз Купленов забыть и приказал. Вот возьмем его и спросим. Что сидим, что сидим, да? А что делать? Снять штаны и бегать. Зачем штаны? Мозгом бегать надо, понимаешь? Мыслями соображать. Если кто еще не понял, старюк нынче вместо нас соображает. Акимыч, помнишь, Рябова брали в кино? Мужик там был с кошельком, при Анне Антоновне. Ну? До этого видел его где-нибудь? Что-то нас в скидку не скажу. Вот и я не скажу. А где-то видел. Теперь голову сломаю. Так, ладно. Вижу, никто никуда не торопится. Тогда посидите здесь. Еще на всякие пожарные. Я пойду. Что-то оно. Как говорится, сколько лет, сколько зим. Если память еще при мне, так это зима, 43-й год. Шелом, как вы сами себя имеете. Но не так, чтоб не повидаться. Знаю за ваше горе с сестрой жены соболезнования. Мои к этому никакого отношения с сукой быть. Вы будете смеяться, но сейчас жду звонка, как раз за тот случай. Дело есть. Так. Что имеете сказать? Нужно кое-что подальше положить. Десять процентов от того, что здесь твое. Понял. Напоследок не пересчитайте. Никак. Никак. КОНЕЦ КОНЕЦ В 1947 году выдающийся физик Альберт Эйнштейн направил открытое письмо в ООН, продиктованное осознанием катастрофических последствий использования ядерного оружия. Эйнштейн считал, что единственный способ спасения человечества – создание мирового парламента. Который бы полностью контролировал армии и вооружение всех стран, входящих в ООН. Советские ученые выразили твердое несогласие с Эйнштейном. Путь к миру они видели в объединении антиимпериалистических сил. Тем временем правительства продолжали вести свою политику без оглядки на ученый спор. Весной 1947 года при правительстве СССР был создан так называемый Комитет информации. Он объединил под одной крышей все службы внешней разведки и контрразведки стран. А уже осенью Соединенные Штаты образовали аналогичную организацию под названием Центральное разведывательное управление. Борьба за мир во всем мире вышла на новый уровень. Я вас умоляю, откуда меня знает, кто все идет? Это люди. Это заведение, каждый имеет выпить, закусить. Да ладно тебе, дед Варава. Это ж ты своих с ползала собрал. И все с такими рожами хотят сразу носу Гундер. Но не суть. Давай договорим. Вы же как-то справлялись? Да. Но речь не шла за Бранденбург. Ладно, насильно мил не будешь. Я извиняюсь. Есть разговор. Так и не стесняйся. Есть звонок от молодого человека. Овгр awake. Б Trump. Овграй. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА